ну же где я о фу втошла наконец-то да вот расколбашиваюсь со временем включился внутренний мой сдвг по весне тяжело вписываться во временные рамки гевару сейчас возьму в помощь где меня видно вообще где я все я как на гинекологическом кресле что-то усекла нормально в позу лотоса как настоящий псевдо кура как нам нашему за сказали я еще наконец стала обладать шторы blackout проснуться еще сложнее за 300 тысяч лет что я тут живу наконец-то догадалась что мне нужно шторы blackout с моим ночным режимом жизни вот секрет хорошего сна штора blackout все наконец-то дошла а еще хотел сказать мне тут спрашивали про донатный вопрос я думаю но у меня же вообще прикручены где-то доната тут в бс смотрю а они уже где-то открутили открутились надо прикрутить опять донатный вопрос где мой спонсор сиси но но я могу посмотреть на сайте если будет какой-то донатный вопрос раз про личную жизнь надо все осваивать тему донатных вопросов но внизу в описании есть ссылка на доната алекс я так понимаю что там есть строка комментарии туда можно писать надо было конечно все это протестировать тоже где подставка моя еще во все теперь нормально сидим с че геварой на башку его микрофон говорит че гевар надо какой-то пониже о может сюда сдвинуть вот так вроде так вроде нормально угол что-то не пойму ли не надо ниже сесть короче сегодня у нас будут музы рада русских ирина подзорова наша любимица что-то они они на насняли контента мне прислали у рады новое интервью какое-то супер-пупер спиральная историческая а а ирина подзорова рассказала про личную жизнь я внимательно еще не смотрела посмотрела только что там что-то есть про ухажеров подумала у вас всего значит смотрим и я вспомнила что когда я с ними беседовала бы было обсуждение тоже личной жизни она помню вошло только какая-то его небольшая часть вошла тогда в ролик где они наказывали клоуна так что я припомню что они тогда мне сказали сравним с тем что ирина расскажет сейчас ой я не могу дай лампы свои затянуться где она и над прикрутить обратно донат надо посмотреть наверно что-нибудь сейчас повышающего вибрации пытаюсь затянуться до этого выключателя в лампе ладно сейчас пока поставлю какой-нибудь повышающей вибрации тему и и посмотрим потом кого вот это вот интервью русских личную жизнь ирина подзоровой кого еще кто еще упадется под руку где-то у меня матешечка наконец-то я нашла какой-то завалявшийся пакет мата мне тут говорят что я глушу кофе и глушу прям я вообще мне кажется что если хорошо заварен кофе особенно если это с молоком то выпиваешь весь термос нормально если это какой-то вот ван прайс или кофе дешевый то там немножко и все но я много честно говоря не могу так кофе так что не знаю где чем глушу вот чай да можно целый день вот это да глушу еще пытаюсь достать эту лампу но но включаем включаем что-нибудь повышающая вибрация вот у меня кстати а я еще что долго собиралась то так забыла какой то у меня еще был повод но вылетела с головы что-то меня утром отвлекло а я решила поесть поесть потом приклеить желтую ресницу желтая ресница оказалась короткой но чем 33 очень интересных события которые которые мешают вовремя прийти ну так где же повышающие вибрации что-нибудь я приготовила какой-то повышающие вибрации видос там был один как заснуть моментально правда этот видос почему-то длится три часа и и еще давай грузись не грузится еще текс все найду youtube алё да вот еще у меня новые новые увлечения вместо украшения вон какие у меня разноцветные ленточки вообще никаких не нужно сережек наклеила разноцветные ленточки ходишь красивый так есть еще у меня найденное в ю тубе как сделать квантовый скачок так что можно сегодня опять квантовый перейти а вот что я хотел восстановление нервные нервной системы 333 3 3 часа восстанавливать нервную систему это недолго вот заснуть за одну секунду вот нормальное время что лару блокаут повесил и все вырубился давайте ой какая-то там водичка это как подождите еще и не вырубается вода алё сейчас инопланетяне писать пролетят с такими звуками ну вырубись то уже что он дурит он не хочет вырубаться этот нежная нежная музыка что нежная это я не люблю не нравится мне слово нежный у меня сразу эти ассоциации такие ванильные девочки так ну давай врубись уже нежный наш вон нормально уеду в угол этот качается что-то че гевара че гевара ты что качаешься стабилизируйся вот что нибудь будете стабилизироваться в жизни моей вот вот оно люби себя музыка бай александр боже какой великолепие пишет халида ты для человечества сотворил это вот эту вот текущая водичка великолепие великолепие но фраза кстати хорошая будем так говорить боже какое великолепие ты для человечества сотворил с любовью отправляем тебе мы благодарность и донат доната главное доната задача всех живущих красоту всю эту сохранить и передать потомкам сред за нами и туши по-русски говорит на агент какой-то пишет бразильцы почему-то любят смотреть вот такое говно бразильцы любят любое говно смотреть а дороси баруля да обожаю этот шум воды буа ночи линдзамузик какие-то бразильцы короче понабежали к этому мужику александеру ну ладно надеюсь он не поставил на свою водичку авторские права софтвэр что можно те нашим канала все права принадлежат вот на это говно какие то права это мне кажется в этих звуковых программках создается просто одним пальцем ой давно не пала модешечку красота так надо глянуть как прокрутить обратно донат так так шамашки фу давно какое не могу может еще что то есть повышающее меня это понижает вибрация это ваниль сопливая вон 639 герц это наверное нормально так как это с герцами зайдет анахата вот как раз сердце как любит наш ньюэйдж и вон зеленая штука в упала ну вот уже лучше этот трек содержит бинатуральные частоты бинатуральные частоты окей мозговые волны для интеллекта счастья и медитация отлично вот и вроде авторских прав не просит вот нормальный чел все повышаемся повышаемся я ищу как обратно обрубить донаты ОБС там какие то бюджеты что то так так сейчас приделаю пока что да какая то ссылка нужна а ссылка у меня где то здесь сейчас все найдем все ладно все вроде просветлела головой я чувствую пошли волны можно можно дальше двигаться ладно что то надо концентрироваться на этих когда рады будут говорить посмотрю как прикрутить донатный вопрос пока что по ссылке можно туда переходить где то в описании или ссылку прикрепить я слишком долго концентрируюсь на этой теме нужно туда о Ева через часик присоединюсь тема огонь ни хао а все да мы теперь побратались с сиденьпином какого то так ну что у нас есть личная личная жизнь а ну вон Ева будет только через час значит надо рада наверное через час а сейчас смотреть личную жизнь или на подзоровой давайте вырубим что качается у меня этот комп не пойми что поставишь не качался качается фитнес-комп так про оглушение кофе еще вспомнила что я же вообще когда я стала пить кофе лет до двадцати какого то там семьи до преклонного возраста короче я не пила никакого кофе я считала это вообще не царское занятие вот чай да а кофе фигня какая то потом я только догнала что ааа вон вон какая тема в хорошем кофе так Ирина подзорова и у них назывался ролик что-то там про личную жизнь а лампа и так и не включилась ну ладно а где она этот Денис лидер вылезает не нравится мне его ролик какой-то ходит дурацкие делает сценки а-ля вот эти вайнеры не люблю и когда вот это говорится и потом оно же оно же и показывается как-то так топорно а где сама косяпея а вот оно что-то youtube не предлагает сам включить личную жизнь а нет предложил стоп я же ее и включила что-то я не могу сегодня сконцентрироваться тайский ретрит ого ух ты какая там женщина слушайте мне кажется надо эту женщину посмотреть потом про личную жизнь какая там шикарная женщина у них дурацкая обложка задолбала выключись то уже не могу колесо крутится все бесит ух 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 все фух перемотала смотрите макс в три раза шире своего кресла это какой же он сейчас реальной ширины вы представляете вот у меня стул и стул примерно мне по плечи то есть если у макса вот стул вот так достать это он вот такой что ли человек человек квадрат все включаем тайский ретрит проекта кассиопея назад мы провели грандиозный ретрит в Израиль в новом уникальном формате где как что там всем либидо подняли десять раз я вообще угораюсь их они то понимают либидо на одном ресурсе они либидо поднимают а на другом пишут как успокаивать половое влечение что то такое его куда то переводить вообще молодцы купи козу продай козу опять да что же вот еще какой то звук противный звенит замените не могу смотреть вот этот светится лампа какая то плафон плафон к себе месяц назад я опять прослушала приветствия что ж такое нельзя я вот громче сделаем его и что они стали таки делать маленькие окна вы не на стриме сидите же ой плафон на весь экран а себя в маленькие окна посадили наверно потому что они такие большие решают что так они будут выигреть худее добрый день дорогие друзья месяц назад мы провели грандиозный ретрит в Израиль в новом уникальном формате где каждый участник смог сонастроиться со своими кураторами и наставниками и получил индивидуальное внимание и обратную связь ой я еще говорила что в этом своем как это в выбросе про кундалини они решили что вот когда поднимается кундалини вот тогда с кураторами ты соединился ты своими инопланетами вообще отлично отлично не важно что в йоге вообще-то это все высшая тема и для того чтобы чтобы достичь успеха в этой практике у тебя по идее должно быть какое-то наставничество иначе все пойдет по одному месту такие все соединяются от своих духовных учителей фишка этого нового формата в том что программа собрала все знания но вообще в нем в темах это любят чуть что привлекать помогите мои все мои ангелы архангелы какие-то там и учителя и наставники ангелы помню про ангелов и архангелов какой-то тусовки любили любили чуваки привлекать и мастера и все духовные личности еще ангелы и архангелы всех нужно привлечь чтобы все вот таки пришли и давай помогать 300 тысячам косяпийских чуваков и практики проекта косяпий эту программу обучают декорировать множество представителей межзвездного союза и высших учителей духовных эту программу программу обучают и курируют и практики проекта косяпий эту программу обучают программу обучают не программе это обучает а программу обучают он это какой-то макс андроид или это все таки живой человек или он читает по бумажке Курирует множество представителей Межзвездного Союза и высших учителей духовного и тонких. По тому, как он сидит, такое ощущение, что он читает. Видимо, у него в тексте написано, что программу курирует. В конъюнтериальных миров. Ой, не программа. Некоторые обучающие блоки не входят ни в одну программу обучения проекта Кассиопея. И вы сможете получить только в этой эксклюзивной программе. Там же была какая-то женщина красивая. Где красивая женщина? Программа рассчитана для продвинутых эзотериков, психологов и энергопрактик. Для прохождения начальной... Которые либидо в 10 раз увеличили. Без увеличенного либидо не принимаем. Над какашек поесть сначала, либидо увеличить. Вот тогда ты в деле, в теме. В школе мы рекомендуем поездку... Это кто не знает, они продают бифидобактерии из фекалий космонавтов. В повороте, в наш эзотерический центр. Дурацкая шутка нам пришла не будет. Либо посещение более простых ретритов и программ обучения. Если вы начинающий эзотерик, то перед тем, как записаться на эту программу, вам обязательно... Да, а вот что значит начинающий, не начинающий? Вот у нас есть рада русских, которые вообще с прошлой жизни, а из 12 лет и то с 8, то вообще постоянно эзотерят. И вообще в эзотерике достигла глубин. Не может разобраться в фундаментальных понятиях основополагающих, индийской философии, хотя в неё постоянно лезет. И что? И что? Это какой-то суперэзотерик? Что значит продвинутый, непродвинутый? Где критерии какие-то вообще? Может, человек в прошлой жизни уже всё приобрёл, пришёл, и всё, сейчас уже ходит в самадхи полном. Нам нужно пройти личное собеседование с руководителем проекта. А вот как... Как чтобы попасть в каст какого-то фильма, нужно личное собеседование с главным продюсером, главным режиссёром в интимной обстановке. Понятно. Там уже заценят либидо твоё. Ну, потому что это же показатель жизненных сил. Это очень быстрый способ чекать либидо. Чего тянуть? Времени нет, хали-юга, спешить надо. Ты сама. Ой, я тут опять оказалась, посралась с индусами. У меня новые серии вышли моего индийского сериала. Я тут узнала, что, оказывается, я с декабря опять меня отменили, мои индусы. И я должна была сама об этом догадаться, ещё сама прийти и сама сказать, что я не буду чего-то делать, что я вообще даже не имела понятия, что опять что-то сделала и не то. Я должна была сама догадаться об этом, во-первых. Сама прийти, сама сказать, что я больше этого не буду делать. И чувак с декабря ждал, что вот до меня дойдёт. Ну, до меня дошло только прийти и спросить, что за фигня вообще происходит. Нагорная проповедь, входящая в этот блок, лично прочтённая фантомом Иисуса Христа. Ух ты! Иисус лично пришёл и им на горную проповедь прочёл? Это где? Фантома прочёл ещё. Им разобрано это мелочей, с ответами на все вопросы это лично. Секретные, сакральные практики от представителей... А, или он придёт, лично прочитает, договорились. Так, Иисус, у тебя график... Иисус, Иисус, к другим не пойдёт. У него плотный график расписан до июля 2027 года. Эти на горную проповедь прочитать, тут фантому послать, ещё что-нибудь там прочитать. Просто университет, чё? Просто... Нет, не просто какой-то университет, где люди учатся что-то там долгое, и читают, и обсуждают, и развивают своё логическое мышление, критическое мышление, познание о мире, кругозор, эрудицию. Просто, просто несколько лет человек сидит и себе расширяет границы ума своего. Ну, просто... Зачем? Мы просто придём, съездим, в Астрал пошли, и не надо сидеть, читать что-то там, какой-то университет. Дурачки какие-то сидят несколько лет, книжки читают, обсуждают, задачки решают, думают. Зачем думать? Надо отключать это всё, потому что сердце же всё. По сердцу. Всем по сердцу. Новых, высококвалифицированных специалистов в сфере эзотерики, психологии и энергопрактики. Мы открываем все сакральные знания для всего подготовленного человечества, которые сможет конструктивно и позитивно изменить не только жизнь, окружение в вашем сердце, но и жизнь в себе. О, позитивно это про нас. Никто, правда, не верит. Все считают вот эти, что мы какие-то там токсики, наверное. Но на самом деле, мне кажется, мы вообще самые позитивные на ютубе. Планеты в целом. Этот новый формат мы решили передавать по всему миру. И в этот раз мы это делаем в Таиланде. Для более эффективного обучения обратной связи... Не, ну в Таиланде, наверное, да. С либидо... С либидо всё нормально. Ой, я представляю, как там Пашка Яйцесвит сейчас радуется. В Таиланд там, мужики, зачем едут? Там же вот эти вот мужские женщины. В Таиланде, как правило, если идёт красивая женщина, скорее всего, это транс. Ну, или мужик просто. Ну и, как правило, проститутка. Если женщина проститутка красивая, скорее всего, это китаянка. А если просто красивая тайка, скорее всего, это тайский мужик. Ну, он будет не против. Не против. Особенно за неплохой донат. Это кто-кто не в теме. У них была баталия у Макса с Пашкой Яйцесветом. Сейчас покажу вам его. Ладно. Все, наверное, в теме. Ой. Какое-то новое окно. В новое окно меня отправили. Ну, ладно. У них новые люди, у меня будет новое окно. Прекрасный чудо-юноша. Или он девушка, честно говоря. Как он себя идентифицирует? Андрогин он вроде себя идентифицировал. Так. Павел. А, Ясно Свет. Сори. Что же с этими яйцами к нему привязываюсь? Простите. Откуда вообще пошло? Почему я стала называть его Яйцесветом? Весенние потягушки. Ой, нет. Ух ты. Разоблачение. Разоблачение на Ясно Свет надо посмотреть. Я что-то скачу с темы на темы, но ничего не могу с собой поделать. Сори. Общество сегодня. Вот он идет по песочку. А может он как раз где-то там. Но нет, я вижу лес. Милый, поговорим о человеках как о существах земных, существах с партизованными потребностями. О человеках. О людях. Павел. Или это они хотят ближе к народу быть? Ну нет, в таком пальто нельзя быть ближе к народу. Так что надо говорить о людях. с партизованными потребностями. Я тут как о существах земных, существах с партизованными потребностями. Ну по снегу в кроссовочках неудобно ходить. Что-то он не продумал свой лук. Вот если это городская местность, то если есть снег, то в кроссовочках еще ничего. Но все равно скользковато. Это он что-то не продумал. Я тут заделась... Ну такой цвет у него у худи. Прикольно. с определенным вопросом, исходя из той философии, тех мнений, и той мудрости, как... Похоже на какую-то тетеньку, такой же притеска, Алифтина. На тетеньку Алифтину из музыкальной школы. Тоже смотри. И говорит Алифтина из музыкальной школы примерно так тоже. Немножко с придыханием. Работать в этом земном воплощении. И покорился святыми. И мы пришли очень... Чё, покорился? Я пока рассматривала кофточку и раздумывала над Алифтиной, забыла слушать, о чем он говорит. Всё, концентрируемся, концентрируемся. Милый, поговорим о человеках, как о существах земных, существах с определенными потребностями. Я тут задалась определенным вопросом, исходя из той философии, тех мнений и той мудрости, которую уже смог наработать. А, наработаю. В этом земном воплощении. И покорился святыми. Покорился святыми? Вдохновился, может, что он имел в виду? Покорился святыми. Что-то у него сегодня с лингвистикой. У меня с его вниманием сегодня не очень. А у него с грамматикой. Мы пришли к очень достаточно важным заключением, которое, я уверен, до этого многие делали. Но я тоже постараюсь озвучить их. Я озвучу с точки зрения того, как это видит высшая духовная суть. Смотрите. Мы же про человеческое сегодня говорим. Опять сорвался, перешел на высшее духовное. В чем заключаются проблемы нашего общества? первое. Как бы сказала индийская мудрость в овиде или незнании. Неправильном знании. Куча, как там есть, несколько клеш, заблуждений, препятствий. И самое главное из них – это незнание. И неверное знание также. Что нас всех одолевает, это страх быть… Поэтому, поэтому обычно тексты предписывают больше изучать, больше читать, узнавать всякие, всякую информацию без проверенных источников. Не таким. Нас всех одолевает, это страх быть не таким. А я забыла вопрос уже. А, какая проблема общества? А в чем заключаются проблемы нашего общества? Первое, что… Мне еще, конечно, что отсутствие интереса и столько каких-то интересных моментов происходит, но вместо того, чтобы на них обращать внимание и такой, ух ты, вот это вообще интересно, какая сейчас политическая вообще заворушка заворачивается, когда начинаешь в этом разбираться, смотреть, читать вообще, что происходит в мире в настоящий момент, такой, ух ты, вот это вообще тема. Почему я раньше считала, что, например, политика – это вообще какое-то говно, в которое не надо лезть, или что кофе – это недостойный напиток. И вот, мне кажется, проблема, что теряется вот этот интерес, на самом деле же есть даже в пятифакторном анализе у психологов и вообще в социальных науках такая общая тема для социальных наук, разработанный пятифакторный анализ, им пользуются и этологи, человеки, которые изучают биологические основы поведения, и психологи, и социологи, такая общая междисциплинарная штука, разработали, которые совместно биологи и психологи, где характеристики, у которых есть и генетическая основа, и они более-менее общие. И вот там есть пять основных вот этих вот факторов, по которым идет оценка, и среди них это открытость к новому, как такая базовая тема и генетическая обусловность, ну и вообще базовая характеристика открытости к новому. И вот, я думаю, на тему того, что когда когда гаснет этот интерес к новому, вообще, чего происходит в мире сейчас, вообще интерес что-то изучать, смотреть, вот это вот это знак, что что-то пошло не так. такой показатель жизни в человеке, что есть интерес к узнаванию новых вещей. Что нас всех одолевает. Я опять забыла вопрос, что ж такое? Первое, что... Вопрос-то какой? Мне субтитры надо подписать, чтобы я не теряла мысль. Заключаются проблемы нашего общества. Проблема нашего общества. Так, опять думаю, я уже несколько вариантов сказала и уже забыла. А видео я сказала по-индийски, по современным реалиям, что нет интереса. Например, к индийцам прихожу, когда встретился наш глава с Си День Пином. Говорит, ты смотрел, ты смотрела эту встречу? Чего? А, что? Китайский чел приехал? Короче, грустновато, когда, ну, такие события происходят, ну, нам неинтересно же узнать вообще, смотреть все, что они там сказали, как они там сидели. Не, неинтересно. Сидим, смотрим, на ютубе как приготовить крылышки в гриле. Первое, что каждый раз я прихожу по утрам в эту свою богодельную танцевальную, спрашиваю индийского чувака своего, ну, чё, чё делал, чё ты смотришь? Он всё время в телефоне сидит. Ну, казалось бы, ну, посмотри-то встречу с китайским чуваком, интересно же. Чего там, ну, о чём они договорились? Что может быть интереснее вообще на сегодняшний день? Он такой, у меня там, я смотрю, какая-то работа там у меня пришла. Работа какая-то. Китайский, китайский си преретел. Какая работа? У нас всех одолевает, это страх быть не таким. Чего? А, он считает, проблема общества, страх быть не таким. В смысле? В смысле? Но вообще, если брать индийскую тему, опять же, моего конька, то там есть такое, ко мне придирка была, о чём меня отменили в декабре, что вот там было какое-то выступление, и я перед этим выступлением подошла, я что-то спрашивала, можно ли порепетировать без одежды, ну, не без одежды, без костюма. Костюмы. Я что-то ходила такая, эй, чувак, а можно, можно я не буду пока одеваться, ждать три часа, что я буду одеваться в эти костюмы. И, и, короче, человек потом мне это припомнил, говорит, вот, что ты тогда, вот, не выступаешь сейчас, а вот ты помнишь, что ты тогда, 300 тысяч лет назад, перед концертом подошла и начала спрашивать вообще какие-то дурацкие вопросы, типа, можно ли без одежды, ступать, знаешь, можно ли порепетировать без костюма. Это, вообще, нормальная тема танцевальная подготовки, что перед концертом ты что-то прогоняешь, какие-то расстановки, но без костюма, просто в обычной одежде, чего, чего костюм лишний раз мять и пропутевать его. Ну, короче, в общем, припомнила, говорю, блин, а что там, чего такого-то? Вот, все же видели, все смотрели, кто все, никто еще не пришел. Говорит, вот, никто же из танцоров больше не подходил, не спрашивал, может ли без одежды выйти. Говорит, они еще не пришли, никто и не мог спросить, они еще не пришли, но все равно вот эта тема у них, что никто это, если никто не делает, а ты идешь и что-то делаешь, значит, это что-то такое стремное. Вот, если все что-то делают, то тогда можно. такое мышление, что если ты выбиваешься из какого-то общего, общей рамки, это тревожная ситуация и может что-то пойти не так. Вот, если ты примерно как все, значит, окей. И в идейском обществе тоже, если ты как-то выделяешься, это что-то не так. Вот, нужно, ну, существовать примерно как, как и все остальные, и тогда это нормально. Если все совершенно безумные, а там все совершенно безумные, все с каким-то культурно обусловленным пограничным расстройством. И вот, если ты ведешь себя с точки зрения европейской нормальной, как человек с нормальной психикой, ты будешь считаться психом, потому что вот ты не так, как эти придурки себя ведешь. А в европейском мышлении, наоборот, более индивидуализированное представление и, наоборот, ценится какая-то индивидуальность, что вот ты не какую-то массовую выражаешь тему, а есть у тебя свое мнение, какая-то своя фишка, свой стиль. Но по яйцесвету что-то непонятно. Почему? Почему? Как там он сказал? Страх быть собой или что? Отличаться? Он что, он же не в Индии. Вот индусы, да, они боятся, если человек что-то сделал отличающийся от большинства, вот они их начинают колбасить. Пропал что-то Пашка наш. А этого-то что? он в каком городе, если это мегаполис, то тут вообще все сами по себе и каждый индивидуально делает, что хочет. Нет такого вообще вопроса быть собой. Ну и наоборот, если это, например, фэшн-тусовка, некоторые тусовки, где наоборот, если ты будешь сливаться с массой, ты будешь никому не интересен. Ну и в танцевальной тусовке на самом деле тоже вот это индийское. С одной стороны, если ты сливаешься, то никто не запомнит. У нас есть чуваки, которые по 20 лет ходят, не знаю, сколько, всю жизнь. Никто вообще не знает их глаза, знаешь, ну какая-то там есть. никакого особого эмоций никакой это не вызывает. А если человек как-то отличается, если там какой-нибудь скандал еще возник, то все будут знать. И это будет на слуху, ну как везде в таких тусовках. Ну а если брать не индийскую, а какие-нибудь вот типа фэшн, какие-то творческие темы, ну естественно, тут тема наоборот выделится и наоборот, если ты максимально отличаешься, это какая-то движуха, продвижение. Все окей, значит. Часто, и наоборот, чем поиск себя, каких-то своих тем, а не общих, не навязанных социумом и так далее. Нашего общества. Первое, что нас всех одолевает, это страх быть не таким. В общем, что-то, видимо, он какие-то свои проекции опять проецирует. А Левтина, что с тобой вообще? Скажем так, если будем обращаться к биологии, то разнообразие генов увеличивает шансы эволюции, а эволюция это хорошо. Эволюция это именно усовершенствование того или иного над самим собой. Разнообразие человеческих мнений разнообразие что-то намутило. Как асяпея стали. Что-то послушаешь, какая-то фигня. Это именно усовершенствование того или иного над самим собой. Разнообразие человек. если мы берем биологию, то эволюция вообще-то теория эволюции это дарвиновская теория, которая сейчас в современном обществе уже не очень-то работает, потому что сейчас уже нет естественного отбора с развитием медицины и всего, когда выживают наиболее приспособленные. Эволюция это не развитие, а вот эта теория, что выживают наиболее приспособленные и это не какие-то самые классные выделяющиеся экстраординарные, а это тот, кто лучше приспособлен. Как раз какой-то там самый гениальный скорее всего будет отсекаться эволюцией, а будут выживать такие середнячки, которые вот здесь приспособился и там приспособился. С другой стороны есть какие-то поворотные моменты в эволюции, когда вот как-то нелогично повело себя человечество и наоборот вышло на какой-то другой виток. Но в целом сейчас вот эта биологическая эволюция для человека не актуальна, потому что развита медицина, науки, технологии и идет культурная эволюция, культурный отбор. Но и те критерии, которые были важны для выживания, сейчас не важны и те биологические механизмы, которые использовались при, естественно, при половом отборе, в том числе какие-нибудь запахи, когда выбирала женщина-мужчина по запаху, чтобы там тестостерон присутствовал, чтобы, значит, он был таким сильным, активным, агрессивным. Сейчас это тоже не действует, а выбираются какие-нибудь более спокойные чуваки, но которые спокойные усидчивые программисты, ну, в общем, всякое такое, запахи опять же глушатся разными примочками, духами, в общем, человек всячески обманывает эволюцию и сказать, что это вот развитие усовершенствования, ну, не совсем всё-таки человеческих мнений, разнообразие мыслей, ощущений и чувств, вот что ведёт к творчеству и к развитию. И что, например, разнообразие генов, это, как он сказал, что это хорошо, это эволюция, нет, это тоже не совсем то, потому что если слишком большое генное разнообразие, если, например, в паре слишком сильно различается генетический набор, то это большая вероятность к каким-то там патологиям у их потомства, хорошо, когда разный генетический набор, но есть, он общий, но есть какие-то различия, а если сильно одинаковые, то это проблемы, и если сильно разные, то же проблемы. Поэтому, как правило, пары создаются довольно похожими людьми, у которых есть какие-то различия, но не слишком разные, слишком разные люди опасно уже тоже. Мир нас очень долго приучал, особенно прошлый век, на это очень сильно повлиял, на предыдущие, более ранние поколения, потому что инакомыслие это очень плохо, это разрушает общий. Прошлый век какой, двадцатый? Так там наоборот, весь авангард, пардон, в смысле прошлый век, что-то у него сегодня с каналом не то. общество? Оливтина, открой канал. Это разрушает семьи, это нарушает многовековые традиции. В смысле, какие традиции? В каждом обществе будут разные традиции. Алло. Но вопрос в том, что... А кто помнит эти многовековые традиции? Кто помнит, что... А, ну да, конечно, мы же теперь уже не читаем, ничего не изучаем, ничем не интересуемся, кто помнит. было на самом деле. Если покопать так в интернете, то мы уже можем столкнуться с тем, что историю уже начали переписывать. Ту, которую... Когда Светлана с пингвинами, вы помните? До 15-го вообще ничего не было, что там у нее. А Ленин, это... Владимиру Ленина, это должность. Как-то мы... Чин, Сан, забыла. Мы знаем ту, которую мы помним, я уже переписывала. Звание, звание вспомним. Владимир, это звание. То есть, второе. Ладно, что-то принесло нашу Алифтину. Короче, вот это вот Павел Яйцесвет. И сояснулись они с Максимом Русаном, кассиопейским лидером, который будет лично тестировать максимально... Максимально, что я говорю? Потенциальных участниц продвинутого ретрита в Таиланде. И короче, Яйцесвет он сначала накинулся на Яйцесвета, что у него неправильная вибрация. Яйцесвет сказала мне, у вас самих неправильная вибрация и вообще у вас латентное влечение ко мне. И вот до сих пор крынет кассиопею, то они все женятся. Теперь Ирина рассказывает про личную жизнь, теперь на тайский ретрит поехали с каким-то там собеседованием с руководителем проекта лично. Каждому члену группы мы набираем... Тестирует... Есть эти же тесты якобы, я не знаю, сколько это верно, когда спрашивают, чей Крым где-то там эти политические тесты, а этот будет спрашивать, надо ли наказывать клоуна. У них тоже была тема баталии с клоуном. Ладно, это долгая тема. Может, у меня где-то там есть плейлист про клоуна. Только 21 человек. Это максимальное количество для эффективного обучения, контакта и погружения. Мы специально организовали два потока в связи с большим количеством запросов на это обучение. И каждый участник получит максимум знаний и обратной связи от кураторов и наставников нашего проекта. Я уж думала, от руководителя, раз он отбирал на этот ретрит. Хотя в Таиланде зачем они можно же? Там будут вот эти красивые тайские мальчики. Ирина Подзорова приведет личные приемы каждого участника мероприятия по направлению. Там уже Ирина будет заниматься. Сонастройка контакта с высшим я, кураторами и наставниками. Определение Так он же сказал, что продвинутые едут. Продвинутые что, не сонастроились со всем чем только можно? Вот они на собеседовании уже с самим руководителем инопланетян сонастроились. жизнью задать через высшее я работе с блоками привязками и сущностями общение с разоблащенными духами общение с любыми плотно-материальными и тонкими цивилизациями определение духовного космического имя определение Смотрите новинка духовное космическое имя появилось ну наконец-то во всех сектах сразу дается погоняло во всех тусовках субкультурах какое-нибудь ближе к началу пути должно быть посвящение дается имя и вот тогда больше шансов что человек вовлечется и будет сидеть все мне имя дали меня посвястили инициировали если еще ритуал там какой-то совершен то это вообще супер Илья Александров также проводит личный прием А, это у них это у них квалифицированного мастера Илья Александров который без специального образования лечит в том числе людей с психическими диагнозами с психиатрическими диагнозами и с алкоголизмом прекрасно и это конечно очень профессионально Мы по разным направлениям в этом обучении ведет занятия утренние и вечерние практики и сонастройки Максим Русан ну то есть я я тоже теперь веду практики и занятия но о них вы узнаете там на месте одно из занятий называется вот так поле хвастается цивилизация с которыми сами же законтактируют это конечно вилла вилла хвастается второго угла мадам камяна который состоялся в издраиле что хочу сказать хочу сказать что ожидать можно где зубы было всего от реприта но того что придет из 8 миллиард население земли христос до 20 человеком участникам второго блока 20 людям что у них с склонением слова человеку всех происходит лица свет вот не смог просклонять дети не могут будет объяснять свою нагорную проповедь в том месте где он ее сказал 2000 лет тому назад я не ожидала никак то я думаю что в принципе никто не ожидал дед мороз приходит такого дед мороз живой пришел к этим иисус живой пришел в своем фантоме тут даже наряжаться не надо просто сказать вот тут фантом на самом деле есть вы его не видите потому что чтобы увидеть нужно вибрации чтобы были на уровне нашей музы а это никому недоступно надо для этого на тарелках летать и вообще долго практиковаться это не знаю я не то чтобы считаю себя сейчас избранной но я считаю себя такой поцелованной богом что не могу вам даже передать но кроме этого это я думаю что ретрит который был в израиле я даже не знаю смогут ли повторить ребята еще хотя бы один раз потому что земля благословенные и шли такие потоки энергии когда человек раскрывался на глазах как вот не знаю из бутона цветок потому что под конец четвертого дня ретрита у людей открывались такие способности что просто было увидели увидели фантом иисуса видите на на все на это смотреть и я очень благодарна или что нашли привязку вот что-нибудь такое осязаемое молчанова фридайверская женщина наша говорил про егов ну да классно но вот а чего не произвели вот что они что-нибудь такое вот если бы они ну какое-нибудь произведение написали ты понял да вот что-то у человека открылась вот это гениально а тут вот ну что ну что они проконтантировали с тем что они сами придумали ну 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 чего я все произошло то что в моей жизни вообще появилась к себе как таковая и желаю ребятам удачи чтобы они и дальше шли по своему скажу так сразу очень легкому пути развития и поворота людей к свету к добру и когда ты их поворачиваешься в эту сторону счастье приходит само собой благодарю за внимание поворота к добру а до этого что и конечно большинство людей настроена на какие-то ценности все-таки гуманитарные гуманистические поворота почему поворота друзья я приветствую о еще какая-то прекрасная женщина приветствую всех своих друзей новых и старых и хочу поделиться впечатлить все с ресницами это же он с ресницами что-то я прикосила немножко прическа тренинг а ретрите в израиле 23 года этот ретрит был необыкновенный он просто чудо потому что он был на святой земле на мои в моей стране где даже воздух пропитан духовностью и светом бога и нам не угорский короче уже на подготовленную почву помолим которая ищет знания там фантом иисуса объяснил свою наборную проповедь и ответил на самое одно и то же говорят это то что-то еще было кроме нагорных проповедей что там их открылась что конкретно открылась не сказала как цветок из бутона и и что вопросы на те самые вопросы которые были вот так необходимы лично мне и наверное другим тоже это это разве не чудо и до сих пор не могу еще в полной мере осознать всего этого то что было что касается самого ретрита это просто такой формат который ну я считаю очень необходим надоел у нас делается так опасно же у них эти блоки бракованы и феликс к этому к чему идет кофе чайок о людмила ну чё можно врубать эти личную жизнь уже добрый день чего-то космодедушка отдых в израильске моя бабушка дает плюс 500 к экспириенсу так ну чё все собрали право говорят на стройку и всех послать пусть построит уже что-нибудь да построит новое какой-нибудь отдел к асиопии но чего личная жизнь где-то вот она история на или нет перед неправда личная жизнь дневник контактёра истории жизни вон какой-то там красное платье врубай а сейчас опять будет дурацкая заставка шаритран тантрики будешь метом стучат уже давали быстрее тантрики стучат ну а эти четыре года у меня прошла не одна жизнь я могла четыре года за эти четыре года у меня прошла не одна жизнь я могла вспылить пример я была очень эмоциональная и в каком-то споре я могла высказать человеку все что думаю заглядывала дав свою ленту времени в астральном путешествие смотрела что меня ждет там было много вряд ли слышно за этой подложкой кто им стал монтировать ролики зачем-то их сделали маленькими вот эти рамочки какие-то дебильные антар правда и они все зависели а я за вот этим типа космическим узлом ничего не слышно и делает тот выбор который я делаю к чему это приведет все это все звенит здравствуйте дорогие друзья мы рады вас приветствовать на нашей встрече я считаю что сегодня у нас будет не просто очень интересная встреча но и необычная потому что герои и тема нашей программы сегодня сама ирина подзорова основатель нашего проекта кассиопея о спустя три года когда его мы там с ней беседовали три года или два года назад когда мне больше было интересно ирина чем ее инопланетяне и вот до них дошло что вообще-то ирина же интереснее они планетяне не прошло и 300 тысяч лет замечательный смелый душевный любящий человек которого я имела честь тоже узнать и познакомиться который сделал очень-очень многое а для нашего проекта так и для всех людей которые в нем участвуют ирочка я очень рада и благодарю тебя за то что ты пришла на эту интересную видите она она считает этот проект своим максим считает проект своим арины как просто приглашенная звезда у них видимо а проект и и вот она такая так наш наш проект смысле это мой проект вообще-то девочка встречу у тебя еще нет такого духовного роста даже подбородок всего один эту тема у индусов что если у индийского танцора нету пуза то это значит не солидно и худые индийские танцоры редкий случай худых индийских танцоров подкладывали себе какие-нибудь под живот подушки чтобы выглядеть посолиднее и вот тоже где вообще показатели духовности количество подбородков например и не расскажи может кто-то пришел тебя поддержать сегодня и стараться здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина подзорова я являюсь контактером с внедренными цивилизациями сегодня я действительно что-то там крестика висит чай на вопросы и сегодня я буду отвечать на вопросы которые мне зададут так что сегодня здесь присутствие видно подорова поплаченное душа и мою высшее я обычно что не присутствует сегодня я буду отвечать на вопросы поэтому сегодня я присутствую понятно понятно тоже здесь присутствует со мной контакте также здесь присутствуют кураторы мои казарты ирина подзорова с ней присутствуют она сидит Ещё её фантом пришёл. Я и ещё Ирина Подзорова со мной. Как она это сказала? Воплощённая душа и моё высшее я. А, её высшее я пришло? Так это всё-таки отдельно. Значит, у них высшее я — это что-то отдельное? Она же рассказывала, что это что-то там, типа, невоплощённое. А теперь это значит что-то, что где-то отдельное. Как какой-то отдельный чувак существует. Вот это я, это высшее я. Типа, большой другой, лаканский. Понятно. Сегодня здесь присутствует я, Ирина Подзорова. Воплощённая душа и моё высшее я тоже здесь присутствует со мной в контакт. Прикол, да, смотрите. Высшее я пришло моё. Также здесь присутствуют кураторы мои, которые пришли меня поддержать. Это Мигаскау с планеты Эфлер. Также уже подошёл Лешиони с планеты Шимор. Да, в пробке застрял, но пришёл. А кто там у них ещё есть? Бергастер. У него кастрюля чайная, не успевает чай сделать. А, вот я ещё чего вовремя могу успеть. Чайник же всё и не работает. За новым я сходить не могу. Надо зайти, конечно. И пришёл поговорить и поддержать меня. Раум Тиан с планеты Бурхаат тоже он будет следить за нашим, слушать наш разговор. Да, и при необходимости ответить на вопросы, которые возникнут. И тоже пришёл поддержать меня. Я очень рада, друзья. Благодарю вас большое. Поддержать, как будто сейчас какие-то будут битвы происходить. Или состязания, где нужно поддерживать. Давай, как мемы. Мальчик мой, давай. Ещё чуть-чуть остался. А вы его знаете в первый раз в мире. Скажи, пожалуйста, как ты себя сейчас чувствуешь, если сравнить начало проекта 4 года назад и сейчас? Что-то для тебя изменилось в проекте? Да. Дорогие друзья, я действительно чувствую, что за эти 4 года у меня пришла... Духовность подросла, всё показатели духовности здесь. Не одна жизнь. Я чувствую, что я стала совершенно другим человеком. Я узнала очень много нового. Я воспользовалась возможностью, которую дал мне Бог, для помощи другим людям в их нуждах, в их бедах. И это действительно та миссия, об исполнении которой я мечтала. Это так теперь называют продюсеры проекта? Господина Русана. Возможность, которую дал Господь Бог. Ох, интересненько. Да. Вот после этого он и ходит, даёт своим благоверным игрушку свинья, говорит, смотри, это ты. Ха-ха-ха. Там у него было... Мы смотрели с вами, как он делал предложение. Руки, не знаю, сердца и дерева Кассиопеи, и вечного алтаря девушки из подъезда. Когда жила у себя в городе, в Поворино, я мечтала о том, что я буду помогать людям обретать истину. И так оказалось, что обретать истину я им помогаю не словами, а... Интересные такие замашки, что вот человек с детства думает, что вот я помогу людям что-то обрести, помогу им что-то понять. Это же нужно ещё самому быть так уверенным, что ты что-то знаешь. У меня в детстве, ну и вообще всегда какая-то идея что-то изучить и понять, как оно устроено. В смысле, как можно, как я могу чему-то научить нас сначала, в этом разобраться, во-первых. Во-вторых, если ты разобрался, это ещё головная боль какая-то передать, потому что если ты начинаешь кого-то учить, то начинается тема, что люди часто не слишком-то хотят учиться. Когда они там то пришли, то не пришли, то забыли, чтобы чему-то учиться, это нужна определённая дисциплина. Особенно если какое-то практическое знание, то нужно всё время делать, как вот с этими танцуем. Вот ты должен каждый день приходить по хате, по хате класса, который часто довольно скучный. Вот ты хреначишь, порчишь себе всё, стопы, позвоночник, потом восстанавливаешь. Это куча времени, куча всего, и с любым знанием тоже. Ты постоянно что-то смотришь, изучаешь какую-то новую информацию, подчёрпываешь, подчёрпываешь, узнаёшь, короче. И вот так передавать, если передавать кому-то информацию или какие-то знания, это опять же твоя ответственность, что ты дал эти знания, что человек их понял, что он их нормально использует, если это связано с какой-то практической темой, что он не навредит ни себе, ни другим. Ну и во-вторых, ещё в своих знаниях быть полностью уверенным, это долгий процесс, чтобы ты приобрёл все необходимые знания для любой области деятельности. А тут так, с детства, буду просто всех учить, как жить. У меня, в общем, не такая крутая самооценка, чтобы вот так расы обучать и меры ответственности. Да что же опять эти активизировались, тантрические стучальщики. А по какому-то самому истинному учению, а обретать истину я им помогаю в соединении с их истиной сутью, то есть искать её в себе. Чему и учат нас, наши кураторы, чему учат меня мои кураторы, из Гаскаус, Лишио. Что-нибудь там, своей истиной найти, вот, в этом же, наверное, нужно тоже быть уверенным, что я нашёл свою истину, и что то, в чём ты человеку помог, это ему действительно нужно. Потому что, что тебе действительно нужно, и что другому человеку действительно нужно, могут быть совершенно разные вещи. И кураторы из Духовного мира, Архангель Михаил, и даже Иисус Христос, он всегда говорил, Царство Божие внутри вас есть. А там есть и истина, и свет, и разум, и смысл жизни. И я действительно чувствую, что я за эти четыре года обрела свой смысл жизни, тот истинный смысл жизни, о котором я всегда мечтала. И с каждым днём я чувствую, как я помогаю его обрести всё больше и большему количеству людей. И это делает меня поистине счастливым человеком, потому что... Обретаю, помогаю большому количеству человеку, человеку обрести свой смысл жизни, которая, ну, какая-то такая фредовская тема, что я вот это обрела, и я делаю так, чтобы они обрели то же самое, что и я. Какие-то вот эти свои проективные, мне кажется, идут всё равно механизмы. Не могу отделаться от этой мысли. У меня есть и вы. Спасибо. Скажи, пожалуйста... Ой, только увидела, что Мария-то у нас на хромаке сидит. Просто изменилось ли как-либо отношение твоих близких к тебе? Например, мама, односельчане или одноклассники. О, это тоже про маму, это же мы её спрашивали несколько лет назад. Вот дошло до них, наконец-то. То сидели такие, а чего она вообще, как у тебя её спрашивают? Сейчас поняли, что вот это-то и надо спрашивать было. Дошло. После появления проекта «Кассиопея» в самом начале и сейчас. Вы знаете, с одноклассниками я не виделась. Может быть, они и присутствуют в соцсетях, может быть, они меня и видели. Но мне из них никто не написал, пока не позвонил. Может быть, и видели меня, может быть, и нет, потому что не все ещё люди видели, так сказать, «Кассиопею». Не все видели меня в ней. Может, они... Вполне возможно, что они не интересуются эзотерикой. Из односельчан я практически не езжу в свой родной город. Интересоваться эзотерикой и интересоваться ченнелингом – это разные вещи. Интересоваться Кассиопеей – это третья вещь. Село тогда, когда это... Эзотерика – это не только ченнелинг. Была. Ну, вот из тех людей, с которыми мне удалось поговорить, они мне говорят... Даже скорее ченнелинг – это такая специфическая подобность эзотерики. Говорили, что они смотрели мои... Передачи с моим участием на первом канале. Тогда ещё на втором канале. После первого канала я там ещё не была. Ну, вот, что смотрели на втором канале, и что очень удивились, увидев меня. Скорее, приняли они это с энтузиазмом, с интересом. То есть я не увидела никакого отторжения от них, что это там, я говорю что-то не то, или я что-то туда зря поехала. Ну, по крайней мере, в глаза они мне таком не говорили. То есть они достаточно открыто со мной общались и сказали, что им было очень интересно посмотреть. Кроме того, некоторые люди, которыми я была знакома в селе Песке, тоже вышли со мной на контакт, и они мне сказали, что смотрят канал Касси Афили. Узнали меня, и они меня ещё знают с той поры, когда мне было 13 лет, и когда им моя мама рассказывала про то, что я общаюсь с Кахитоном. И они сказали, что они за меня рады, и что они меня поздравляют с тем, что у нас такой крупный проект. Ну, они за меня порадовались. А что касается моей семьи, соответственно говоря, мама, она после... Ну, как ей нравится, что за неё радуется. Интересно. Мне кажется, как-то просто... Какая разница вообще, какие-то люди из Песков. Мало ли что они там думают. Обычно же есть какие-то люди, чьё мнение авторитетно. Как он, какую-то субботу, когда я пропустила стрим, там был какой-то танцевальный конкурс. Оказывается, я, честно говоря, не знала, куда я иду. В общем, это был какой-то конкурс, и там было жюри. И это жюри высказывало какие-то моменты прямо лично. Хотя не всем мне сказало. И это было действительно интересно, познавательно. И люди из других танцевальных сфер. Ну, и интересно, как они воспринимают, что они в этом видят, как вообще у них устроено восприятие. И вот это классно. Вот такой фидбэк интересно получать. И когда ты просто где-то выступил, и подходят люди, и говорят, ну, такое впечатление человека, который не погружён в тему, ну, какая-то там сотая доля, окей. Да, но так ты понимаешь, ну, чувак не в теме. Ну, окей. И тут тоже, если какой-то просто рандомный человек подходит, такой, о, да, вот я видел. Ну, окей. И забыл. А вон Ирине, смотрите, нравится. Вообще, как по-другому устроен человек совершенно. И что ей хотелось чему-то учить. А я считаю, что это самой надо учиться. Мне, по крайней мере. И чтобы кого-то учить, это какая-то слишком большая ответственность. Ну, и найти ученика, которого можно учить, тоже тяжёлая задача. Потому что человек, который сможет сидеть и заниматься каким-то изучением, посвятить этому какое-то время, долго этим заниматься. Тяжёлая задача, мне кажется. Вот такое прямо ученичество. Такие дела. После уже второй передачи на первом канале, она тоже её смотрела. Я ей сказала, что она будет выходить тогда. И она её смотрела. Соответственно говоря, ей понравилось. И она сказала, что... Тоже очень рада тому, что я живу в Воронеже. И, соответственно, образована. Кто? 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 Это уже про маму или... ...правилась? И она... Чё-чё-чё. И она её смотрела на первом канале. Соответственно говоря, мама, она... Мама, мама. После... Ммм, самое главное. После уже второй... Ну, для Ирины это какая-то триггерная тема. ...передача на первом канале. Она тоже её смотрела. Я ей сказала, что она будет выходить тогда. И она её смотрела. Соответственно говоря, ей понравилось. И она сказала, что... Тоже очень рада тому, что я живу в Воронеже. И, соответственно, образована. Помните, как она улыбалась, когда незнакомые люди подходили? И говорит, что классно. Ну, всем понравилось. И просто Ирина сияла. А с мамой, смотрите. Она, вроде, говорит те же самые слова. Но сказала, что ей понравилось. Но с таким выражением лица, как будто... Или какой-то ушат на неё вылили в горести мира. Занимаюсь Кассиопеей. Хотя вначале, когда я приехала уже заниматься проектом Кассиопеи, она мне даже советовала вернуться в Паворино. И не возвращаться, чтобы я не возвращалась в контакт с инопланетянами. Потому что считала их злыми существами. Считала, что они эксплуатируют меня. Что они являются злыми. И так далее, что они мне могут причинить вред. Меняются что-то показания. Потому что в детских-то историях она рассказывала, что мама её водила по врачам, чтобы они ей сказали, что этого не существует. А тут она, значит, считает, что они злые. Интересно. Но вообще это может меняться в представлении людей. Такие моменты, когда какую-то информацию память перестраивает. Особенно это видно обычно у таких людей с выраженным нарциссичным компонентом. Когда есть какая-то ложная идентичность своя. И у человека есть разница. Я идеальный и я настоящий. Я настоящий обычно куда-то загоняется в этих темах. А я идеальный. Вот рисуется какой-то портрет, который свой. Который не совпадает с реальным. И события тоже подгоняются, изменяются. И человек сам начинает их верить в это свои ложные идентичности. Где он такой суперский. Так что, возможно, вот эти вот разные показания. Может быть, это у нее тоже какая-то есть идентичность другая. Раз, видите, вот у нее высшее я отдельно где-то сидит уже. Может быть, она как личность рассказывает, что да, мама не верила. И хотела, чтобы психиатры сказали, этого не существует. А вот это вот сейчас Ирина, с которой она проконтактировала, как с высшим я, ей говорит, а вот, а вот, что она там сказала. Они на самом деле злые, думала мама. А вот оказалось, что не злые. Ну, не знаю, какие-то такие моменты, которые не совпадают, но для человека это кажется нормальным. Потому что он вот сделал себе какую-то такую отдельную тему, что, о, вот тут это так отдельную реальность себе создал. Ну, то есть сам факт контактов, она верила. Она поверила мне уже практически сразу после того, как ей... А теперь говорит, что поверила. Вон, подгон пошел. Я писала. Когда я с ней говорила, заходила речь про маму, я так поняла, что она до сих пор, то есть это было два или три года назад, не очень-то... Не очень-то принимала всю Иринину деятельность. Ну, и как-то для нее, я так поняла, было важно маме доказать, что все-таки все существует, что она какая-то успешная. А тут, видите, уже переметнулась, что нет, вот тогда уже на самом деле поняла. Это в своей книге, как ей директор школы нашей и врач-психиатр посоветовали обратиться к уфологам. Она начала прислушиваться к тому, что, возможно, это правда. И потом она уже перестала. Про директора школы тоже уже какие-то новые данные. Я смотрела ту главу в книге про директора. Директор, насколько я помню по книжке, директор же сказал, вот, классно, ходи в лес к инопланетянам, но главное, аккуратно или не поздно, или чтобы не темно было и какие-то такие моменты. Пример, опять же, на словах она перестала меня считать сумасшедшей и просто стала считать, что я в контакте со злыми инопланетянами, которые, ну, можно так сказать, не дают мне устроить мою личную жизнь. Такие вот у нее были представления. А сейчас она поняла, что лично... Думаю, насчет слова сумасшедший. Это настолько варьируется же представление, что значит сумасшедший, если брать это на психиатрию тоже, кого считать сумасшедшей, кто где считать сумасшедшим. И в современном мире настолько размывается понятие о психическом расстройстве и сумасшествии, и какие-то психические расстройства, ментальные расстройства уже вышли, мне кажется, из разряда сумасшедшести. И то ли вообще сам термин сумасшедший в современной жизни, в современной городской среде, какой-то больше даже комплимент, что о, ты какой-то сумасшедший, что ты не такой, и ты классный. А стигматизация, что у тебя какое-то расстройство куда-то отодвинулось. И наоборот, ментальные расстройства, а-ля биполярные расстройства, пограничные расстройства, как-то даже стали романтизироваться. Нартистическое расстройство, наверное, с каким-то негативным сейчас подается контекстом. Ну, по крайней мере, что я наблюдаю. Много вылезает жертв нарциссических чуваков. И как-то всё-таки негативная окраска и нарциссическое расстройство омрачаются. А пограничные и биполярные вроде нет. С ДВГ вообще романтизируется сильно. И всякая нейродиверсити, как это по-русски. Нейроразнообразие, где расстройство типа СДВГ и аутичного спектра вообще идут как вот классные такие нейродиверсити люди. Так что сумасшедшесть понятие растяжимое. И вообще, как к этому относиться. Но у Ирины, смотрите, сумасшедшесть у неё это что-то идёт с отрицательной оценкой. Как у Яйца Света почему-то отличие от большинства шло с какой-то отрицательной оценкой у этой сумасшедшесть. Личная жизнь, именно семья, муж, дети, они не принесут у меня такой радости и счастья. Ой, как-то мы резко так пришли на семью. Личная жизнь, такие вот у неё были представления. А сейчас она поняла, что личная жизнь, именно семья, муж, дети, что-то мы перескочили, подождите. Было же, что мама, вот в этой версии сегодняшней Ирина говорит, мама подозревала, что у Ирины есть какая-то сумасшедшесть, но после того, как директор школы, психиатр, сказали всё окей, это ей к уфологам, а не к психиатру, мама ей поверила. И из этого как-то логически следует, что личная жизнь, которая почему-то сопряжена с семейной жизнью, необязательна. Что-то нарушилась логической цепочкой. То есть представление то ли Ирины, то ли Ирининой мамы психическое здоровье – это создание семьи, что ли? Как это связано? Дети, они не принесут мне такой радости и счастья, как работа в этом проекте, мне удалось. Или ей нужно было вставить сейчас нативную рекламу проекта, и поэтому просто как-нибудь, просто привяжи за уже сейчас. Про проект пора говорить уже. Девятая минута пошла, нужно про проект. Представление. А сейчас она поняла, что личная жизнь, именно семья, муж, дети, они не принесут мне такой радости и счастья, как работа в этом проекте. Мне удалось ее... То есть до этого мама боялась, что... Сначала мама не верила, потом мама поверила, но решила, что инопланетяне злые. А теперь решила, что они не злые, и нормально общаться с инопланетянами, а не делать семью детей. При чем здесь вообще? При чем это? При чем это? То есть они были злые, видимо, они были злыми в том, что не давали Ирине жениться и рожать детей? Или что? А теперь она поняла, что нет. Они... Я запуталась. Давайте дальше слушать. ...в этом убедить, и она сказала, ну, я рада за то, что ты нашла свою нишу в обществе и занимаешься тем, что тебе прожилось счастье. Спасибо. Да, ты затронула... О, теперь заулыбалась уже. Конечно, такой вопрос, который очень многих интересует, это, конечно, твоя личная жизнь. Сейчас посмотрю, может быть, вы поняли, о чем речь. О, Света! Класс! Ирка должна платить зарплату. Они же не коммерческие, не могут зарплату платить. Пусть они мне 138 миллионов скинут на вечную жизнь, на бусте. Вот, да. Вот тема. Интересно, какова на самом деле действительность, говорит любовь. Да, вот над этим бьются уже. Сколько веков и философы, и мыслители. Люцифер ТВ с нами опять. О, переход опять. Опять переход. Окей. Я знаком с Марией. Прекрасная женщина. Какая это? Которая дева. Кофе, так кофе. Ой, я что-то много пропустила. А, нет, вот. Пусть построят. Так. Блоки. Давай Иркину личную жизнь. Да, все, смотрим. Феликс, смотри. А на горную проповедь, Феликс. Читал тебе лично сам фантом господина Христа с должностью Иисус. Прекрасная, но доверчивая. Я говорю о человеке, а не ее специальности. Не знаю, как он. Ну да, хороший человек, лоховод. Через нее Русан. А, смотри, с Акальской знаком. Все, поняла. Через нее Русан оборудование для своего лохотрона закупал. А так хороший человек, честный. Ой, я с ней общалась, когда у меня еще был ватсап. Я с ней договаривалась по поводу вот этих вот встреч с Ириной. Причем Ирина сама говорит, давай замутим, типа, как они там, эту сходку, тусовку. Но чтобы замутить тусовку, нужно было написать вот этим каким-то Мариям. В общем, ну ладно, надо написать. Написала. И, в общем, какая-то вырезала фигня, что чтобы встретиться, нужно что-то прочитать, потом еще что-то написать. И вот эти вот так меня задолбали. Там Мария была. Что-то они начали меня учить, сами отвечать на какие-то вещи начали вместо Ирины. Короче, они меня задолбали, я думаю, все. Псала всех нафиг. Но потом Ирина вылезла, говорит, что у вас там случилось? Ладно, я сама все разрулю, разрулила с этими своими девушками. В общем, что-то они меня задолбали. Там, по-моему, не только Мария была, а еще кто-то. Ну, первая, по-моему, первая Мария меня выбесила в них. Так. Где? Ой, а где комментарии-то? А, вот. Прекрасно. А, вот эта вот Сокальская-то прекрасная? Ну, может быть. С девушками, а некоторые девушки себя по-другому ведут все-таки? Так, ну да, хороший человек, лоховод, через нее Русана оборудование закупал. Переход опять у Люциферов. Как я понимаю, каждый человек ищет человека, который находится в таком же состоянии, как и этот человек, говорит, любовь. Ну, может быть, может быть. Например, если, опять же, знакомая мне по последним месяцам психотерапевтическая тема, то тут, наоборот, тема, чтобы твой учитель или терапевт, наоборот, уже какую-то прошел тему и знал больше тебя, ну и вообще и в обучении тоже, везде. А если это какая-то тема вот такого роста личностного, психического, то важно, чтобы сам человек, который ведет весь процесс, его уже прошел. Потому что иначе он на тебя будет навешивать своей проекцией, и в итоге ты будешь не дальше выходить, а просто заходить в проекции того чувака, который ведет процесс. Так, ну, наверное, всем это надо, кому нужно преодолеть, как в психоанализе, например. Есть тема психоанализа Фрейдовского, что есть изначально невроз, конфликта, ида, каких-то влечений человека и социальных, и каких-то личных концепций, взглядов. И вот это производит этот невроз, который, как правило, у всех есть. И тема в психоанализ, до него дойти, и увидеть, с чего у тебя вообще пошел этот невроз. И дальше уже Лакан, представитель французского психоанализа, говорит, что можно перейти через вот этот вот изначальный невроз, и тогда не нужно будет каждые пять лет повторять психоанализ, тогда ты вот все прошел, понял, как у тебя устроена психика, какие означающие есть в твоей психике, нашел все, все обозначил, нашел вот этого своего контроллера большого другого, где твой большой другой, все себе сам присвоил, а то есть темы, что есть маленький другой, какие-то личные характеристики, и большой другой, который их озвучивает. Как, например, у животных есть, грубо говоря, осознание, что они могут себя узнать в каком-нибудь зеркале, но все равно это не человеческое осознание, потому что они не могут себе этот образ присвоить. И вот это вот присвоение как раз осуществляет большой другой, и оно обычно у ребенка происходит на ранних годах, когда родители ему возвращают какие-то его впечатления, то есть они берут вот эту на себя функцию большого другого. Ну, и я так понимаю, что позже человеку важно найти, где вот этот большой другой, и его себе как-то присвоить полноценно. И тогда пройден этот процесс психоанализа, и пройти через вот этот вот изначальный невроз, несоответствие влечений и эго, суперэго таких моментов. К чему это вообще? Чем думать? А, что нужно такое же состояние, что, может быть, что одним нужно пройти через это, тогда человек, который сам находится в своих, болтается в своих проекциях, в каких-то переносных реакциях, в каком-то личном своем опыте, не подойдет. Если человек хочет уже выйти, разломать какую-то психическую свою фигню, то тогда он не пойдет туда, где он заходит только в проекции руководителя проекта. Дяйся там аккуратнее с переходом. Кажется, человек ищет истину, только не понимает, что она безмолвная, слушает поэтому кого угодно, только не саму истину. Так, Санат Кумара, все переходит. Любовь, точнее, человек испытывает чувства и ищет человека, который тоже в данный момент испытывает такие чувства и пытается заманить в такое же состояние, в котором сейчас она находится. Или это не так? Ну, тут уже, как для человека так, так для него и так. Если какой-то конкретный человек, тут же важно, опять, если психоаналитический подход подходить, психодинамические подходы, то здесь важно, как сейчас сам вот этот человек живет. Не соответствуя какой-то модели умозрительной, а важно понять, как для самого человека устроено представление какие-нибудь экзистенциальные терапии. Ну и вообще, психодинамический подход, по идее, должен настроиться на том, что терапевт пытается встроиться в психику, понять, как сам человек обозначает какие-то вещи. Ну и ему это вернуть, чтобы он сам какие-то моменты, которые он сам не может у себя отследить, чтобы он это понял. Так что тут, если для конкретного человека ему важно, вот есть человек, который хочет... Нужен какой-то конкретный пример. На третьих лицах как-то плохо звучит какой-нибудь. Есть... Кого провести пример, не знаю. Нужен какое-нибудь имя, как там звали нашу женщину. Алевтина есть. Алевтина, которой важно, чтобы человек испытывал те же чувства, что и она. Ну вот для неё, значит, вот так вот важно. У неё так это развивается. Тут мы с девчонкой общались, которая сейчас проходит какое-то обучение психологическое. И я сначала думала, и ей было интересно узнать, как устроен психоанализ. У меня она начала что-то спрашивать. И она спрашивает. А мне всё время кажется, что она начинает с точки зрения вот этого своего подхода как-то говорить. ой, ну что, это не так какую-то свою теорию на это навешивать. А потом понимаешь, что просто её... Она сейчас проходит какой-то свой психотерапевтический процесс, что она в нём находится, и переносит вот эти вот свои представления, как должен быть устроен процесс на меня. То есть у неё в её психотерапевтическом процессе основная тема была изменение каких-то жизненных подходов, жизненных стратегий, какая-то попытка действовать не так, как она действовала раньше. У меня в моих психоаналитических темах было всё вообще другое. Какие-то темы с изменением стратегии жизни мне вообще были неактуальны. Это для меня легко и не представляет какой-то сложности и интереса. А какие-то там моменты рассинхронизации с какими-то своими темами, какого-то там побега. Ну, в общем, свои фишки, вот да, там они полностью раскрывались, проецировались, и, в общем, находишь эти свои проекции, и такое всё возвращаешь себе. И больше так не делаешь. Но я к тому, что, как у одного человека прошёл этот процесс, и у другого, это могут быть совсем разные процессы. И разным людям будет разное интересное, и не факт, что то, что нужно одному, будет нужно другому. Вот какой-нибудь. Алифтине будет важно в жизни, чтобы человек испытывал те же чувства. И вот тогда у неё идёт какая-то там реализация. Чувствует она тогда биение жизни. Вот для неё это так. А для другого важно, что вот стратегию жизненную сменил. Для третьего важно, большого другого нашёл. Так, человек испытывает чувства, ищет человека, который в данный момент испытывает такие чувства. Я вот думаю, что, может быть, это как раз вот тема, когда большое-другое где-то ещё, и человеку нужно, чтобы ему вернули его чувства. Вот эта вот тема французского психоанализа, да и английского тоже, бион вообще психоанализе, что есть, что когда человеку нужно, чтобы ему что-то вернули, проекции по биону, когда маленький человек ещё сам не может, ещё сам себя толком не понял, и сам не может испытывать, понять, что происходит. Ему важно, чтобы мама ему возвращала какие-то эмоции его, как он не понимает, что с ним происходит, ему неприятно, ему мама приходит, говорит, а, ты хочешь есть? Он понимает, а, я хочу есть. Или он не понимает, что-то ему плохо, мама видит, что у него мокрые памперсы, например, и говорит, о, у тебя мокрые памперсы, и ребёнка, а, всё, понятно, мне плохо, потому что у меня мокрые памперсы, и успокаивается, потому что вот ему вернули какое-то переживание, которое он сам понять еще не может. И тут тоже, когда человеку важно, наверное, что чтобы кто-то чувствовал так же, как он, то в каком-то плане, наверное, ему важно, чтобы ему вот эти чувства вернули. Это опять какая-то такая проекция своего большого другого в кого-то еще, когда не сам человек понимает, о, все, я чувствую радость, все. А тут ему нужно, чтобы кто-то сказал, о, слушай, а ты сейчас радость чувствуешь как вот этому маленькому человеку, и тогда только он успокоился. Окей, я чувствую радость. Непонятно, может, да? Не знаю. Но я к тому, что, может, кому-то важно, но, а может быть, это вот эта переносная реакция большого другого. Потому что так, в принципе, когда все окей у человека, он сидит и ничего ему и не надо. Сейчас у меня заканчивается этот мой психоаналитический процесс. Я понимаю, что мне уже не нужно ничего рассказывать психоаналитику. Вроде бы, есть какие-то моменты в сюжетных линиях, которые можно рассказать. Я понимаю, что все, все, понятно. Какие-то моменты, которые раньше проецировал психотерапевта, чтобы он тебе это вернул, как большой другой. Уже здесь я понимаю, что о, вот эта тема, и понимаю, что большой другой, это вот он, на мне надет как костюм, и понимаю, а чего, а чего рассказывать все. Большой другой мне уже все рассказал мой. Мне не нужно это рассказывать терапевту. Так. Я застряла на этом сообщении. Человек испытывает чувства, ищет человека, который тоже испытывает такие чувства. Пытается заманить в такое же состояние, в котором сейчас находится. Я забыла, к чему это было. То есть, это в смысле описание смысла жизни. Может быть, есть какая-нибудь совместная практика проходит, и важно, чтобы люди, например, или делали одно и то же, или что-то показывали одно и то же. Ну вот. Не знаю, том ли это. Что-то я потеряла нить. К чему это? Что вообще людям важно, важно, чтобы им так возвращали чувства. Все, я потеряла окончательно нить. Ладно, давайте дальше. Хаберис пришел. Сейчас куда-нибудь позовет. В комментарии. Я это видел, ссылку у меня дал. Страдающий шизофренией, который снимает свои приступы острого бреда в футболке символика проекта Косяпе. Мне кажется, это сообщение читаю уже третий год. Недавно он рассказал, как у него появились голоса. Так. Истинно наиболее полное описание окружающей действительности. И не более. Ой, все. Тут слишком умные комментарии. Я теряю нить. У меня сегодня задолагает. Ничего не понимаю. Не могу сконцентрироваться. Я читала, что генпрокуратура предлагает присматривать за психически нездоровыми людьми, как бы чего не вышло. Надо будет навестить пациента. Так. Людмила про маму Ирину говорит. Ее мать до сих пор... Бать, что я говорю? До сих пор не верит в инопланетян. Так. Хабелис. Мы с шизофренией обсуждали... А, с этим пациентом обсуждали мой ролик о механизме возникновения революцинации. Все-таки зовет на ролик. Верен себе. Хабелис. Феликс. Знаю все эти описания. Я не говорил про мистику. Я сказал об истине. Любовь. Интересно... А, это я уже читала. Какая на самом деле действительность. Ты почитаешь, что означает термин мистика? Так, все. Это уже какие-то там их разговоры. Зарплата. Самый лучший пример. Когда стрядающему шизофрении кажется, что бабушки на скамейке около подъезда говорят, что скоро шизофреника завербуют инопланетяне. Скоро шизофреник завербуют инопланетных бабушек. Ладно, все. Развелось. Смотрим дальше. А мне нужно включить, знаете, чего? Подключить. Зарядку. Ой. А, вот все. Нашла себя. Я нашла себя. В каком я к ней вообще сижу? Смотрим дальше. Личная жизнь где-то там. Вот. И вообще, как можно организовать свою личную жизнь или отношения, имея такой интенсивный образ жизни, такой огромный объем духовной работы с людьми. И чувствуешь ли ты, что тебе что-то не хватает, может быть, или что ты, может быть, хотела тоже создать семью в связи с тем, что у тебя такая сейчас работа. Так, чего-чего не хватает? Она намекает, что вот не хватает семьи, что ли? В смысле, чего не хватает? Я не понимаю вопрос пока. Мария, у вас же все вопросы должны быть согласованы. Где оно? Чувствуешь ли ты, что тебе интенсивный образ жизни, такой огромный объем духовной работы с людьми, и чувствуешь ли ты, что тебе что-то не хватает, может быть, или что ты, может быть, хотела тоже создать семью и в связи с тем, что у тебя такая сейчас работа и такая занятость, это невозможно. То есть, насколько я поняла, тебя... Она сама спросила, сама ответила, что... Это не... чего-то не хватает, и, то есть, если чего-то не хватает, это обязательно почему-то семья, может быть, ей не хватает каких-то... Вот эти вот вопросы, когда журналист задает вопрос и тут же дает варианты ответа, такая не очень, не очень раскрывающая героя тема, потому что так бы герой, может быть, иначе ответил, а тут она уже направляет. Не хватает ли тебе чего-нибудь в плане семьи и так далее. А так бы, может быть, Ирина ответила, чего ей не хватает. Может быть, ей не хватает какой-нибудь новой тарелки, или ей не хватает моря у дома, ну, что... что... что угодно. какой-нибудь там скилла ей не хватает, возможности... Не знаю, может, она хочет на скрипке играть, может, и вот этого ей не хватает. Сто тысяч вещей, которые... которые может человек хотеть. Почему? Она и сразу... Семья. Всё. Семья. Почему? Работа и такая занятость, это невозможно. То есть, насколько я поняла, тебя это не... не утруждает, не расстраивает. это мама моя... Не утруждает. Непонятно. Тоже создать семью. Ты, может быть, хотела... Тоже создать семью. То, что, может быть, хотела создать семью. Почему нельзя сказать? Ты хочешь создать семью? Ты такой, ты, может быть, хотела создать семью. Это такое навязывание. Может, тебе что-нибудь не хватает, а именно семьи, и ты хотела создать семью. Не так, Мария, задаются вопросы. Алло. Ну и сам вопрос. А может быть, тебе что-нибудь не хватает? Это тоже уже навязывание. Приятный вопрос в этом, который и звучит хорошо, и человеку захочется на него отвечать. Как он будет звучать? Не знаю, доволен ли, например, ли ты. Не знаю. Чувствуешь... Так, чтобы человек сам начал рассказывать, не делать намек в этом вопросе, что тебе что-то не хватает. Или, не знаю, с такой занятой... Успеваешь ли ты все, чего хотел сделать в жизни? Человек сам скажет, вот я бы хотел еще, например, рисовать портреты, но вот не успеваю. Так, я бы портреты, например, рисовал. И ты, может быть, хотела... вопрос нормально бы звучал не ты, может быть, хотела бы семью, а что бы ты еще хотела делать помимо проекта. И вот она тебе сама скажет. Там, может, вообще в ее перечне, в ее картине мира, может, вообще-то этого нет. Вот ей нормально так. А тут сразу, ну давай, про семью. А дальше, когда она сама бы сказала, вот, мне бы хотелось, ну, например, Алифтина придет какая-нибудь, и Алифтина спросит, ну вот, а что бы вам еще хотелось? Ой, мне бы хотелось еще на скрипке вот играть. Я-то играю только на велончере, а на скрипке вот совсем нет времени. Так бы хотелось. А дальше уже, когда она обозначила свои основные жизненные приоритеты, уже сказать, а вот, что думаешь про семейную тему? Например, аккуратно. А может быть, вот так занята у тебя даже вот на семью нет времени. Короче, Марея, смотрите, Марея абьюзит Ирину. Ирина чувствует, видите ее, лицевые выражения. Ай-яй-яй, Марея. Да, доплатите мне, я составлю вопрос, заставила уже, видите, научила вас как-то спрашивать. Тоже создать семью. Задонатьте на бусте. 138 миллионов жду. Как-то, ой, я вчера у родителей была, тусила. Вот это вот вчерашний спецвыпуск с окном с телебашней, это у родителей. И там у них есть телевизор. Я ознакомилась с тем, что идет по телевизору. Опять там крутят клона. В общем, включила я клона, мои любимые бразильские сериалы. Я же какое-то время субтитры писала к бразильским сериалам. Так что включила, вспомнись, как там у них устроена жизнь в волшебных сериалах. И там женщина, вот эта, которая родила клона, я так понимаю, прошло какое-то время, она настрадалась с этим клоном и подходит к своему бывшему мужику, которого она из этого клона отшила, и говорит, они танцоры оба. И она говорит, у тебя есть время, пока играет этот танец, чтобы определиться, хочешь ли ты до конца жизни жить со мной и связать наши жизни узами брака. Что-то такое. Как-то она так высказала. И после танца эта муж сказала, конечно, конечно, хочу. Я забыла, к чему я это вспомнила. Может быть, что ты, может быть, хотела тоже создать что-то. Тебе что-то не хватает, может быть, или что ты, может быть, хотела. У меня была прям какая-то идея привязать этот танец и предложение руки и сердца. У тебя есть пять секунд решить, свяжешь ли ты со мной всю свою жизнь. Ну, я забыла свою идею. Sorry. Тоже создать семью. А, да, вот, у тебя есть. Пока эта музыка играет, у тебя есть время решить. Не будешь ли ты со мной создавать семью. С тем, что у тебя такая сейчас работа и такая занятость, это невозможно. Насколько я поняла, тебя это не утруждает. Ну, все. Да, все. Сама сказала, сама ответила. Да, не утруждает. Все, заканчиваем. Разговор. Мария, что за вопросы? С 300 лет она уже интервьюирует Ирину. Не может нормально сформулировать вопрос. Вот так. Инопланетяна не могут интервьюировать, а Ирину не могут. Такую прекрасную тему. Так можно было интересно раскрыть тему личной жизни. Так, чтобы Ирина и сама рассказала. И потом акценты расставить. И о недостающих кусочках пазла отдельно спросить, чтобы Ирина могла раскрыть тему, как она хочет. И интересующие вопросы для аудитории задать, если так интересует вот это вот, что там семейная жизнь и дети. Кого интересуют по сути семейная жизнь и дети на самом деле? Вот какие-то личные моменты не особо-то интересуют. Интересуют, когда они интересно преподнесены. Ой, вот, даже отрубилась. Это мама моя почему-то думала, что я хочу создать семью, но вот у меня не получается с кем-то познакомиться. В смысле, Ирина же замужем была. В чем мама думала? В чем проблема? Человек уже замуж даже заходил. И так далее. На самом деле я не можно сказать и ставлю себе такой цели, чтобы у меня был муж, дети, потому что я все свои духовные силы, всю свою духовную энергию направляю в одном направлении, свое внимание направляю на контакты. Так подождите, духовная семья это же не про духовные силы. Силы или духовные силы, или подни силы. С Международным Союзом и Духовным Миром для передачи информации и для того, а также для обучения и для того, чтобы быть проводником к Высшему Я и, можно так сказать, все мои мысли направлены на это, на Духовный Мир, а чтобы организовать такой совместный проект под названием Семья, это очень сложный проект в том смысле, что проект Семья мысли ведется тогда понятно, что семья невозможно, потому что проект у нее есть Косяпея, вот тут проект Семья, уже Косяпея делаем, а тут еще какой-то с семьей мы пристали, Мария. Корректировать свои мысли, идеи и планы, так сказать, придется корректировать уже не с желанием и потребностями. Ну вот видите, вскрывается мысль Ирины, что для нее Семья это проект, куда нужно будет направлять духовную энергию. А у нее уже есть проект, куда направлять духовную энергию. Так, что вообще привязалась? Мария. Одного человека, меня, за который я отвечаю, а уже семьи, потому что я тогда буду отвечать уже времени. А, кстати, Мария же вначале сказала, что у них наш проект, а Ирина тут просто как, ну просто как участник проекта. А так это, она, видимо, считает проект своим, а Ирина считает, что это ее проект КСАПЕ. Вот же ж, скрестнулись. не на твое благополучие, а на создание благополучия для двоих. Окей? И... Чего? 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 Придется корректировать уже не с желанием и потребностями и планы, так сказать, придется корректировать уже не с желанием и потребностями одного человека, меня, за который я отвечаю, а уже семьи. А, ну конечно, семью не хочет, потому что тогда нужно будет считаться таким человеком, но это уже как вы договоритесь, смотри, какая семья. Договоритесь друг с другом, как один индийский учитель, их же там большинство выдают замуж за найденных родственниками пассий. И он вот такой своей жене найденный сказал, у тебя своя жизнь, у меня своя жизнь, мы друг другу не мешаем жить так, как мы хотим. В итоге она сидит, не работает, что-то там растит ребенка, этот иногда приходит домой, говорит, ты кто вообще такая? Хоть себе, гулянки гуляет, нормально, все довольны. Потому что я тогда буду отвечать уже не за свое благополучие, а за создание благополучия для двоих. Видите, у Ирины тема, значит, что семья, видимо, такое, что женщина должна что-то создавать, благополучие какое-то. Во-первых, почему семья это благополучие? Мне кажется, в семье самый трэш всегда, все время какие-то выяснения отношений, все время какие-то придирки, вот такое, что семья это всегда вот, пришел, там какой-то уют, очаг. Нет, мне кажется, очень много, если не большинство семейных историй, когда наоборот, там какой-то, какой-то движ все время происходит, все время что-то выясняется, какая-то все время такая деятельность. Окей, и это будет, я считаю, что это будет препятствие, может стать препятствием в моей духовной работе. То есть, это может, это может привести к тому, что какой бы мужчина любящий не был и какой бы он не был, например, преданный проекту кассиопии, он тирал. Опять же, любящий, семья и любовь это тоже разные вещи. Семья, если имеется в виду вот эти вот узаконенные отношения, это, по сути, имущественные отношения, наследство, имущество. Если там любовь, это уже дело десятое, опять же, как договорятся. для нее важно, для Ирины в семье важно, чтобы была вот этот вот любящий муж был, а она, значит, создавала благополучие. Вот сейчас мы нарисуем картину семьи Ирины, значит, и она считает, что ей нужно будет с ним считаться, он должен быть любящим, потом он должен быть еще в проекте, и она должна создавать какое-то благополучие. Почему-то. Ну, может и хотеть быть со мной вдвоем, например, кто-то поехать, со мной побыть, взять меня и ей еще не нравится, что в ее представлениях нужно предоставлять какие-то свое время видимо мужу периодически, хотя по сути уже как договоритесь, вон как Плесецкая со своим, с кем там Ростропович, ой нет, подождите, нет, Ростропович у Виш, Виш, столько вот с этими фамилиями с Вишней связанными, что они у меня все перепутались, образ, или образцова Ростропович, как их там, Плесецкая, как же композитор с которым она жила, придется смотреть, все, у меня имена все смешались, он очень известный, поэтому нельзя перепутать это имя, это имя, Щедрин, да, Шнитке хотелось сказать, чуть не сказала Шнитке, жесть вообще, Щедрин, вот она говорит, что мы так классно жили, да мы не виделись практически, мы так долго и классно прожили, так что тут тоже, Арина считает, что вот нужно, значит, муж, он будет любящим, но нужно будет с ним время проводить, и еще нужно какое-то благополучие создавать, короче, это ее тяготит, что в семье нужно будет это делать по ее представлениям, а ей неохота, поток там или еще что-то, а я этого не захочу, и это может вылить в негатив. Я прекрасно понимаю, я думаю, что многие участники нашего проекта и других эзотерических проектов, поэтому, поэтому, когда встречаешься с чуваком, обсуждаешь, что вот хочешь, если тебе нужно благополучие, чтобы постоянно куда-то там со мной ездить, нет, вот иди куда-нибудь еще, если хочешь, как мишнитки, у меня все вылетает из головы, щедрин, если как щедрин, то окей, что ты типа есть, но мы все время в своих делах. у которых уже есть семьи и даже дети могут действительно... Это я еще не говорю о ребенке, когда ребенок, конечно же, все это возрастает в геометрической прогрессии. Если женщина живет с мужчиной, соответствующим образом... Какой-то прогрев начинается, как нужно жить благоверной жене. У них может появиться зачатие, у них может появиться ребенок, естественно... Может появиться зачатие, прикольный вопрос. С моими убеждениями ни о каком аборте не может быть речи, ни о каком детдоме и так далее. Значит, мне нужно будет самой его... Типа, аборта нет в убеждениях, а что предохранение тоже нет в убеждениях? Интересно. Разные есть же способы не забеременеть, если не хочется... воспитывать, понятное дело, моим образом жизни. не то, что лица, конечно, можно найти и няню, и кого хочешь, но это уже не будет мама. Это уже не будет мама, это уже будет отвлечено внимание на ребенка, я буду думать о нем, поел он, не поел, как он себя чувствует, как он себя чувствует духовно, и так далее. И уже будут... Вот уж такое. Как ты себя чувствуешь духовно, милый муж? Чина от людей и от твоей миссии. Да, я прекрасно это понимаю, потому что знаю и слышу об этом от наших участников. Короче, вот. У меня неохота или не тратить время на ребенка. Говорит, ответственность будет время нам тратить. Я не хочу. И няням тоже отдавать мне не захочу. Но это мне лично тоже понятно. Я представляю, как... У меня бы тоже не хватило силы постоянно 24 часа переживать, что там происходит, и не переживать не сможешь, потому что какая-то внутренняя ответственность велика. И сбагрить никому не сможешь, потому что тогда будешь считать, что ты криво сделал. И не сбагрить не можешь, потому что не хватает на это сил, но мне не хватит. Но у меня нет столько сил, чтобы еще всех космобабушек поднимать. Но так у меня не хватает сил на все жизненные задачи. У меня даже убраться дома не могу несколько месяцев. Еду приготовить не могу. А тут надо постоянно вот эти бытовые темы как-то обслуживать. ну короче это это понятно, что можно сбагрить, но тогда будет чувство вины, что ты сбагриваешь на кого-то. Эти темы все. Короче, это определенный склад личности женщины, которые любят вот это все материнство, сидеть. Как-то жена благоверная мужика, который сказал у нас в своей жизни, вот хочешь сидеть дома с ребенком, вот все. На тебе ребенка сидеть, я пошел. В проекте что? Иногда очень тяжело. Кстати, я тоже много беседовала с мастерами, именно с мастерами, которые водят к Высшему Я, это при том, что они не являются контактерами, которые передают информацию в постоянном режиме для крупного проекта. Даже они просто являются проводниками к Высшему Я, то есть у них уже можно сказать не такие функции, как у меня, а только одна из них. но даже в связи с этим у тех мастеров, у кого есть муж и дети, периодически сообщали мне о проблемах, даже если муж... Как, помните вчера в спецвыпуске тема касается, что в некоторых направлениях любовница тантрическая должна не иметь детей, но сейчас в тему возникает, что если есть дети, то большая часть энергии туда сливается и уже практика идет как-то не так. является тоже участником человека. Во-вторых, есть тема еще в практиках, что человек не хочет больше залезать в колесо сансора, и поэтому вот эти темы с размножением тоже такие уже становятся спорными, потому что дети это сильное вовлечение в сансорную жизнь, которые обычно, ну не обычно, а вот этот вот народ не хочет. И не интересно, ну и задачи другие. У кого-то вот задачи, чтобы дети, кучу, рождать кучу детей, чтобы они в 9 лет поступили в МГУ, у кого-то другие. Участникам проекта Кассиопеи, или эзотерикам, или просто верующим человекам, которые очень хорошо относятся, но тем более, если они начинают работать на донатах, а муж, например, работает не на донатах, еще растет ребенок, соответствующим образом, очень легко возникают конфликты, возникают обиды, возникает... А, вон еще у Ирины темы, что если есть семья, там все время обязательно будут какие-то конфликты. А у нее тема, что семья, в идеальной картине семья – это благополучие, а в реальной жизни получается, что это конфликты, и это негатив, и ей это не надо. Такие, значит, у нее представления. Понятно. Обиды уже со стороны мастера, понижение вибраций, и потом уже вся эта проект Кассиопея, может казаться какой-то идеей, которая не нужна для жизни. Я уже с таким обузой сталкивалась, да, обузой. И понятное дело, что и там родные люди, и оставить их в вот этих вот низких вибрациях и сказать, сами выплывайте, как хотите, это тоже неправильно, потому что есть же какие-то обязательства. Раз родили ребенка, значит, нужно его воспитывать. Вот, соответствующим образом, тут еще вопрос финансов. Если, например, на донатах она принимает, а он работает и видит, что она тратит время на донатах, и сколько ей дают этих донатов, и соответствующим образом сколько она тратит времени, и сколько остается на ребенка, это часто вызывает конфликты. Я сама свидетель этого и слышала много историй об этом. Поэтому я считаю, что в настоящее время, в настоящее время, семейная жизнь и такой образ жизни, который есть у меня, помощь людям в этом объеме и контактерство, они несовместимы. Так, что там у нас говорят о этих темах? Я уже устала. Посмотрим. Да, да, приписывает свои ценности про семью. Тазик новый для переменей нужен. Старый прохудился. Может, это бывшего поклонника Подзоровой с работы и получится. Он уже прошел обучение, обещал мне больше. Не будет покупать книги Подзоровой не прохуденка. Мэйк огонь. Весь образ. Спасибо. Щедрин, да, Щедрин. С дипотетическим ребенком инвалидки по шизофрении Ирины Подзоровой может быть проблема не только... Она, вроде, горела по почкам у нее. По почкам. Может, проблема не только в том, что он будет кушать у детей шизофреников более высокий риск заболевания шизофрении. Так. Ну, а что? Заболевание шизофрении. Во-первых, шизофрения лечится. Контролируется. Разные есть проявления. Так что, что? Шизофрения, это, по крайней мере, ну, как-то... В моем представлении шизофрения, это не какой-то какой-то там ужас ужасный. Вот если запущенное состояние, как царь Санек, там, да, даже вон он прошел, пролечился, и вот, интересно, говорит, такое занято за ним наблюдать. Здесь гораздо много более неприятных, что ли, для восприятия вещей, которые могут возникнуть у человека, и каких-нибудь там патологиях рождения, и вообще чего угодно. Так. Ладно, смотрим. Дальше. Ой, мы уже два с чем-то часа. Да, двадцать с чем-то часа сидим. Уже долго, можно перерыв делать. Я думаю, что-то я был устала. Перерыв. И говорю, что-то я сегодня нескладно. Ой. Где я? Ну, хоть мэйк понравился, хоть что-то. А то с речью что-то сегодня у меня с нитей повествования не очень вяжется. Оттверждением служит тот факт, что за эти четыре года несколько мужчин, которые пропрошили в проект, они написали. А не писали. Давайте после паузы посмотрим. А то у меня что-то уже замылилось в восприятии. Нужен перерывчик. И нужно обновить чаек. Может мне получше это? Я думаю, что если я поем, то я обычно не успевала, то мне на дольше хватит сил. Ну, кстати, на дольше хватило. Обычно я через полтора часа уже пытаюсь сварить на перерыв. А тут на час дольше просидела. Это вообще супердолго для меня столько усидеть. Давайте раптена поставлю, а потом будем про Ирининых мужчин смотреть. И раду русских. Ева что, подошла наш знаток рады? О, у меня есть энергетик, который я буду глушить. на дно раду будет заглушить энергетик. Вот энергетики я вообще пила, наверное, раз в семь в своей жизни. Я поняла, на каком-то из танцевальных выступлений, когда иногда нужно ждать, пока приедет какой-нибудь там посол или какая-то вот эта вот шишка дурацкая, но очень важный человек. ждешь, пока приедет. Вот 300 тысяч часов ты сидишь, уже 10 раз устала, уже нет никакого настроения, ничего. Я поняла, да, нужны энергетики. Так что я стала на выступление с собой таскать энергетики. И вот иногда у меня остается, когда я индусам притаскиваю энергетики. Но пока что еще до глушения не дошло. Может быть, раскочегарюсь и научусь почаще их пить, особенно вот с такими личностями, а то у меня же все затуманилось тут какая-то чакра в голове. Маташечка не помогла. Раптен, да, вот он. Оба. Ой, мы еще не посмотрели, кто-то там разоблачил яйца света, надо будет тоже глянуть. Но все, после перерыва. После перерыва пока пусть поет Раптен. Оба. Все, через пять минут приду. Что-то не поет, запьет. Ура. Ура. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И это вот все туда. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 тему у них проглядывала, и они с какими-то интересными были, все время идеями, в общем, ну, интересно, мне бы не было интересно. Не сказала бы, что-то. Ну, были у Кришна этого встречала прям таких, которые начинали какие-то загоняться идеями, что-то там, мировое господство, такой уже какой-то соход в шизофреническую тему совсем. Но это, наверное, не очень лечено, я не знаю. Ну, в общем, разные есть. Так. Без таблеток можно и дать. Но мне кажется, что Ирина никого не побивает. Я не птицхиатр, по личному общению я бы не сказала, чтобы, что это какой-то человек, у которого есть вот этот психоэмоциональный аромат психического расстройства, если заходишь в психоневрологический интернат или просто какой-нибудь вагон метро, ну, в Москве редко, а вот в Берлине, например, в Германии вообще там больше прямо по улицам ходят людей с ярко выраженными расстройствами, и ну, прям понятно, что, да, это шизофрения. Там я потеряла мысль. там сразу понимаешь, да, вот что-то ощущается, и как он себя ведет, и как говорит, и что говорит, и если вот какая вовлеченность, когда вот такая нелеченная, когда он совсем не прикольный, вот это шизотипическое расстройство, как встречаешь периодически интересных таких чуваков с диагностированным шизотипическим расстройством или шизофрении, а когда видишь, что это, ну, вот прямо это прямо маргинальщина. Ну, вот у Ирины такого не ощущалось, не такого, как у прикольных девчонок, которые такие, видно, что шизоидного типа Ирина не шизоидного типа женщины, такая очень контактная, тактильная, шизофреники такого не исполняют все-таки. Так что я бы, я не птицхиатр, но не сказала бы. Может, какие-то там, ну, не знаю. Короче, не птицхиатр. Ой, у меня там вроде вода скипела. Давайте тогда сейчас поставлю еще на две минуты вот этот цветок дурацкий. И схожу за кипятком. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok дурацкий цветок. Ой, я опять сажусь на генеалогическое генеалогическое кресло. Надеюсь, у меня вовремя опускается юбка. Так. Надо было герцы ставить, точно. Там же у меня были 639 герц. Ну что, мы можем дальше смотреть. Я, кстати, что-то хотела сказать, байку хотела рассказать танцевальную. Ладно, потом байку расскажу. Вчера еще отожгли танцоры у меня в индийской тусовке. Время на семейную жизнь и что в настоящее время в настоящее время на семейную жизнь и такой образ жизни, который есть у меня, помощь людям в этом объеме и контактерство, они несовместимы. Подтверждением служит тот факт, что за эти 4 года несколько мужчин, которые уже пришли в проект, они мне писали, они мне предлагали даже встречаться, они мне предлагали создать какую-то попробую семью и так далее. Но когда они узнавали и спрашивали меня, вот как я живу, в каких условиях, на что трачу деньги, сколько часов в день я помогаю людям, то соответствующим образом, когда они видели от меня, вот видели ответы, что я могу там целый день переписываться, отвечать на вопросы, попадить к высшему я. И соответствующим образом, когда они это все видели, то у них быстро отпадало желание что-то предпринимать в этом направлении. Ну, в смысле, на что она тратит денег? Так она сама зарабатывает эти деньги? Ее донаты. Если это какой-то патриархальный мужик, вот он, они хотели, чтобы она на них, что ли, тратила деньги? Какие-то альфонсы попадались. И чтобы она еще с ними проводила весь день? Ну, странно. Если это какой-то, ну, ну, в смысле, какая разница, что она делает весь день? Он же сам пойдет на работу на весь день. В чем тогда претензия? Что-то не поняла. И вот она, она целый день приписывается, ну и что? А что она должна делать? Просто, а как эти мужчины представляют? То есть, несколько ей мужчин попало с какими-то сходными представлениями, что Ирина, по их мнению, что должна делать в этой семейной жизни? Вот он ушел на работу, и что? Она должна сидеть, думать о нем и в своей голове создавать благополучие? Или что? Почему она не может переписываться? Или почему она не может распоряжаться донатами своими, как она захочет? Непонятные какие-то мужчины. Да, это действительно очень жертвенный шаг, то, что ты делаешь для многих людей. аниме? Какой жертвенный шаг? В смысле, жертвенный шаг. Она же не хочет, она не хочет замуж. Жертвенный шаг был, если человек вот, ему что-то очень хочется, но этого не делает. Вот я жертвую какими-то своими интересами ради общего дела, например. Вот да, жертвенная. А тут она не хочет замуж, она не идет замуж. Вот какие-то мужики подкатывали, ей неинтересно, она туда и не идет. Чем она пожертвовала? В смысле, жертвенный шаг? Жертвенный шаг был бы, если бы она отказалась от того, что ей нравится, вот ей нравится. Возить к высшему я, получать донаты и тратить их, как она захочет. Вот ей это нравится. Вот если бы она этим пожертвовала, чтобы сидеть с мужиком и думать о нем, создавать благополучие, не знаю, донаты, тогда донатов не будет. Вот это был бы жертвенный шаг. Говорили, что да, но как бы мы еще к этому не готовы. Да. Это действительно в нашем обществе... К чему не готовы? Что у них жена переписывается с людьми? Или к чему? Что у них жена зарабатывает донаты? К чему не готовы? Не поняла. И в тех условиях, в которых мы находимся, действительно очень тяжело совместить. Тем более, столько энергии, сколько тратишь ты для проекта, сколько времени и усилий, то, естественно, времени на... Вот видите, у них проблемы. Марея считает, что проект ее, а Арина-то считает, что это Иринин проект. У Ирины проект, как семья была проектом, но у Ирины проект Косяпе. Интересно, она понимает, что тут как бы Марея-то считает, что Ирина ради ее проекта свои какие-то личные желания в виде семьи сливает. Хотя у Ирины нет, на самом деле, этих личных желаний. Она не хочет семью. Она считает, что ее проект она туда вкладывает свои силы. Вот так вот. юно, близкого человека остается очень мало. Но с другой стороны, ты сделала... О, близкого человека. Арина говорит, что ей не нравятся эти мужики, которые ей пишут. Она не хочет с ними ничего близкого. Какого близкого человека? Марея, ты чем слушаешь вообще? Фон поставила, и мозг у тебя уплыл? Алло, включись, женщина. Вот даже я, у меня сегодня понимание не концентрируется ни на чем. Даже я поняла. Подвиг, да, для всех остальных людей, тысяч людей. Какой подвиг? Марея! Марея, ты где? Постучи. Марея, тук-тук. Вы где? Ирина говорит, вот, посмотри на человека, с которым сговариваешь. Она смотрит, ты что, Марея? С дуба рухнула. Я тебе говорю, мне нравится ходить к Высшему Я и водить людей. Я с детства об этом мечтала. И вот, наконец, у меня появилась возможность. И за эти 4 года вообще я выросла как личность. И мне, мне вообще суперски. Я не хочу никаких этих мужиков. Они, им не нравится, что я вожу за донаты к Высшему Я. Пошли они нафиг. Ирина вообще по кайфу. Она говорит, это вот, проект Кассиопия классного. И Марея, ой, это подвиг. Это подвиг. Что там? Действительно, подвиг, да, для всех остальных людей, тысяч людей, да, мы уже говорим о десятках тысяч людей, которым ты дала намного больше и помогла им, чем ты бы могла дать одному человеку. Я тоже так думаю. Я говорю, что вот мне тоже спрашивают часто, к которым приезжают ученики или на конференциях, часто спрашивают, планирую ли я создание семьи, там выйти за кого-то замуж, есть ли у меня молодой человек, есть ли у меня дети, и я их планирую или нет. И я отвечаю, вы все мои дети. Да, так действительно и есть. Вот они какие-то какие-то некорректные. Какое я вообще делаю? Какое дело? Дети. Вот у меня в танцевальной тусовке как начнут эти мамаши произойти, и думаешь, боже мой, сколько можно? А, я рассказывала, да, про тренершу в бассейне, у которой дочка в барете, и это невозможно. У нее вся жизнь подчинена вот этому балету девочки, и сразу мы вот начинают говорить какой-то балет, и про себя уже говорит, хотя на самом деле говорит про дочь, вообще просто своя жизнь слита в эту балетную девочку, а мне дофигни до этой балетной девочки, мне тренершу нравится, неинтересно, что там делает эта уже ее девочка, а тренерша себя прямо вообще срывает в этого ребенка, и невозможно. Дети, никому неинтересны эти дети, кроме этих мамашек, группы мамашеских, но они сами объединяются друг с другом и тусуются. В чем вообще проблема? Странные какие-то женщины. Спасибо тебе большое. Странные, что они зачем-то подкатывают к Ирине с вопросами о детях. Они приехали на ретрит, какая вообще разница про детей и Ирины. Если у Ирины есть дети, там у нее будет какой-то мамашеский круг, и вот они там будут радостно обсуждать детей. Как правило, если вы занимаетесь каким-то другим занятием, наоборот, вам не нужно знать, что там, какие дети, это вообще какое-то суперличное занятие. Спасибо за твою открытость. Да, вот у меня сколько детей. Да, это действительно так, по всему миру. Спасибо, пейчики. Скажи, пожалуйста, а легче ли жить человеку, который почти всегда может получить ответы на все вопросы от своего высшего «я»? То есть, это не дети, а какие-то там подопечные, не знаю, ученики, потому что воспитывать ребенка, это же другая тема, там вот эти все и меняние памперсов, и вот эта вся бытовуха, кормить, поить, водить, это совсем другое, материнство и учительство, это разные вещи. Стало ли легче твоя жизнь после того, как ты выстроила такой прочный контакт со своим высшим «я»? Постоянно находишься на связи, облегчает ли это твою жизнь повседневно? Саня, на связи, вот впервые пришло «высшая я», кстати, ни о чем не спросили, «высшая я» и «зренина». Ну, конечно, я стала спокойно относиться к разным моментам будущего, потому что у меня ранее был такой вот черта характера, как вот некоторая, наверное, не то, что даже импульсивность, то есть я могла впылить, например, я была очень эмоциональная и в каком-то споре я могла высказать человеку все, что думаю о нем, а также я могла при каких-то малейших неприятностях, так скажем, в себе их переувеличивать и быть такой мнительной. Мнительной и могла ждать какого-то худшего результата, я бы это не назвала страх, а страх, это как тревожность. Тревожная мнительность у меня такая была, а сейчас я, когда уже познакомилась с Лидкой Скаусом и стала общаться со своим высшим «я», я поняла, что что бы с нами ни случилось, это все идет нам во благо, если мы правильно, а значит в свете Бога это воспринимаем. И напротив, если будут происходить с нами самые хорошие события, мы будем воспринимать их не без любви, без света Бога, то они могут пойти нам во вред. Это я поняла, и поэтому я вот успокоила, что оно будет, то и будет. И импульсивность моя тоже прошла, потому что я общаюсь с самыми разными людьми, и если даже человек мне говорит, например, какие-то грубости, я, даже не говорит, у меня нет уже в окружении таких людей, я окружила себя своими действительно детьми, своими друзьями, и вообще теми людьми, которые очень хорошо, ласково, нежно с вами обращаются. Совета, и это не дети. Если ласково обращаются, это тоже не дети, с детьми очень разные отношения, и там же много периодов, и вот такое полное слияние, это только первые годы, потом чем дальше, тем больше идет наоборот, разлад, то начинает появляться собственное мнение, потом подростковый бунт, потом, ну, лет после 18-20 идет какой-то вторичный, мне кажется, бунт, ну, или не знаю, или у меня был какой-то отстроченный подростковый бунт, но мне кажется, что я периодически наблюдаю, что уже где-то после 20 идет какое-то полное отторжение семейных и социальных моментов, ну, и уже потом, потом, сильно потом, какая-то вторичная интеграция с семейными своими чуваками, но уже на других, на других условиях, уже как просто люди не связанные с семейными отношениями, просто как люди, которым интересны друг с другом. Львовью, как братья и сестры, действительно, в самом высшем духовном обществе. Но по переписке я могу прочитать что-то о каналах, которые критикуют наш проект, там, различные его действия. Это право этих людей абсолютно. Но критиковать же могут они в разных формах. Они могут в культурной, так сказать, форме, так вот тактичной, сказать, что мы считаем, что вы там вот то-то не делаете и там неправильно, или вот это вы упускаете их внимания и так далее. А можно в грубой форме, пренебрежительной, унесительной форме критиковать и высказать ту же идею, но уже другими словами, стараясь подковыть и унизить собеседника, чтобы показаться выше его, сильнее его, что ему всё можно и так далее. И раньше меня такие люди выводили из себя, я могла наговорить в ответ то же самое и считать, что я права, потому что поставила его на место. А сейчас я смотрю на этого человека, как на маленького ребёнка, который обиделся на то, что всё не так в мире, как он хочет, и за этой обидой он... Значит, когда критикуют люди, они считают себя выше. Но как они вообще посмели? Ведь Ирина вещает истину, и это неоспоримо. Интересный подход, значит. Она вещает неоспоримую истину, кто критикует, они просто не поняли, они маленькие дети. И как там она ещё вначале говорила, она раньше была мнительной и начинала загоняться по этому поводу, а теперь она не загоняется, теперь она знает, что это полная истина. Ну, вот такой момент, конечно, когда человек начинает думать, что у него есть всевластие, думать всё. Я единственный обладатель истины, и это вообще непогрешимо. Это, по-моему, опасный, опасный момент, когда веришь в свою грандиозность, не даёшь себе права на какую-то ошибку, но момент, что ты где-то недопонял, что ты можешь где-то что-то недопонять. Часто бывает, когда приходит чувак с критикой и в штыки, автоматически воспринимаешь в штыки, но всё равно задумываешься, и потом думаешь над этой темой, и когда вот эта вот первая реакция, что на тебя напали, какая-то защитная реакция отошла, ты уже начинаешь думать и какие-то находить интересные моменты в этих высказаниях, что ты меняешь тоже в своём представлении. Такое нормальная тема. Иногда бывает классная критика вот с этими с танцорами, когда я пропустила стрим, вот там была у них и похвала, и критика, и она была так преподнесена, что вот она сразу зашла, и сразу стало интересно, и захотелось, о, класс, вот я попробую, так как чувак сказал, сделать. Так что бывает классно выраженная критика, где хочется прямо какую-то новую тему попробовать. бывает, но редко кто так умеет классно критиковать. Я тоже срываюсь, что там я им сказала, когда про Шиву они начали, про Шиву они прям триггерная моя точка, Шиву не трогать. Я прям сказала, что это бред сивой кобылой, они понесли. Наверное, это могло быть обидно, я по крайней мере вспоминаю, что зла была прямо, что Шиву обидели. Но вот такая вот идея, что мы вещаем истину, и вы априори ничего не знаете, и мы это воспринимать не будем, потому что мы больше не митильные, ну что же, все, корона на голове и отчета. Понятно, что тут диалога уже никакого невозможно. Начинает ругаться со взрослым. И мне она себя ощущает взрослым, все ей дети, чуть что, это просто значит маленький ребенок. Ну что ж, что ж поделаешь, что такое, если вы нас критикуете, как там флаг у вас в руки, вы вольные думать, как вы хотите, ла-ла-ла. Хочется подарить ему любовь, подарить ему надежду, что он не всегда будет. А, ну да, ты не всегда будешь таким ущерным. Ну ничего, ты когда-нибудь, как вот эти сектантские товарищи тоже всегда любят, когда ты что-нибудь, ну и иногда импульсивно начинаешь что-то говорить, ты понимаешь, ну блин, чувак, ты бред несешь, если импульсивно что-то высказала. И он, и он типа такой, ну ничего, когда-нибудь она поймет. Боже, чувак, ты что-нибудь не понимаешь, что ты бред сейчас, ты бред сейчас сделал полный. Окей. Находиться в состоянии злости, обиды и страха, а что он сам может из него выйти, если захочет. Злость, они просто не знакомы с издавагачным поведением и вот эти импульсивные критика злости. Короче, короче, кроме того, что критиканы по их мнению это какие-то дети, которые вообще не разбились. Кстати, это у них общество Рады. Рада тоже считает, что чуть что не так, как по ее какой-то там наивной картине мира, и это какой-то человек, у него детское восприятие. А тут значит еще какой-то страх и злость. Ага. Но, к сожалению, придется их огорчить, потому что многих людей триггерят тупость. И тебе просто хочется сказать, ну, чувак, ты что, тупой? Ну, подучись, ну, пожалуйста. Ну, ну, не неси такой бред, есть какие-то вещи, которые важны, которые касаются профессиональной деятельности, обучения, ну, и как-то даже не то, что обидно, как-то так, ну, зачем просто, зачем обесценивать какие-то, опошлять вещи, которые классные, касаются какой-нибудь моей, например, деятельности, когда начинается опопсение эндологии и коверкание фактов, а это моя специальность, ну, конечно, это задевает, начинаешь, ну, блин, ну, чувак, ну, ты что, тупой, ну, ну, почитай хоть что-нибудь, ну, изучи, ну, не неси, ты такой чушь, ну, что ж ты, ну, что ж ты такое, просто, ну, что ж ты не можешь просто два и два сложить, взял какую-то фигню и вот давай выдаешь какую-то истину и еще учишь 300 тысяч человек, ну, что такое? Ерочка, скажи, пожалуйста, вот ты упомянула то, что у тебя есть доверие к будущему, обладая твоими способностями, имея таких учителей, кураторов, ты сама заглядывала свою ленту времени, смотрела, как может проходить твое будущее или настоящее, например, да, и обладая этими знаниями, предпринимать какие-то корректировки? Ну, я заглядывала, да, в свою ленту времени в астральном путешествии и смотрела, что меня ждет, но там было много вариантов, правда, и они все зависели, я видела тот выбор, который я сделаю и к чему это приведет. То есть, если я сделаю такой выбор, то будет одна череда событий, если я сделаю другой выбор, то будет другая череда событий. И чем дальше от момента настоящего я смотрела в будущее, тем больше было этих выборов, и тем больше было вероятных событий. И я их смотрела, и те варианты событий, которые зависели от меня, я применяла эти знания, я делала те выборы, которые, ну, можно сказать, шли мне и проекту на пользу. Почему я говорю мне и проекту? Потому что я... Потому что она и есть проект, это мы уже давно поняли. Но Мария считает, что это ее проект. Ха-ха-ха. И это я, кстати, наблюдала, когда я с ней общалась, когда Мария начала мне вместо Ирины отвечать на какие-то темы, что Ирина ответит. Мария, тебя вообще не спрашивали, поэтому я их всех заблокировала, этих женщин бесподобных. считаю, проект Пассиопея это главная цель в моей жизни и моем воплощении. И я практически не отделяю свою энергию от энергии проекта, мы единая целность. Замечательно. А Мария считает, что это вот такой подвиг, что ты, Ирина, ради Марии всю себя вот отдаешь. Вот так вот. Вот так думаешь, что ради себя на свой проект трудишься. А на самом деле это все. Для Марии... Это действительно очень интересная информация. Я думаю, многих подвигнет на саморазвитие, на то, чтобы расширять свои способности и умение заглядывать в ленту времени, в хронике Акаши и тоже иметь возможность принять правильное решение. Я хочу сказать, что на самом деле, чтобы быть гармоничным и счастливым человеком, я вот что поняла, что чтобы быть счастливым и гармоничным человеком, необходимо сначала правильно расставить приоритеты. Яйцесвет нам тоже говорил. А, нет, он говорил, какие... Чего человек боится. А чтобы правильно расставить приоритеты, нужно сначала заглянуть в себя и перечислить свои истинные потребности. Вот у всех такое сектантское мышление, что есть какая-то правильная картинка, как должно быть. И вот какие-то правильные приоритеты, сделать что-то правильное, чему-то соответствовать. В картине семьи тоже у них какая-то есть правильная тема, которой нужно соответствовать. Короче, какие-то их загоны. Яйцесвет тоже чему-то соответствовал. А у нас в психодинамическом подходе другая тема, что ты изучаешь, как у тебя устроена психика. и какое соответствие. Вот ты поступил так, если ты как-то поступил, значит, к этому что-то привело. Это неправильно или неправильно? Если у тебя изменятся какие-то твои представления, может, ты уже по-другому поступишь. Но вот если был какой-то поступок, который вот ты сейчас можешь в себе, например, осуждать, но тогда ты не мог поступить по-другому. Вот тогда всё привело и тогда ты думал так и поступал так. Вот тогда тебе нужно было сделать так, значит. Сейчас ты что-то понял, сейчас бы уже это так не сделал. Ну вот. Это не к тому, что что-то правильное, что-то неправильное. Каждый проходит какие-то свои темы и всю вам. Которые есть сейчас. Разделив их на три составляющих физических, ой, начинается какой-то теоретический прогрев опять, что надо, так надо. Те, которые есть сейчас. Свои истинные потребности, которые есть сейчас. Разделив их на три составляющих физические, духовные, социальные. И потребности реализуются через желание, а желание, пропуская эти свои энергии через разум, создают наши планы, цели и идеи, которые мы потом воплощаем в жизнь. Это на какую-то свою личную картину мира нам сейчас выдает. Что есть, значит, потребности у человека, которые появляются как желание. Сейчас. Это как личная наивная картина. А чтобы правильно доставить? А на деле мира на три момента, что у нее есть физическое, духовное, материальное. Почему физическое, это не материальное? На самом деле, чтобы быть гармоничным и счастливым человеком... И вот для нее, видимо, такая реализация, это быть гармоничным и счастливым все-таки куда-то там уйти к высшему, я поднять кундалини, не знаю, на 300-500 уровень выйти и чего-то там замутить, алхимию тела произвести. Я вот что поняла, что чтобы быть счастливым и гармоничным человеком, необходимо сначала правильно расставить приоритеты. Приоритеты? Какие-то какие-то... А чтобы правильно расставить приоритеты, нужно сначала заглянуть в себя и перечислить свои истинные потребности, которые есть сейчас, разделив их на три составляющие физические, духовные и социальные. А, физические, духовные и социальные. И потребности реализуются через желание, а желание, пропуская эти... потребности реализуются через желание. Это пока... Это что-то не очень понятно. А, ну, в общем, если какое-то есть желание, оно в картине мира Ирины отражает, значит, какую-то потребность. Окей. Свои энергии через разум создают... Энергии через разум, этот пошел их инопланетный диск... А желание, пропуская эти... свои энергии через разум... А желание в общем они получают так, что энергия пропускается через разум, божечки. Создают наши планы, цели и идеи. А, и там появляются... Которые мы потом воплощаем в жизнь. То есть все идет от тех потребностей, от тех потребностей, которые есть в нас в самом глубине нашего сердца. А, в общем, вот она, картина мира Ирины, что где-то в сердце, центр всего у нее сердце. Мы вчера, я не помню, я говорила в спецвыпуске про разные... Где вообще источник всего это, что во многих практиках это считается сердце, и в наивных картинах думать сердцем такие темы. А в Тантре, например, позвоночник, это что? Те темы, когда вот позвоночник этот канал. активируется, по которому поднимается кундалини. В современных идеях... Ой, куда вы? В современных идеях мозг, например, сознание или психика. В общем, везде где-то кровь или дыхание, в общем, какое-то что-то, что наделяется основой витальности. Вот у Ирины это значит сердце, все-таки по таким более олдскульным представлениям наивных наивных картин мира и там хранятся какие-то потребности в ее картине мира и вот через желания они проявляются и эти желания через в виде энергии человек пропускает значит через разум и вот оно вылезает в виде чего там? от тех потребностей, которые есть в жизни. Создают наши планы, цели и получается планы и цели. Идеи, которые мы потом воплощаем в жизнь. То есть все идет от тех потребностей, от тех потребностей, которые есть в нас в самом глубине нашего сердца. И чтобы их рассмотреть, нужно чтобы, во-первых, оценить насколько наша жизнь соответствует и нашим потребностям насколько мы их реализуем. материальной реальности нужно сначала узнать какие они и все ли они наши или есть чьи-то другие. Если мы взяли на себя чьи-то другие потребности, то они стали нашими. И нам нужно ответить на вопрос что это даст нам. А уже потом короче есть свои потребности. Елена говорит, что люди берут на себя чужие потребности, но это тоже идея периодически выражается, что в идеях кармы, например, что вот если какая-то карма человека от харма, если он свое выполняет карму, все окей, тогда он достигнет реализации просветления чего угодно, а если чужую, то он делает только хуже себе и тому чуваку, у кого он спер эту карму. Но у Ирины другая немножко идея, что если человек взял на себя чужие функции, то они стали его функциями. когда мы выпишем на листе бумаги все свои потребности, мы их разделим на три группы, физические, социальные, духовные, и мы расставим приоритеты, в зависимости от того, что нам важнее, физическое тело, его здоровье, его развитие, это на каком месте должно быть наш образ, в социуме какой он должен быть, наш социальный. что-то должно быть уже не первый раз возникает. Какая должна быть семья, какие должны быть что должно быть. Образ наш социальный статус, либо развитие нашего духа. На самом деле, все эти три потребности взаимосвязаны, но между ними существует и иерархия. Например, если человек ставит на самую первую потребность это, например, инстинкт самосохранения, сохранение своей жизни и здоровья любой ценой. Но в психоаналитическом подходе, например, инстинктов у людей нет. Инстинкты есть у животных, а у человека есть влечение. И это разные вещи. То все остальные, социальные и духовные, будут подчинены этой потребности. А значит, если что-то, по его мнению, если будет угрожать... Короче, пошла какая-то логика. Когда урина такой, если я сначала сказала значит, значит, это логическая тема. На самом деле не обязательно. Вот если я что-то поставила на первое место, это не значит, что все остальное ему будет подчинено. Если мы возьмем ту же психоаналитическую теорию, то как раз больше на человека действует то, что вытеснено из его сознания. Что ты понимаешь, тем ты управляешь, а если ты что-то не понимаешь, то оно тобой управляет. Поэтому тема, что те моменты из бессознательного, которые ты куда-то там вытеснил, или которые ты не понял, на тебя как-нибудь влияют, и, как правило, влияют как-нибудь криво. А когда ты эту фишку понимаешь, она уже перестает на тебя так влиять и криво вылезать. ...вылезать его здоровью или жизни, он на это просто не пойдет, даже если об этом будет говорить какая-то другая потребность. Точно так же и все остальное. И здесь совершенно не важно для других, дорогие друзья, какую именно потребность вы поставите самой первой. Для других это совершенно не важно, потому что каждый человек на самом деле он сосредоточен только на себе. Все, что касается других людей, он на это смотрит только через призму отношения этих людей к нему самому. Поэтому, если вы считаете, что о вас там плохо подумают, что вас там не поймут, вас осудят за что-то, за ваше поведение или за ваш внешний вид, не волнуйтесь. Люди, они... Люди всегда осудят. Такие чуваки, что-то не сделают и обязательно на тебя пролетят, чтобы все не так. И это сто пудов. Сосредоточены только на себе. И долго вас обсуждать не будут, если вы не будете сами спровоцировать эти убеждения, оправдываясь перед ним. Спасибо, благодарю тебя. Действительно, очень ценный совет. Это уже как от меня. Мы знаем, что сейчас ты говоришь только от себя, только свое мнение. Это для нас очень важно, потому что во всех остальных конференциях ты передаешь информацию от наших друзей и кураторов. Как тебе информация от меня? Информация от тебя замечательная и на таком же высоком уровне, как и от наших межзвездных друзей и кураторов. межзвездных друзей лопают в ладоши как-то. Вот, значит, полчаса Ирина нам говорила, что вообще не важно, кто что подумает, кто вообще всем пофиг. И тут такая, ну как тебе, как тебе, что я сказала, ну-ка. Я присоединяюсь к МИДу. Скажи, пожалуйста, как легко тебе вообще удается запоминать всю эту информацию, которую передают кураторы, и потом приходится ли какую-то информацию давать уже своими словами? Да, я могу запоминать информацию, которую дают кураторы. Я могу потом читать ее, например, если это статьи. Я могу смотреть видео, сама переспаскивать и что-то отмечать для себя. Так, ладно, параличная жизнь закончилась, я так понимаю. Да, это уже какие-то... пошли. По астральным путешествиям, по астральному миру. В ее энергетике стало больше чистых, светлых, светов, больше стали... Все, короче, Ирина, молодец. Духовное ставит выше физического, не то, что некоторые инфантильные вообще дети, критиканы. Ой. где мы там? Все в книге Ваенович, Москва 2042. Что есть социальные потребности? Вот эту тему... Что она говорила? Ирина. Но я так понимаю, что у нее личное свито с социальным, что у нее проект, это вот, это ее и личное, и социальное, и все. Получается любовь. Получается, что у человека есть три состояния счастья. Здесь сейчас прошлого. Счастье прошлого, хорошая, о прошлом, и третье, счастье будущего в ожидании исполнения мечты. Так, это она из какого-то прошлого выходит диалога. Ой, что-то длинное. Где Аштар? Да, что-то Аштар. Все, он с этими космобабушками что-то покинул у нас. Аштар, Шеран. Так, где там начинается? О, такс, эти философы, интересно, действительность. Такс, они все по синим мужичкам. О, надо к Раде перейти, у нее там какие-то фиолетовые мужчины были. Сейчас посмотрим. Фиолетовые мужчины из спальных районов. Хайберис. Кстати, Шизофрения 21 сделал, сделали бы ты мне фрагментик на тему галлюцинации, которая описана в заготовке очередной серии. А, это я же читала. Аштар. Ждем. Где вообще-то Олег? Ко мне не летают, от корени все летают, ее высшая я приходят, все у Ирины. Вся тусня у Ирины. От Кумар, да. У нас сам представитель Люциферы. Оберегает нас от ненужных влияний. Сегодня день сборов. Поборы. Поборы идут донатные. Я сам, кому хочешь, прочитаю Нагорную проповедь. Так, просто Мариян. В одном из эфиров Ира сказала, что мама до сих пор не верит, но Маська резко перевела разговор. А мне она, кстати, говорила, когда я завела тему, есть ли у Ирины ухажер, тогда Максим говорил, ждем, вакантное место свободное. Ирина ничего не возражала. Надо будет найти эту запись, я ее до конца не смонтировала. обычно. У меня все записи с Ириной где-то я до середины домонтировала, а потом у меня кончался заряд энергии. И куча материала у меня просто лежит не смонтирована на самом-то деле. Так, я уже нашла. Окей. А, это я уже тоже читала. где начинается новая? Он очень умный для работы. А, кто? Кашпировский всех завербует. Он очень ему для работы. Всех, кто смотрел Кашпировского, всех, кто смотрел Кашпировского, будет Кашпировский. Они подруги. Поэтому такие вопросы. Ну, как подруги? Вот, одна считает, что проект ее, а другая, что проект ее. Совсем даже не други подруги. Тазик новый для пельменей нужен. Старый прохудился. Мне кажется, я уже третий раз читаю. О, этот пирожок мы уже видели. Так, Мэйкогонь. Ты тоже читал. Щедрин, да, это я по десятому разу читаю одно и то же. Не разбираюсь в йоге, просто видел на одном из сайтов, посвященных йоге описания практики создания астрального войника. Ну, там же описывалась практика задержки дыхания. Ну, конечно, сейчас все сливают в одно. Все, йога, все, астрал, и все, все вместе. На препаратах больные шитофрении ведут себя сносно. Единственное, бывает побочный эффект, например, ожирение. Я на самом деле не знаю, надо спрашивать птиц с хиатром, потому что я вот вижу довольно часто худосочных шитофреников, но видела полненьких, кстати, я видела в интервью на ютубе, там часто какие-то пополневшие вылезали и говорили, что они как раз на таблетках стали полнеть. Ну, не знаю, в жизни я встречала только худосочных. Кстати, Гольщи напоминала, что полнота подзора связана с побочкой. О! Она же говорила, что иначе её эти астральные весы не пропускают, поэтому нужно. Ну и вообще энергии должно быть много, но это уже не она говорила, что там, это помрады русских. Расширяется, энергия расширяется у неё и стремится к бесконечности, а не к нулю, как у некоторых. Так. Булковского в СССР считался шизофреник, потом его поменяли. Луиса Корвалана. Подзору можно обменять у её кураторов на высокие инопланетные технологии производства микрочипов, которые ей якобы вживил Керхитон. Не, ей, по-моему, Пиржетон вживлял. Поэтому зовут таких вот Подзоровых на Первый канал. Лицемерие. Есть ли у Космо бабушки молодой человек? вон, видимо, молодых людей много, но ей они неинтересны. Потому что донат не дают ей собирать. Сволочи такие. и вниманием нужны. А ей мало одного человека, чтобы своё внимание. Ей нужно много людей. Много человека энергии. И много людей она хочет сводить к высшему. И я астрально молодой человек. Но, кстати, да, может быть, там у неё есть какой-нибудь, она говорит, что с инопланетянами ей интереснее. Может быть, они получше любовники, чем эти ваши физические. И вообще, у неё, видите, другие приоритеты. Не физическая, наверное, а духовно-социальная. Подзорова хитрый человек. Хитрая и изворотливая. Сордающая шизофрения в состоянии демонстрировать удивительную изворотливость в деле отстаивания своих предовых идей. Свет её любви так действует. И сидят и врут. Так, Хабберис в комментариях Подзорова описывала мне одно из своих астральных путешествий. Тогда я ещё не знал, что она инвалидка по шизофрении. Но, опять же, она, вроде, не по шизофрении, а по почкам, как она говорит. Ну, а если бы знал, то не удивился бы. Согласно сформировавшейся Подзоровой системы бреда приоритета три. Она сейчас это пишет. О! Это Хабберис провидец. У неё вот, да, физический приоритет у Подзоровой ожирения, связанная с побочкой от приёма препаратов, позволяющих стабилизировать состояние страдающей в шизофрении. Но, я не думаю, потому что она говорила про почки и какие-то отёки, если там какая-то вот эта тема, то, наверное, это оно. Но, опять же, я и не врач, и не птицхиатр, и не могу сказать. Вообще, я думаю, что внешний вид Ирины, это какой-то такой, среднестатистический, очень даже вид. и на камере как-то как-то её так всё время снимают, что она такая супергромадная. В жизни она совершенно не супергромадная. Когда увидишь, не скажешь, что это какой-то ожирившийся человек. Нормальная тётушка. Так, Подзорова заблокировала Яковчика, но Яковчик научился быть богом. Он знает вариант будущего. Он этот вариант не допускает. По древности Москва 2042. Какие-то послания закодированные передают нам. Так, вот, любовь, я думала, это какое-то было обсуждение, но, наверное, нет. Получается, у человека есть три состояния счастья. Первое здесь и сейчас, второе счастье прошлого, хорошее состояние о прошлом, и третье счастье будущего в ожидании исполнения мечты. Ну, я думаю, если вот у вас так, значит, у вас так. А так, я думаю, это каждый и сам определяет. Ну, по крайней мере, так это действует в психоанализе, так как я последний сезон находилась в психоанализе. У меня, видимо, мышление вот так подстроилось. Что индивидуально уже смотришь, что для тебя счастье, что для тебя значит полноценно как-то существовать. Например, кому-то, может быть, человеку может вообще быть пофиг, на счастье, вот он уходит, живет, и вообще об этом не задумывается. Какие-то были моменты у меня тоже в моем психоанализе, которые вдруг оказалось, что были интересны терапевту? Для меня вообще не актуально. Ну, она правда и говорила, ну, вот вы совсем этого не говорите, ну, может, вам это и не актуально, да? Ну, да. Как у Ирины тут вот какая-то семейная жизнь. Где не актуально? Кому-то это будет на первом месте, кому-то счастье будет, что вот возить ребенка в школу, ему будет счастье. У кого-то вот счастье, что сейчас здесь и сейчас присутствовать, вспоминать о прошлом и мечтать о будущем. Почему бы нет? Тут важно для себя определить, вот, что это для меня. И дальше думаешь, мешает это, не мешает. Если человек идет куда-то, например, к терапевту, скорее всего, есть какая-то тема, которую он хочет разрулить. И он, как правило, сам не понимает. И уже в процессе поймет. Так, что из социальной потребности? Вот началось про второй приоритет. Я уже смотрела в бред. Так, про почки Подзорова врет. Справка об инвалидности контактерши всплыла на суде о признании ее банкротом. Кредитов набрала. Да, вот мы это смотрели. И там как раз там подробностей не было написано. Было написано, что это инвалид второй группы. И потом уже в комментариях ее спросили, и она сказала, что это связано с почками. Вот так. А про птицхиатра у нее везде сходится все-таки мнение, что птицхиатр ей ничего не поставил. Так что вот так. У меня что-то вот этот энергетик быстро достигает моих почек. Мне уже пора на перерыв писать с инопланетянами. Наверное, Раду русских тогда надо посмотреть после перерывчика. Сейчас я включу на 5 минут гигагерц, потом посмотрим Раду. Гигагерцы. Где они? Вот они. Что мы там? Гармонизируем. Сердечную чакру как раз. Приоритеты сейчас Иринины сотрем. Иринину картину Мирош и перейдем на свое восприятие реальности. Вернее, на Радину, наверное. Не знаю. Посмотрим. Сейчас приедем. Мирош Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Короче, интервью с какой-то женщиной Ой, где она? Алё! О, вот! Так, вот, какие уровни развития проходит каждый человек Все, сейчас... Ой... И... Уезжаем в угол... Экс... Все... Вот если ты попала... Смешки готовы... Вот оно... Новостройки... На окраине... Все... По-любому ты фиолетовая... И знаешь... Ай... Я не знаю... Мне кажется, я в новостройке на окраине... Где я в черта новую... Все... Мы фиолетовые... Класс! Цвет... Просветление... На этом уровне очень много магии бытовой... То есть смотри... У тебя с фиолетового уровня два выхода... И когда ты видишь оранжевую девушку... Она уже... Не в черно-красно-белом... Там... Обратно в красный... К джигитам в кальяны уже не хочет... Что-то... Что-то рад понесло... По цветам... Оранжевой девушки... Была такая девчонка, которая ходила на калори... Которая... Все говорила, что она видит ауры... И вот... Тоже... Периодически говорила... Ой... Вот этот пошел такой-то... Этот пошел секой-то... Но... Опять же... Какое... Практическое применение этого... Не знаю... Слушай... Уже хочется как-то более люксово... Красные... Это... Знаешь... Это вот эти вот... Телочки... Что такое спиральная динамика? Это уровни развития... Психики человека... Не физики... А... В общем... Рада нашла спиральную динамику... Какая-то... Которая... Ну... Какая-то... Какая-то тема... Которая уже... Я так понимаю... Существовала в эзотерических кругах... Рада ее откопала... Ой... Теперь считаю... Что у нее... Все воруют... Эту ее... Находку... Так... Все... Поищем... А... Психические... Это не... Не пирамидка маслов... Пирамидка маслов... Это детский сад... Ну то есть... Это знаешь... Все... Пирамида масла... Но... Такая... Социальная... Тема в социологии... В смысле... Ну... Ради все детский сад... Им всем детский сад... И не все детский сад... Что-то... Кто-то с нами не согласен на этот детский сад... И это... Какие-то социальные теории... Это все... Детский сад... Русан тут говорит... Что университеты... Какие-то университеты... Зачем университеты... Если можно нам задонатить... Определенную сумму... И поехать в Таиланд... На три дня... В астрал выйти... Вот это да... А вот эти ваши годы... Сидеть в университете... Зачем? Не физики... А психические... Это... Психики человека... Не физики... А психические... Это не... Ссылочки... Что такое спиральная динамика? Это уровни развития... Психики человека... Вот... Спиральная динамика... Модель... Людей... Развитие людей... Организации и общества... Разработана... Доном Беком... И Крисом Кованом... Базировалась на теории... Эмерджентных... Циклических уровней существования... Клера... Грейвса... Меметики... Меметики... Ричарда Докинса... О... Докинс... Это наконец-то знакомое имя... Но что за меметики... Не знаю... И далее развивалась... Михаем... Чик... Син... Михаем... Михаем... Михаем какой-то... Чингисхан... Мих... Чингисхан... Позднее появились теории... Интегральной спиральной динамики... Которая была разработана... Кеном Уилбертом... И Доном Беком... Ну короче... Куча каких-то чуваков... Непонятно... С которых... Только Ричард Докинс... Или нет... Докинс... Откуда я знаю эту фамилию... Не знаю... В 1952 году... Клэр Грейс... Начала работать над теорией... Эмерджентных... Циклических уровней... Уровней... Существования... С целью объяснить... Почему люди по-разному реагируют... И обладают разной мотивацией... Эмерджентные... Эмердженси... Это... Вот это вот... Скорая помощь... Что-то... Экстренное... Эмерджентные... Что такое эмерджентные? Что это вообще за слово? Что за фигня? Эмерджентные... Эмер... Сейчас найдём... Какой-то это... Духовный менеджмент... Эмерджи... Эмерджин... Эмерджентный... Эмерджентный или эмергентность... Эмерджент... Возникающий неожиданно... В теории систем... Наличие у системы свойств, не присуще ее компонентам по отдельности. А, вон. Это, оказывается, термин в теории систем. В теории системы какая-то тема, что есть система, и в ней есть определенные роли, которые повторяются. Я помню, была на ТЛС передача про каких-то цыганских сестер, и там была какая-то отвязанная сеструха. И в какой-то момент эта отвязанная сеструха залетела и стала такой порядочной мамочкой. И все те другие сеструхи, которые до этого были порядочными мамочками, и говорили, вот, у нас такая отвязанная вот эта вот ужасная сестра, непонятная. И, в общем, когда она стала порядочной, эти все стали гулять куда-то там, ходить на вечеринки, и, в общем, ее роль на себя взяли. Вот такая тема, которая бы иллюстрировала, наверное, теорию систем. Что все время есть несколько ролей, которые распределены между участниками. И если один участник со своей роли слился, то она перейдет на кого-нибудь еще. Как бывает, изгой какой-нибудь в обществе нужен в таких диких сообществах. И вот если, например, в классе буллет какого-то ученика, вот так система создана, что вот этот класс, эта группа так существует, что им нужно, чтобы был какой-то враг изгоя. Вот они над ним измываются, и они так друг с другом социализируются. Потом этот изгой уезжает, переходит в другую школу, например, и они какого-нибудь другого выбирают чувака. Над ним начинает измываться, потому что система так устроена, что вот эти роли обязательно должны быть воплощены. Ну и вот, а здесь, а эмергентность – это наличие у системы свойств, не присущих ее компонентам по отдельности. Несводимость – свойств системы к сумме свойств ее компонентов. Ну, как, например, с этим, с чуваком. Если, например, в группе должен быть изгой, часто так бывает, что какого-нибудь буллет, например, в классе, а потом, когда заканчиваются уроки, эти люди, которые были по разные стороны, могут дружить друг с другом. И так периодически и бывает, как это ни странно. Несводимость – свойств системы к сумме ее компонентов. Короче, это эмергентность. И что мы читали? Мы читали про вот эту какую-то там спиральную теорию. Ну вот, у меня потерялась страничка. Как спиральная теория спиральности? Спиральная динамика. Вот она. Итак, в 52-м году Клэр Грейвс начал работать над теорией эмерджентных циклических уровней существования. Так, но эмерджентность – это вот это свойство, которое есть только в системе и не присуще отдельно человеку. Ну ладно, пока непонятно. С целью объяснить, почему люди по-разному реагируют и обладают разной мотивацией. В 66-м году он публикует первую модель 7 уровней мышления. В 74-м окончательную версию системы теперь состоит из двух ступеней. При этом в первой ступени 6 уровней мышления, во второй – 2. В своей теории он использовал две спирали. Первая – условия жизни, вторая – спираль – пробуждающиеся возможности мышления. Условия жизни были придуманы под влиянием иерархических потребностей Маслоу. Ну так что Маслоу, значит, был взят за основу вообще-то, в смысле детский сад. Вон, ваш основатель этой спиральной динамики его и использовал. В 75-м году Бек и Кован впервые встретились с Грейвсом и работали с ним до самой его смерти в 86-м году. Итогом их работы становится выпуск книги «Спиральная динамика. Управляет ценностями, лидерством и изменениями». 1996 год. Теорию Грейвса они дополнили терминологии и придумали цветовую схему для уровня, сделав теорию привлекательной. А вот цвета появились. Теория. Ступени развития в спиральной динамике. Это в 96-м году было сделано. Бежевый – выживание, инстинктивный уровень. Потом фиолетовый – это ростные связи, клановый уровень. Дальше красный – власть силы эгоцентричный. Потом синий – силоправда целенаправленный. Оранжевый – соперничество многомерный. Зеленый – межличностные связи. Желтый – это системный и бирюзовый – холистический. Применение. Бек и Кован применяли теорию в ходе поездки в ЮАР в 81-88-м годах. В частности, известно, что они оказывали помощь в изменении мышления, что, вероятно, привело к мирному окончанию апартеида. Критика. Некоторые исследователи, в частности, Кук считают, что данная теория является упрощением теории Грефса и ведет к культоподобному использованию его работ. Критика спиральной динамики касается также и новых аспектов, добавленных Беком и Кованом, которые отсутствуют в теории Грефса. Короче, какая-то большая тема, я так понимаю, это какая-то динамика. Ситуация вокруг спиральной динамики рассматривалась негативно из-за значительного внимания к бизнесу и интеллектуальной собственности ее ведущих сторонников. Так, теория эмерджентно-циклических уровней, сейчас откроем. По Грефсу, теория Е-С или Эклет представляет собой теорию развития взрослого человека, из основы которой профессором психологии Union College Клэром Грейфсом. Короче, он птицхолог у нас. Но, этот, птицхолог-теоретик, профессор. Были использованы экспериментально полученные данные. Теория представляет собой независимый набор уровней и используется для определения спиральной динамики и других управленческих и философских систем. Ну, так непонятно, честно говоря, написано. Грейфс сравнил свою теорию о развитии взрослых людей с идеями многих выдающихся мыслителей своего времени. Пришло к выводу, что большинство из них подобны ей. Однако, он отметил, что в иных концепциях, если сравнивать с концепцией Грейфса, есть некоторые пробелы, которые не охватывают беспятных систем. Так, пока что... Давайте отдельно наберем спиральная динамика Грейфса. Ну, просто суть. Ну вот, есть какие-то уровни, и что... И что с этим? На основе пирамиды Маслова он сформировал эту теорию. А, вот и есть эти уровни мышления, и... Ну, и что дальше с ними? Они какие? Это как-то иерархически они завязаны. Это просто разные типы мышления. И что это там идет? Что? Что там происходит? В смысле? Ну, для чего это все? Грейфс. Модели эволюционного развития. Эйчак. Короче, какие-то эти рекрутеры, я так понимаю, этим пользуются. Спиральная динамика. Система уровней мышления отдельного человека, команда или общества, который построена на человеческих потребностях. Ирина нам тоже сегодня про потребности говорила. Выберите основную. Эти. Цвет твоих ценностей. Как теория спиральной динамики объясняет чего-то там. Кадровое агентство. Пока что я у каких-то рекрутеров вижу эти теории. Цвет твоих ценностей. Как теория спиральной динамики объясняет внутреннюю культуру IT-компании? Не близок мне тот язык, которым они это излагают. Фредерик Лалу в книге «Открывая организации будущего» утверждал, что лучшее развитие человеческого потенциала и большие ресурсы есть... Большие ресурсы, наверное, есть у организаций с плоской структурой и высокой вовлеченностью значительного пласта сотрудников в принятие решений. Плоская структура? Что это? Хрен знает. Я... Да, стоит беспокоиться об отсутствии бирюзы и стремиться к ней. Напоминает вот соционику. Придумали кучу какой-то фигни. И вот, давай, какие-то типы. И заморочились. Так. Где-нибудь будет это нормальным языком изложено? Понятно. Понятно мне, в смысле. Спиральная динамика кратко. Запрос. Теория, описывающая уровни развития личности и руководителя команды и организации. Короче, это для каких-то вот командных процессов используется. И вот все время вот эти вот картиночки рисуют. Уровни существования. Основоположник. Вот она, эта картиночка. Видно? Я не знаю. Основоположник. Грейс, птицхолог, профессор. Вся жизнь человечества развивается по спиральному направлению, согласно его суждениям. Это означает, что движение происходит вверх по спирали. Но при этом все предыдущие стадии не отбрасываются, а накапливаются и вновь могут пробудиться. В зависимости от возникающих внутренних потребностей и внешних факторов. Эти спирали – это адаптации и способности, которые, проявившись однажды, в дальнейшем могут переходить в активный режим. Спираль представляется состоящей из разнообразных смесей, что предполагает отсутствие чистых типов. Так, изначально 7 уровней, относящихся к первому порядку по теории спиральной динамики. Позже еще 2 уровня и с второго порядка. Короче, есть спираль, и типа по ней все развивается, но все предыдущее все равно существует и может проявляться. И это связано с какой-то коллективной деятельностью, с групповыми процессами. Первый уровень – фокусировка средств необходима для выживания. А, и поэтому пирамида масла. Так, все, понятно. Вот эти вот, те, которые… Короче, вот эта вот спиралька… А я ее сейчас открою, на самом деле. Че я эту плюту? Ферст-эксперт. Все. Эксперт. Где эта голова? Вот она. Ирина мне хочет помогать. Тут какая-то… Еще одна. Вот, видно. Короче, по пирамиде масла он создал спираль и сказал, что групповой процесс вот так вот развивается. А потом он еще два уровня прибавил. А его последователи, я так понимаю, перевели это… Он перевели это на тему мышления. А сам Грейвс рассматривал организации, как развивается организация. И вот у него есть базовая тема выживания. Потом идут ценности, власть, успех. Плюрализм, сострадание, духовность. Вот он так развирается, развивается. И потом из уровня существования переходят на высшие вот эти вот уровни бытия, призвания, развития, поток. Не знаю, как это заехать. Схемы птицхологов всегда максимально непонятны и кажутся максимально оторванными от реальности. И беру Березовый глобализм, интегральность, эволюция, равновесие. Ну, короче, вот такая вот теория, которую профессор сформировал. Фиолетовое создание команды. Ну, короче, я вот эти тимбилты с теломбин делал динские штуки, корпоративная какая-то штука. Ладно, разобрались. Где наша муза? Смотрим дальше. Не физики, а психические. Это не... Что такое спиральная динамика? Это уровни развития психики человека. Не физики, а... В смысле? Психика. Там же всё. Это же как по маслу. Сначала базовое. И потом, чем дальше, тем уже, когда базовое закрыто, идёт дальше. Спиральная динамика. Модель эволюционного развития людей и организации общества. Базировалась на теории эмерджентных циклических уровней и кучей всего. Вот это Чидгисхан Чидгисхановичи. Почему Крейс начал работать над теорией эмерджентных циклических уровней. С целью объяснить, почему люди по-разному реагируют и обладают разной мотивацией. И потом у него модель семи уровней мышления. Ну, в общем, это объяснительная больше теория. Почему вот так вот, да? Теория Грейса. А цвета, короче, его последователи. Бек и Кован потом сделали новый выпуск вот этой спиральной динамики. И туда вот эти цвета внедрили. А у Грейса не было. Ну и считается, что они как-то по пси-де-тему. Психически. Это не пирамидка маслоу. Пирамидка маслоу – это детский сад. Ну, то есть это, знаешь, как... Ну, ничего себе, пирамидка, пирамидка. Во-первых, пирамиды... Чего термины коверкать? Рада. Радкой же не называем мы тебя. Они же сами говорят, что базировались, чуваки, на пирамиде маслоу. В смысле детский сад. Это база вообще-то твоей теории, которую ты используешь. Вовсе ясленная группа, когда на чёрное-белое мир поделили, она очень примитивная, она не отражает действительности. А спиральная динамика, она... Это вообще-то вот твои кук, кто там, эти, кован сделали примитивнее, что добавили цвета, чтобы было нагляднее. И вот их ругают, что они опопсили теории Грейвса. Я вот прямо с нюансами показываю, да, вот уже с какими-то чертами присущими. Она очень обширная, очень объёмная, и через неё можно, в принципе, всё понять. Ты можешь через спиральную динамику всю психологию понять, всю психологию отношений, построение бизнеса, маркетинг. Ну так бывает, когда какой-то издерической теории человек увлёкся, и он там обычно простые какие-то моменты, но которые всё объясняют. То есть это абсолютно не научная тема, потому что критерий научности, что не может теория всё объяснять. Если это объясняет всё, значит, это какая-то фигня. Какая-то абстрактная, псевдонаучная тема. Но часто, когда человек начинает чем-то увлекаться, он начинает просто везде, везде это видеть. Ну, вроде бы Грейвс, не знаю, Грейвс, наверное, ну, не знаю, это пока ещё недостаточно влилась в его теорию. Он вроде не претендовал на какое-то там глобальное описание всего. Вот это он описывал, почему у людей в разных обществах разная мотивация, как это вообще работает. И вот сказал, что вот есть разные спиральные темы, и, видимо, вот на разном моменте мышления у человека в этой спиральке, его присутствие в этой организации. Ну, это конкретно он создавал для, вот, организации, какая-то корпоративная штука. Вообще всё, личную реализацию, поиск личных смыслов. Проще всего делать относительно странно. Короче, если есть какая-то теория, которую можно всюду применить, скорее всего, какая-то фигня. Или апопсире теорию. Или какая-то эта чушь. Да, если мы сейчас по школьной программе, по базе пробежимся, то там есть бежевая, фиолетовая, красная, синие, оранжевая, зелёная. Это школьная программа. В школьной программе нет. В смысле, она школьной программы сейчас хочется расложить? Или это имеет в виду ликбез сейчас проведёт? Вот у меня, говорит мне Википедия, что есть бежевый, фиолетовый, красный, синий, оранжевый, зелёный, жёлтый, бирюзовый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь цветов. На базе пробежимся, то там есть бежевый, фиолетовый, красный, синий, оранжевый, зелёный, жёлтый, бирюзовый. Половина из них – это личный уровень развития, половина из них – это социальный уровень развития. Это, конечно, про организацию, это всё социальный. Но он не про половину говорил, а что вот есть, что если по уровню мышления раскладывать, то базовых у него было шесть и ещё два отдельные, да? Раз, два, три, да, шесть вот этих вот внизу, и два на уровне бытия. Он даже не разделял, что это какие-то там низкие, высокие. Сейчас проверим. Да, вот выводы, кстати. Каждая организация, руководитель, необходимо осознавать, на каком уровне они находятся, какой уровень приоритетный. Прямо по Ирине Подзоровой. Главное – приоритеты, говорит Ирина. То есть ты должна менять местами от одиночества в идеале к группе. Одиночество – группа, одиночество – группа. Может, она имеет в виду, что вот эта вот левая часть – это я, а правая – это мы? Наверное. Да, наверное, это. Тогда, да, тогда будет наполовинке. Разделено. Видимо, так. А для того, чтобы твоя психика успевала, скажем так, не передыхать, а знаешь, как у нас психика, мы очень быстро… Как один походный, руководитель говорит, передохнем. Чего-то устаем. То есть как только для нас становится что-то обыденностью, мы впадаем в депрессию. Нам нужно разнообразие. Именно поэтому очень много, знаешь, всяких уровней мироздания, потому что если… Рада, они знают про СДВГ. Тут человеки просто устают. Ты посидел пять минут и устал. Душа будет все время в одном и том же, у нее потом апатия наступает. Поэтому нам нужно какое-то разнообразие, и везде есть какие-то уровни игры, потому что все это игра. И спиральная динамика – это игра. Да, это социальная игра. Ну как игра, это теория. Какая игра? Это она, короче, свои какие-то вещи навешала на теорию Грейпса и его последователей. Короче, эти тантрики мои потантрились и сверлить начали. Молодцы. Им повесили, главное, объявление уже внизу где-то, что по выходным вообще нельзя сверлить. А в будни какие-то определенные часы. Но нет, им надо каждую субботу почему-то обязательно посверлить. Вот в это время примерно. Не могут просто потантриться им обязательно и посверлить. Если ты ее пройдешь, то ты выходишь на новый уровень, там гораздо интереснее. Но опять же, это не совсем по этим теориям. И теории говорят, что не о том, что ты куда-то там вышла и все предыдущее умерло, а что оно все время есть. И все предыдущие уровни существуют и могут в любой момент опять вылезти. Они никуда не отмирают и не отпадают. Это не какие-то моменты, которые человек перерос. Первый уровень – это бежевая. Как выглядит бежевая женщина. Это до... Бежевая женщина. Опять же, вспоминаем, что теория разработана для организации. Это уже какие-то радиные опопсения. Когда теория, которая была создана для одного, начинают переводить на все. И, значит, теперь у нее... До этого это было уровни существования. А теперь у нее все уже. Бежевая женщина. Это не какие-то конкретные аспекты социальной жизни человека и участия в этой организации. Где человеку роль определенную играет, как в системной психологии. Вот есть роль. Человек попал в организацию, и в ней он берет на себя определенную роль. И поэтому вот эти вот эмерджентные темы возникают. Где в обществе проявляются какие-то моменты, которых на личном уровне и нет. Так, а у нее... А у нее все свитое. Короче, бежевая женщина. То есть, если мы берем лично человека, то у него не будет такого, что вот у него только одна часть. Либо из пирамиды масла, или даже если вот эти теории Грейса переводить куда-то там на личности. Все равно это какие-то будут... Забыла слово. Все. Сочетание. Сейчас, где-то надо. Очень. Ну, по факту, психологически, это ляльки. Это вот груднички. То есть, они вообще не... Короче, самая основа, где по первым медимаслу, которую Рада отрицает, не называя пирамидка для чайников, где находятся вот эти базовые все по этому Грейсу выживание инстинкта здоровья, это у нее груднички. Хотя, если мы возьмем исторические теории, то это всякие будут основы основ. Если у тебя нет здоровья, йогу возьмем. Аштангвиняс. Пока у тебя тело не сильное, не здоровое, никаких дальше... Никаких дальше тебе плюшек, никаких концентраций, никаких самадхи. Сиди и укрепляй свое тело. Иначе тебя все дальнейшие практики просто убьют. Физически. И самостоятельные. За ними нужно ухаживать, их нужно опекать, защищать и снабжать. Ну вот, как груднички, да, себя ведут. То есть он сам ничего не может, даже мусорами не стекла. Ну это опять же радиная теория. У нее какая-то нелюбовь к детям. Это тотальная. Вроде бы ее никто не обременяет детьми. Не знаю, чё ж такое. Чё она ж так к бедным деткам. А если взять, например, тоже психоанализ Биона. И вообще английский психоанализ. Там к теме детства подходят. Ну так, к более сложному феномену. Потому что ребенок, ребенок, детский возраст, вот этот вот еще как бессознательный, когда ребенок еще только формируется. После рождения же еще куча механизмов такие догоняют. И полноценно человек себя уже осознает и может полноценно действовать, думать, двигаться уже спустя несколько лет после рождения только. Так что это вообще тяжелый период, когда человек уже родился, он еще ничего не может, и все не до конца сформировано. И есть куча невыносимых переживаний, что вот ребенок не может ничего понять и сознать, не может двигаться. И это вот невыносимые переживания, которые ребенок проецирует в других, а другие ему его возвращают и артикулируют этим его потребностями. И он учится понимать вообще, кто он, что он, что он делает, что ему надо, что вообще тут происходит. Это тяжелый, тяжелый, самый тяжелый период. Поэтому английский психоанализ так фиксировался на детстве, что там самый трэш, самое... Больше всего страдает именно вот эти вот дети. Это жесть, что ты не можешь такой беспомощный. И тебе обязательно нужен вот этот вот контакт со взрослым, который будет тебе возвращать твои переживания, чтобы ты мог вообще понять, что происходит. Представляете, вот лежит этот ребенок, ничего не понимает. Бедняжка вообще. Бедный, верный маленький человек. А у Рады это... Ой, фу, инфантию. Фу-фу-фу. И обычно бежевых мы встречаем на уровне, когда они живут с родителями. И это такой уровень, когда ты в колыбели. У тебя... Не, ну вообще-то есть целые культуры, где принято жить с родителями. Ну, короче, я рада. Дальше своего Бали, видимо, не смотрят. Ну, а вот, например, на Бали куча народа поселились, вот друг с другом живут. Ну, тоже по принципу большой семьи, фактически. На всех не напасешься отдельного жилища. Я, конечно, как человек, живущий в отдельном жилище, очень ценю. Когда у меня с переездом в Индию, в универ, пропала эта привилегия. Я очень страдала, когда ты любишь жить один, и ты понял вообще весь кайф, когда ты можешь... Когда у тебя есть вообще полностью, полностью свое пространство. Несмотря на то, что там вместе тантрики сверлящие, все равно это твое пространство. Все равно это не то же самое, чем жить в квартире с кем-то. И тем более не то же самое, что и жить вот на каком-нибудь там вместе с друзьями. Какой-то ко-ливинг. Как вот эти вот... Румейтс, как это, не сокамерники? Как называется? Кто живет в комнате у студентов вместе? В несожительном. Ну, короче, много есть видов, когда люди живут вместе. Это по-разному называется, разными факторами вызвано. И, конечно, самый... Самый удобный, самый приятный, когда ты живешь один. Это вообще, это самый кайф. Но иногда нужно время, чтобы это понять. Есть люди, наверное, которые не могут так жить. У меня в бассейне есть женщина Донна Роза. И это человек, который... Ну, она просто не может быть одна. И тут она призналась, что... Я как ребенок, говорю. Вот у меня... Она живет с сыном, с его женой и какими-то там внуками. У них маленькая квартира. И это свекровь... Не свекровь, не свекровь, а как невестка. Невестка хочет жить отдельно. А эта Донна Роза капает на мозги сыну. Как ты меня... Ты что, меня бросишь? Ты что, одна буду жить? Она вообще не может двух минут продержаться, чтобы с кем-то не заговорить. Просто в душе... В душе после бассейна моешься. Она обязательно должна подойти, начать рассказывать за жизнью. Человек, который просто не может молчать вообще. И надо постоянно с кем-то общаться. У нее работа... На рынке работают тоже. У нее постоянно какие-то там разговоры. В общем, это человек, который постоянно должен быть в коммуникации. И он не может быть... Не может быть один. Она тут узнала, что я живу одна. Она такая... О, мне надо у тебя поучиться. Я не могу. Я вообще не могу. Я говорю, да, я вижу. Ну и что, может, я... Вот такие вот есть суперэкстраверты. Им постоянно нужно быть с кем-то. Не может человек быть один. Так. Родили, и ты думаешь, что мир должен о тебе заботиться. Тебе все обеспечивают. Ты понятия не имеешь, откуда это все берется. Да, и когда родители бурчат, что вообще-то мама на работу ходит. Типа, а ты маленькая, там, знаешь, эта спиногрызка не... Это... Как она? Неблагодарная. Ты как бы не понимаешь, что происходит, потому что в твоем мире, в принципе, всегда так и было, что ты маленькая, тебе все вокруг носятся, заботятся. И очень... Ну как, посмотрите, мы видели, помните, Полину Юпитер, которая живет с родителями в 23, она говорила ей, да? И она переживает. Она вот эта девушка, которая все время ходит в какие-то у нее вот эти вот путешествия странные, квантовые какие-то у нее там... Как это называлось? В общем, какая-то... Какая-то она член какой-то там, путешествующий вот эту вот группу по каким-то мирам. В общем, там их целая тусовка таких. И она все время в этих своих трипах. Ментальных, не знаю, как они это совершают. Ну, короче, она не может вписаться в социум. И она говорит, вот я не могу, мне тяжело. И с родителями ей жить тяжело. Но она понимает, что вот не может иначе. И ей хотелось бы быть более самостоятельной, но она понимает, что не может. Не выходит. Вот так вот. И страдает от этого. Так что вот, в смысле, человек, который живет с родителями, на все готовый. Нет, куча народа живут с родителями, ну вот потому что, ну вот так, не прокачан навык. Не знаю, ну вот такие вот. Че ж теперь поделаешь? Вот так вот. Бывает, что родителям нужно, чтобы с ними жили дети. Они, наоборот, переживают, что дети уехали. Как Донна Роза. Ей нужно, чтобы с ней жил этот ее сын и невестка. Они бы рады пожить отдельно, но они понимают, что Донне Розе нужно, чтобы они с ней жили. Она просто зачахнет. Не сможет жить одна. Вот они живут с ней. Тут уже куча индивидуальных случаев. В смысле люди, которые живут с родителями. А есть просто такие культурные модели, где все живут вместе. И им всем нормально. Ну что, живут и живут. Они могут при этом быть все самостоятельными людьми. И Донна Роза самостоятельный человек. Она сама зарабатывает. Вот у нее этот свой магазин. Вот она такая, что ей нужно, чтобы были люди. Эти вот астральные путешественники не самостоятельные. Но вот они какие-то другие темы. Вот у них какая-то там своя тусовка. Что родителям, это и Полина Юпитер, может, родителям нравится, что дома сидит. Дома сидит, хорошо. На помойке не бомжует. Может, им хорошо, что дочка дома. Отлично. Кто знает, какая там вообще ситуация. Такие, что живут, а мамка приготовь ко мне борща. Не знаю. Наверное, такое тоже есть. Не знаю. Сложно выйти из этого состояния, потому что ты проводишь первый этап жизни в нем. Соответственно, он запечатлевается как самый верный. Почему? Какая-то опять своя... Короче, теория рада русских, что какой-то верный. Почему? Я вот согласна... У меня больше не примерно как у Полины Юпитер. Если ты в каком-то возрасте старше, сильно старше 18, живешь с родителями, что это не только какие-то проблемы есть в социализации, но иногда понимаешь, да, вот я не очень социальная, да, вот я не могу убраться, я не могу приготовить, понимаешь. Ну вот, с точки зрения социума это косяк, но я вот такой. Вот у меня такая тема. Тут мне какие-то СДВГшные мемы приходят, что это чуваки, которые не в состоянии убраться и что-то приготовить. Я думаю, о, класс, где вы были раньше, эти мемы? Все нации на Земле дети. Ну и опять же, вот этот вот детский механизм, когда первые годы по теории английского психоанализа самые... самые жесткие. Ну, то есть она так иносказательно приравнивает детство к тому периоду, к такой семье, благополучной, что ли, семье, где детям все дается, и вот они сидят, ничего не делают, их в попу целуют. 17 детей. Ну, в смысле? Я могу сказать, что у иудийцев, например, есть много каких-то таких моментов, где они не вырастают, например. Они и от родителей не сепарируются, нет у них вот этого момента, когда человек пожил один и полностью отвалился от семьи, и потом с ней общаются уже на равных, что происходит периодически в европейском сообществе. или что они и индийские, ну и вообще вот эти азиатские культуры, у них нету вот этого вот навыка строить отношения, например, как индийцев выдают замуж, или китайцы тоже. Ну, в общем, это вообще часто такой момент, что или у китайцев считается позорно, что ты не учишься, а с кем-то встречаешься. У индийцев тоже такие моменты, что их сразу же, сразу замуж, а вот этот момент встречания только у самых прогрессивных присутствует, когда люди друг с другом встречаются, какие-то романы сначала подростковые заводят, такие, не знаю, простенькие, не знаю, как назвать, плутонически, потом несколько отношений перепробуют, везде какие-то шишки набили, уже понимают, как это устроено, в общем, тренируется построение отношений с людьми, и с дружбой тоже. А у индийцев такого нет, всё, выдали замуж, и там как живёшь, так и живи. Нравится, не нравится, всё, это будет всячески поощряться, что вот ты должен жить в этой семье, какие-то там открыточки всё время отмечают, какие-то годовщины этих браков. Я смотрю на посольских товарищей, там все же, кого отправили по посольским программам преподавать, они приезжают, как правило, без жён, но те, кто приезжает с жёнами с такими отношениями, типа, у меня своя жизнь, у тебя своя. Ну, короче, явно это такой во многих случаях социальный элемент, что вот ты должен обществу показать, вот у меня есть, вот это, у меня есть всё, отвяните от меня, типа того, почему я это вообще начала, что я забыла, мне подтиранились. Нравится, как самый верный. Почему все нации на Земле... А, что она говорит про вот эту вот инфантильность, что у таких, у индийцев можно, например, увидеть эту инфантильность, что они не учатся, нет у них вот этого, что куча отношений перепробовал, с семьёй сепарировался, и потом такой зрелая личность, в плане построения отношений ты уже знаешь, как можно с разными людьми строить отношения, как можно с разными людьми коммуницировать, уже кучу всего перепробовал, и можешь этим управлять. А, у них такого нет, они до сих пор в каких-то вот этих вот навязанных представлениях, как должно быть. И, как правило, вот эта вот сепарация и взросление в плане коммуникации идёт, что ты от модели, навязанной сверху, переходишь от того, что ты уже этим, ты уже обладаешь этим, управляешь, и ты можешь сам варьировать какими-то моментами. Ты обрёл этот навык, и тебе не нужна какая-то теория сверху, которая будет тебе говорить, что делать в какой-то момент, и ты уже понимаешь, как это устроено. Как задачу, когда решаешь сначала, тебе даются какие-то теоремы, вот ты учишься, или какие-то там формулы, и на уровне, когда ты плохо понимаешь, как устроена вот эта вот система, не знаю, как на дригонометре, просто подставляешь какие-то формулы. А потом, когда начинаешь понимать, как они устроены, выводить эти формулы, уже сам играешься, сам понимаешь, как где что применить, почему применить, как оно существует. Не тупо подставляешь формулу, и смотришь, подходит ли оно, а совпало ли с ответом, а уже понимаешь всю эту структуру. Так же и тут. Пока учишься строить отношения, как это коммуницировать, у тебя есть куча правил, а потом тебе они фактически не нужны, потому что ты этим обладаешь, сепарировался, научился, все, урок закончен. Чего часто у таких сообществ, кучей правил, не наблюдается, и нет этой сепарации, поэтому они могут казаться иногда такими детсковатыми. Но у них какие-то свои есть темы, которым от них можно поучиться. Вон какие-нибудь танцы классические, не в классные, музыкальные системы, система талов, радио, очень интересная, суперинтересная. Это искусство, культура. Потому что с детства их воспитывают как маленького, тупого, ни на что не способного пиздюка. Ты привыкаешь к этой мысли, и в принципе за первые 18 лет она максимально глубоко в тебя входит. Выйти из этого потом достаточно сложно. Ну как, уже лет в 5-6 начинает все на веру принимать человек, как правило, вот этого возраста 5-6 лет, когда это необходимо для выживания, когда полностью без помощи на ребенок. А потом уже потихоньку он начинает формировать свое мнение, спрашивать, что и как. Ну и потом вот все эти подростковые бунты и так далее. Сложно, нужно, знаешь, очень большой стойкостью обладать. И вот ты, когда растешь мелкая, для тебя становится нормой, что все тебя должны содержать, опекать, защищать, помогать, поддерживать, хвалить. Ты ребенок. И потом в 18 родыки такие, хорошо бы, типа, тебя куда-то спутали. Интересно. Что-то, я не пойму, то у нее какие-то представления о семье, какая-то дурацкая система, и кажется, ну, наверное, не повезло ей, наверное, семьей, как-то ее там прессовали. А тут она говорит наоборот, что все хвалят, наоборот ее, что ли, захваливали, ну, что-то непонятно, какие-то они, с чего она вообще переносит такие идеи. Причем такие глобальные, семья настолько, настолько разные, даже если есть какие-то общие элементы в культуре, все равно каждая семья настолько индивидуальная. структура, что так вот, у всех до 18 лет, так да нет, даже в одной семье одного ребенка могут по одному, воспитывать другого по другому, потому что, ну, даже сами родители были моложе, когда первого родили, а со вторым уже поняли, что-то там, и по-другому уже с ним себя ведут. Ну, и сами люди с разными личностями характеристиками тоже по-разному себя все ведут. Лавить, а ты не хочешь. Да, потому что большинство людей, они не входят в эмоциональное возрастление, они бы хотели, чтобы их дальше продолжать. Сказала Рада, которая сама себе инициировала наркотическое расстройство. Мне рассказали по Радину историю, она сама себе воспитала наркотическое расстройство. А это тема, когда человек отрезан от своих эмоций, и не испытывает такой душевной эмпатии к людям. Такое грустное состояние для людей, которые это испытывают. Я когда в каком-то стрессовом была в периоде после последних скандалов с индийцами, спонтанно у меня было это состояние, где на людей у меня не было каких-то эмоционального отклика. И причем не замечаешь, что у тебя на них его нет, что это какой-то гнев, какие-то есть проявления. А вот таких вот обычных нормальных эмоций нет. Где-то в других местах испытываешь, слушаешь что-нибудь, смотришь кино, где-то безопасно, ты испытываешь эти эмоции. А к людям какая-то стрессовая тема включается, что, о, это может быть опасно. Там что-то, мне было плохо с этими людьми, я на всякий случай дистанцируюсь от них. И перестаешь испытывать, и сам не понимаешь, как это произошло. И когда оно возвращается, понимаешь, о, я вообще выкинул 90% жизни из себя. Вот это да. И сам не заметил, главное. А тут сознательный человек решил, нет, люди, люди это говно, не буду к ним ничего испытывать. это радины, радины мысли. Сама себе нарциссическое расстройство вас как-то так возвела, воздвигало, не могу подобрать глагол, и диагноз ей тоже был поставлен, по словам моего агента. так что, какие эмоции рады? Не входят в эмоциональное возрастление, они бы хотели, чтобы их дальше продолжали всячески снабжать. Даже если они тебя переселяют в другую квартиру, ты хочешь, чтобы они за нее оплатили, чтобы они тебе ее купили, чтобы купили тебе квартиру, оплатили все твои прихоти, надобности, и до конца жизни, пока они не помрут, тебя содержали, а потом оставили наследство. Это психотип бежевых. Бежевые думают, что им все должны, что они родились, и это явление Христа народу, и теперь все должны всем миром кланяться, знаешь, и всячески боготворить за то, что вот чудо явилось на свет. Это такая... Как где-то в комьюнити кидала, как я написала девчонку, у которой есть свой бизнес, онлайн-бизнес, и она хочет поехать на Бали, и ее спрашивают какие-то советы, где про снять, ее дома, и рада ее записала вот в такие, как она называет это, инфантилами. Я так понимаю, что по новой ее вот этой теории это теперь бежевая, но там женщина говорит, что у меня онлайн-магазин, если родители в состоянии детям своим обеспечить квартиру, чтобы у них были какие-то базовые, закрыты были вот эти базовые потребности, мне кажется, это вообще отлично, вот если бы я вдруг захотела размножиться, я бы хотела, чтобы мои дети были обеспечены, чтобы я была уверена, что у них все есть, потому что, зная себя, что я не уверена, что своими силами мне хватит вообще этих сил, чтобы закрыть себе какие-то базовые темы, убраться, приготовить еду. Естественно, мне хотелось бы, чтобы я была уверена, что нет, вот у них это будет, и дальше занимайся чем хочешь, а вот базовые у тебя будет закрыты. Мне кажется, это классно, если есть такая возможность, слава богу, если человек сам может себе все это сделать, у него вот такой ресурс громадный, что он может и базовые потребности закрыть, и небазовые, и вообще философию думать, ну вообще, ну и тоже, ну и просто прекрасно. Класс, молодец. Но вот если бы у меня была была возможность, что я буду уверена, что у моих детей будет все обеспечено, ну конечно, а как же, чуваки, ну естественно, естественно, каждый родитель, мне кажется, захочет. Почему бы нет? И каждый ребенок хочет иметь, ну какая-то нормальная какая-то психика, нормальная психика родительская, в моем понимании, это хотеть, чтобы у твоего ребенка, ну как минимум, все базы было закрыто, чтобы он ни в чем не нуждался, чтобы он вовремя поел, чтобы ему было где жить и чтобы он был счастлив и занимался тем, что ему нравится. А у ребенка желание, чтобы он был независимым, мог себя обеспечить и так далее. Мне кажется, здоровый подход. Неадекватная самооценка, когда ты такой нездоровый эпицентр в своей жизни. и чаще всего, что делают родыки? Они начинают тебе по молодости капать на мозги, что вообще-то нужно семью и пытаются тебя спихнуть на следующий уровень фиолетовых. И вот если... Это Иринина тема, где мама считала, хотя она говорила, что мама не считала, что хочет семью, а считала, что Ирина не может познакомиться. Я так понимаю, что она переживала о коммуникативных способностях Ирины. Ну, а мы знаем, что у Ирины с коммуникативными способностями все нормально, нормально она общается, разговаривать, нормально идет, шка-тактильная. Тебе в 23 уже вся семья и родственники всерьез говорят, что ты ветошь и синий чулок и как бы уже старородящая, то поздравляю, тебя пытаются просто спихнуть к фиолетовым, потому что тебе из идеи, что ты маленький ребенок... Так, что там у нее... Вернее, у Грейвса, что в фиолетовом? Ну, короче, какая-то авторская интерпретация идеи Грейвса у Рады. Ой, мы почти 5 часов опять сидим. Все, надо идти. Фиолетовое понимание, родство, традиции. Ну, что, общество... Мне кажется, что в современном обществе как-то не капают на мозги. Не знаю, мне не капают на мозги, по крайней мере. Мне кажется, какая-то еще личная... Личная тоже тема человека, когда он считает, что ой, вот мне надо куда-то, хотя на самом деле никуда не надо. Это все эти невротические субъекты другого полака, но когда человек считает, что общество от него чего-то требует обязательно. Хотя, ничего общество не требует, что он живет себе самому. Есть какие-то биологические моменты, что общество нужно... Ну, вообще, в биологической группе нужно, чтобы поддерживать свою численность, чтобы не вымереть. Выживать нужно как-то. Но сейчас перенаселение идет на Земле. Так что, что вообще беспокоиться об этом? Ну, не размножиться. Или как по холлу. Сколько-то там, несколько кузенов заменяют мне несколько детей. Опять же, если у тебя в семье кто-то активно размножается, опять же, ты можешь не размножаться, потому что твои гены вот туда уже отправились. Ну, а если дальше идти, то вот есть куча обществ, где женщины рожают по многу детей. Так что, как бы, мы не критиковали вот этих восточных женщин, мы им обязаны, ну, люди, типа меня, которые не очень стремятся размножиться. Так что, я в этом плане благодарна этим культурам, где женщины рожают по многу детей, они компенсируют нежелание рожать у женщин в образованных в образованных слоях. Ну, это такая тема, что чем больше уровней образования, особенно, когда появляется женское образование, рождаемость тут же падает, появляется вот этот вот уболь населения, такой закономерный процесс в обществе, что женщины или откладывают процесс деторождения, или вообще от него отказываются, уходят от этой семейной модели. Совершенно нормальный процесс. Так что в каком обществе рада живет, что ей до 23-х кто-то говорил, что нужно рожать. Раду. Столько есть способов слиться, сказать, что у меня брат, например, рожает. Как знаете, у этих гомосексуальных людей обычно есть плодовитые сиблинги, братья и сестры. Если, например, гейчик в семье, то, как правильно, у него есть брат и сестра, которые активно рожают детей. Так что в этом плане обычно как-то заботится природа. Вот эти все люди нетрадиционные и так далее, для чего это общество все-таки нужны. Раздаются им, как правило, плодовитые братья и сестры, что эти гены должны все равно оставаться в популяции. Но если не через этих они достанутся, то все равно где-то в популяции они будут. Так что можно не переживать. Либо восточные женщины нарожают. Ничего страшного, рада. Не хочешь, не рожай. Где ты живешь вообще? Что за пережитки восприятий? Прививая новую идею, что ты должна свою семью... Я это вообще наткнулась на идею, что там с йога тусовкой тусили. И тут я поняла, что у всех я вела какие-то йога темы, я поняла, что у всех цикл подстроился под мой. Я думаю, а может быть это какая-то практическая тема, что какие-то синхронизируются биологические фишки, чтобы сделать крутую практику. И не обязательно это использовать на биологическое размножение. Обычно считается, что цикл синхронизируется, чтобы все одновременно залетели, например. Может быть это наоборот идея, что у всех синхронизируются биологические моменты, чтобы сделать крутую практику. Как-то это можно использовать иначе. Сразу после этой создать. То есть промежутка одиночества быть не должно ни в коем случае. Одинокая баба это брак в социальном мире, поэтому лучше сразу тебя кому-то передать. Вот такая мысль пришла, что ты в прошлом интервью говорила, что у нас зависит от общества. От общества. Есть действительно какой-нибудь мусульманский мир, где если женщина не замужем, то все у нее и кексуальных отношений нет, хотя это тоже не так, потому что там есть какие-то однедневные браки, в общем, они выходят из положения, когда хотят. Но все равно, если вот такое вот совсем общество, где нету, ну никак не отверчишься, если хочешь какую-то там физическую близость, то нужно чтобы женщина была замуж. Хотя да нет, там всегда есть какой-то способ вывернуться. Или какие-то они начинают какие-то жреческие темы пропагандировать, но все равно все равно выходят из положения. Но все равно бывают, например, моменты, что если не вышла замуж, то женщина следит за детьми брата, например, в общем, какое-то такое говно. Но у нас-то в обществе такого нет, и нет чморения несемейных женщин, и наоборот, образ бизнес-вумен такой, как пример, что класс, женщина столько достигла, прикольно, какая классная. Большой рост происходит только тогда, когда мы остаёмся одни, и мне кажется, что не очень выгодно верхустоящим правителям, властям, церквям, может быть даже, не очень выгодно, чтобы мы в какой-то момент осознались, побыли в одиночестве, и может быть даже что-то... Интересно, а работодатели вообще-то не с удовольствием берут женщин с детьми, зная, что у них куча времени будет уходить на сиденья с детьми, потом дети постоянно болеют, значит, будут постоянно больничные, вот эта вся фигня. Что это за женщина двигает? Какая-то ещё женщина тоже с диванными идеями возникла. Правители какие-то. Правители что-то такое придумали классное. Правители вообще насрать. Ну, они будут поощрять рождаемость, ну, если дефицит рождения, если переизбыток, наоборот, будут не поощрять, типа, китайцев. Ну, и вот, например, недостаточно рожать женщины, ну, будут по мере возможности поощрять. Но на самом деле правителям пофиг. Если что, они мигрантов просто пригонят, и всё. Какую-нибудь университетскую сделать программу, чтобы ещё и образованные были гораздо быстрее, чем ждать пока вот 100 тысяч лет, ну, 20 лет, вот пока они родят. Сначала пока они раскочегарятся в эту программу, поймут, о, что им дают какие-то там бонусы социальные. Потом пока они нарожают. Пока это всё вырастет. Это так долго. Пошёл, раз, университетскую программу запулило, и вот эти все приехали, которые уже нарожались где-то ещё в переносионных частях мира. Всё, пожалуйста. Никаких проблем. Так что правительству... Да вообще пофиг. Особенно нашему. Нашему правительству вообще важно. Вот главное, чтобы охрана охраняла, и всё. Очень удобно внушать людям о том, что нужны семьи, свою семью, да, как бы припуская это семейными ценностями и так далее. Вот. Я ничего не имею против семейных ценностей, это всё очень прекрасно. Но вот это вот... Прямо сейчас такая мысль пришла, что если бы мы остались в промежутке, да, побыть одним, то это могло бы дать какой-то колоссальный рост. Нет. Ну, тебя надолго нужно оставить одну, чтобы этот рост произошёл, потому что у тебя остался какой шлейф тех знаний, которые ты получал внутри семьи, А там что? Говорили, что надо, чтобы в паре у ребёночка должен быть, типа, ну, полноценная семья у ребёночка, да, и вот эти... Кто бы... Не знаю, мне родители, например, говорили, что нужно заниматься тем, что нравится. Вот это вот... Про рождение что-то... Не припомню. У меня в детстве вообще была идея, что можно потерять душу, если рожаешь ребёнка, поэтому тема рождения меня никогда особо не увлекала. Вот эти какие-то игрульки. Мне и пупсы не нравились эти человеческие игрушки в виде людей. У меня всякие... Строить... Строить замки мне нравилось. Какие-то ходы, в общем. То есть, строишь что-то там, роешь, вот, да, или бегаешь, прыгаешь. Вот эти игры, да, классные. И стрелять ещё. Прикольно, да. А вот и куклы... Ну и вот у меня была идея, что... Что при родах что-то можно потерять личное. И всё. Причём чуть ли не себя саму. Так что... Я не знаю вообще, откуда у меня это была идея. Мне вроде никто не сказал. Но ещё у меня всегда будут... Причём меня никак не... На мысли не наводило, что вот мама у меня есть человек, полноценный человек. И вообще все эти женщины. Для себя я почему-то считала, что там душу можно потерять, если рожаешь. У меня вообще был страх, что душу можно потерять. Что сейчас вот засну, если душа потеряется. Как я назад вернусь? Я не найду своё тело, что делать? Какие-то фобии детские. Семейные ценности. Даже если тебя оставить одну после этого, ты будешь верить в то, потому что ты другого-то и не знаешь. На этой фазе я не вижу прямо... Тут есть момент, да, что одному нужно какое-то время побыть. Потому что, как правило, первый момент. Ещё пытаешься вернуться к людям, потом понимаешь, так, блин, мне же всегда было классно одному. Чё это я вообще... Чё это вообще... Всё. Но потом уже и не хочешь возвращаться к людям. Тут может ещё обратный быть перекос. Смысл оставлять кого-то в одиночестве надолго. Я думаю, одиночество должно попозже выступать. Ну вот этот кризис 30-ти, это отличный повод, знаешь, когда ты уже поняла, что, в общем... До 30-ти жить с кем-то? Не-е-е-е-е... Бахер тебе эта семья. Ты 8 лет там пашешь бесплатно, знаешь, за койко-место. И ты начинаешь задуматься, блин, а чё так до конца что-либо? Чё-то мне не нравится. И вот к 30-ти все пытаются выйти с фиолетового уровня этого второго. Потому что как выглядит фиолетовый? Ты в агоне хватаешь там первых встреч... Мне кажется, к 30-ти уже наоборот. Такой эй-эй-эй-эй-эй! Всё, я... Я всё понял, я могу делать всё, что захочу. В астрологических темах там проходит цикл Сатурна. Двадцать здесь с половиной лет. и после мы кажется вот как как раз после этого я был знакомый физик который говорил вообще вот пока цикл сатурн не прошел летчик малявки а потом все классно все после 29 все задрец от них переварила и же все нипочем все фигня личного чтобы создать семью да ну понятно что у тебя там нет супер опыта понимания вообще кто ты и как выбирать других человеков и в чем-то брать смысле как вот эти вот тренировка с подросткового возраста вот тренируешься выстраивать разные отношения да и раньше тоже это я просто не общалась а так то все время люди тренируются общаться разница да ты знаешь что вот человеков должно быть несколько в семье это людей даже тоже вы не умеете склоняйся и это тоже не умеет людей рада каких человеков человек если один с ним что-то не так он социально бракованный никому не пригодился и вот ты хочешь кому-то пригодится тебя же растили короче какой-то сегодня день наивных квартирами квартир наверно картин мира то ирина была с этими потребностями и сердце которые вырезают в виде желания потом через разум проходит как что-то идея рада теперь что мы еще пока набракованный никому не пригодил что если один ты бракованный что и вот ты хочешь кому-то пригодится тебя же растилия как послушный да то есть откуда у тебя вот эта дебильная история родители рожают ребенка и что он неудобный он же орет немного энергии он бегает он что-то там кипишит у него киты эксперименты это дико неудобно потому что за тобой нужно убирать это там какой-то бардак причиняешь шум знаешь и всем уставшим взрослые какие они всегда уставшие и ты маленькая знаешь это пропеллер за ребенка да с пропеллером с пропеллером жопе ну честно мешаешь боже давайте пусть она будет спать лучше они уставшие как раз потому что они они за как же это сказать цензурно очень тяжело что ну нужно и обеспечить всю семью и еще постоянно смотреть за ребенком как правило как правило они хотят они хотят за кем-то ухаживать и секрет потребность чтобы ребенок когда женщина хочет ребенка мужчина ну кто-нибудь или все захотели ребенка на тяжело потому что все время у них другие биологические часы и еще нужно какие-то свои делать дела и еще вот он не самостоятельно нельзя оставить одного в общем как и вот они все время с девицитом сна в смысле они все время уставшие преподносит конечно что вот такое вот идеально у нее картина какая-то что ребенок полной энергии вот взрослые которые сами какие-то неправильные неправильные стараются что что ж такое то то ребенок у него был какой-то неполноценный что ничего не может теперь у нее ребенок полная энергия родители полноценные днем чтобы это это такая же знаешь не может не уснуть и они тебе прививают какие ценности просто чтобы ты не им не мешала по факту если вот ты вырастешь могли ты будешь более сообразительное чем если ты выросла в полноценной семье ну как более полноценным ну чтобы жить в лесу то наверно но социальные навыки формируются все-таки социум и без социума полноценную личность человек не вырастет потому что если смотреть по лаканскому психоанализу ему вот этот вот не срабатывает проективный механизм когда ему отдают вот этого его большого другого у него будет только маленький другой он будет себя заводить в зеркале но это свой образ он не сможет присвоить и понять кто он потому что в периоды когда когда ему говорили ты сейчас улыбаешься тебе хорошо тебе сейчас мокрый тебе плохо и зеркалили его эмоции отдавая их ему обратную ума угли не будет у него не будет вообще никаких социальных навыков это будет зверушка так что нет не более полноценным будет и опять же ребенок понимаешь что взрослый устал взрослому плохо он тоже будет учиться эмпатически понимать что вот сейчас ему плохо надо от него отстать или он ему грустно будет захотеть как его развеселить он тоже будет учиться строить какие-то отношения иногда и какие-то более здоровые иногда более болезни тут опять же индивидуальные индивидуальные моменты рады что-то все опять то так перевернет то сяк перевернет и все как-то упрощенное все в этой своей теме что постоянно кто-то дурак кто ребенок дурак взрослые дураки у ребенок ребенок такой классный много энергии родители дурацкие уставшие они все бежевые не знаю какие-нибудь то ребенок дурацкий и тупой конечно потому что полноценные семьи это когда ты можешь помешать многим людям папе не мешай маме не мешай бабушке не мешать дедушке не мешай будь хорошей девочкой тогда мы тебя не выгоним из дома детей как пугают что если будешь себя плохо вести эти около магазина оставлю тебя бабайка заберет но это классика то есть детей затравливают тем что их оставят где-нибудь на улице а дети верят и все они становятся послушными потому что его задача выжить все вот поэтому вот это вот абсолютно универсальный опыт по мнению рады но есть конечно пугалки для детей но не все их используют но это настолько тривиально просто что это даже даже озвучивать скучно пойду комментарии посчитаю просто скучно и даже даже на это обращать внимание скучно но это настолько понятно разочаровывает где вот эти где грибы и отжиги где бесконечности что один это 22 это три что за примитив пошел не пойму посмотри женщина которыми это определять из какой звездной системы душа человека ух ты вот на пойдем сейчас и рада вот мы сейчас пойдем к этой женщине это тривиально понесла любовь значит ой так сейчас как эти философские философские идеи от любви к этому нужно подготовиться справка всплыла но диагноз не озвучен это мы читали вон хабри согласился что в больнице вы дали справку что подзорова инвалид по почечному заболеванию и психиатр дал журнала про нло потом отпустил лечить почки она по журнала где-то говорила дмитрий хорошая шутка социум уничтожает индивидуальность в этом фигня ее игры но тут же тут же тема вот этого как раз конфликта психоанализе и до эго супер эго что и или не знаю лакановского звонит чувак с которым работку должна доделать на счастлив поставлю герцы пойдут отмечу все а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Это мы что, определяем какие-то эти универсальные темы бытия? Ну, я думаю, есть народ, который подолгу сидит в состоянии. В принципе, если брать какие-то эмоциональные состояния, они изменчивы. А, вот состояние. Я про танцевальную свою женщину хотела одну рассказать, которая из индийской тусовки, которая назначает мне периодически «Все, давай потусуемся, выучим новую танцевальную фишку». И вот она опять назначила «Все, давай, приезжай, договорились». А чтобы к ней приехать, мне нужно свои планы разрулить, к ней далеко ехать, нужно ехать в пригород вообще там на конях. И все, я разрулила, наконец договорились, кучу дел подогнала, чтобы туда к ней добраться. И она вдруг пишет за пару часов «Ой, у меня что-то настроение нестабильное, давай-ка отменим». Класс! Настроение нестабильное. Вот это я понимаю. Так. А тут... Так что, думаю, какой-то элемент контроля все-таки есть. Есть ответственность, что если ты договорился с человеком, ты выполняешь эти договоренности, и какие-то свои эмоциональные реакции можешь контролировать до определенных... до определенных величин все-таки. Как моя бывшая индианка не расхреначивать всю технику в доме, если у тебя гнев. Контролировать себя. Проще сказать слова от Любы. «О, да!» Это так проще. Так, посмотри. Женщина. И опять порискать. «О, с нами остался медведь. Рассказывай, что думаешь о Мишане». Да, Михаил вообще в полном дзене находится. Так. Но я пока еще не поняла, к чему было, чтобы переход... что недолго в состояниях находится человек. Переходы. Переходы. Ладно, надо дальше пойти. Может, потом мне придет какая-то умная идея. Пока быстро мне не приходит идея. Что сказать. Такс. Немного дослушаем Раду и пойдем все какую-нибудь еще женщину и вот эту вот, как там, Ольга Фром Нихал. И пойдем все гулять. Доделывать мою подработку быстро. Грудничок, он от тебя зависим. Он не может совершать какие-то неадекватные действия, знаешь, там, обособленные от вот этой ситуации. И вот второй уровень. Ты попадаешь счастливо за перрон встречного, вляпываешься в семью. Фиолетовые – это такой уровень, где все стараются группой, общиной, кланом, большой семьей держаться. Да, то есть, одному сложно выжить, семьей проще. У этого такие задачи, у тебя такие задачи, у этих такие из проблем. Все делается сообща. То есть, например, если ты вляпалась в классическую... Я почти как у нее, у Ирины, говорит, вот у меня будет муж. Придется же с ним считаться. Я же сама не смогу сделать все, что закачу. Почему, интересно? И тут какие-то замужцы, значит, сразу какая-то клановость. Почему обязательно клановость. Ну, короче, Никит, свои выражают эти идеи для женщин. Если вы с семьей, то там будет дедовщина. Старшие всегда правы, младшие всегда неправы, а ты вообще... Это если у нас какая-нибудь кавказская семья, где чем старше человек, тем он авторитетнее. А если это по Маргарет Мид, я все забываю, кто из них постфигуративный, а кто префигуративный, где чем старше, тем мудрее, а где наоборот, чем моложе, тем прогрессивнее. Если это будет в обществе фокус на более молодых, что молодые, прогрессивные, и на них все ориентируются, то наоборот будут смотреть, что там у подростков, будут интересоваться, что у вас там новое, пытаться какие-то перенести. Понимать фишечки. Со стороны ты тут самая, как бы крайняя, тебя никто слушать не будет. Но это восточная тема, знаешь, когда женщина, это робот-пылесос, которая должна готовить, стирать, обо всех заботиться. Сильных прав у нее нет, потребности у нее быть не должно. У меня сестра двоюродная. В восточных темах, там же еще есть момент, что женщины между собой организуют какие-то тусовочки. и вот там у них что-то происходит. Куда-то они там на рынок ходят, в общем, у них своя тема. Мужья живут весь день, зарабатывают в свои мужские тусовки, ездят, а женщины друг с другом тусуются, сплетничают, что-то там козни строят, и у них может быть там полноценная жизнь. Так что тоже не стоит дооценивать, дооценивать, не дооценивать. Восточный хитрый хабаб. Я к ней ездила на свадьбу в 22 года, и вот она вот так вышла замуж, она в Бишкеке живет. Это была жесть. То есть я сидела на этой свадьбе, знаешь, там вот этот бесконечно аульный стол, ну, Бишкек, знаешь, там этот Тиньшань, эти киргизы, бешеные русские, которые там живут, а там абсолютно аульная система. И я такая, знаешь, а я училась на фэшн-дизайне, и я такая, знаешь, вся в фэшн приехала такая. Это жесть была просто. Ее отговаривали все, типа, ты что, ебанулась? Ну, то есть это жесть. Знаешь, вот эта киргизская огромная семья. Ну, или они были русские, но они жили... Она до сих пор замужем? Нет. В общем, тетя ей говорила, что она ебанутая. Она такая, нет, я хочу замуж, я хочу от него ребенка. Слезы. За день до свадьбы она, знаешь, вот так хлопнула дверью родительской, сказала, пошли все нахуй, и ушла. Она хотела это привести как пример девушек, которых заставляют выходить замуж, но мы видим наоборот. Пример девушки, которая хотела замуж. Она говорит, мне нравится этот чувак, мне нужен этот чувак, я хочу ребенка. Все, а вот ее приоритет. Ирине Подзоровой. Пофиг, что там, киргизская семья, стол, да и ради бога. Хочет ребенка, ну и все. Ради русских это было какое-то безмолвное существо, где такая, тебе надо замуж, я иду замуж. Когда привели на поводке, не знаю. А тут сознательный выбор женщины, есть такие, просто кайфуют женщины от того, что они замужем, им нравится вот это вот, готовить, рожать, дело одного, нравится ходить беременной. Какой-то мне попался кусок из передачи истерика, типа, какой-то там гордон там сидел, не знаю. В общем, какая-то попсня, и в общем, там была женщина, которая нравилась рожать. Вот остальные фазы социальной жизни ей не очень нравилось, но вот рожать, ей, видимо, нравился сам процесс, что вот она ходит беременная, рожает, вот кайфует женщина от этого. Ну, нравится, нравится. Просто я встречала женщин, которые говорят, я родила, вот рожала бы и рожала. Вот они поймали какую-то там гормональные качели, что, ой, я перестала рожать, вот просто, так как понимаешь, что это гормональные качели, ну и мы просто не сможем покормить уже такое количество детей, а так бы, так сидела и сидела, один подрос, все, еще хочу, еще хочу. Бывают женщины, которые, которые кайфуют, когда у них маленький ребенок, он у них подрастает до какого-то количества лет, становится более независимым, ему же не так интересно, а вот когда он маленький, вот этот вот у-чу-чу, еще не особо говорит, вот это им самый кайф, что вот это, я не очень жнячий восторг, о боже, о боже, дети, не могу, супер нравится, в общем, разные есть, кому-то весь процесс, наверное, нравится, наверняка, говорю, с чем, сталкивалась, мой папа, я помню, я любил водичку там на рисовании, ходит, общается с этим, с преподом на рисовании, сидит нормально, я тоже сижу себе, рисуя спокойно, все довольные. Слай из дома, знаешь, вот с собой этот узел. Я к тому, что есть люди, которые, ну вот им покайфуют, им нравится, что вот семья, классно, прекрасно. Женщины, которые нравятся рожать, и вот они с удовольствием. В итоге, ситуация, я сижу одна со стороны невесты, никто не пришел, аульная система, если ее мама сказала, что никто не пойдет на свадьбу, никто не пойдет на свадьбу, пришла только я, как засыльный, потому что меня отправили шпионить, типа, что, как пройдет. Сидит просто, знаешь, вот этот бесконечный стол, ну, представляешь, да, что такое восточная свадьба, каких-то их там родственников. Я не поняла, а почему нельзя было прийти со стороны невесты и остальные? Ну, ладно, какие-то их забыли. Три в пятой степени, знаешь, их братьев, и я одна со стороны невесты. Им так, как бы, знаешь, это не очень классно, когда ты смотришь на это все. В итоге, проходит год, она босиком возвращается ночью домой, вся в слезах, потому что она сбежала. После свадьбы она просто попадает в рабство, она не может маме позвонить, потому что она поссорилась. Такие системы очень часто тебя ссорят, кстати, с предыдущими родственниками, чтобы тебе тупо некуда было уйти. И ты там остаешься. В итоге, все, что она к нему перевезла, все мне ибли. Там есть тема, вроде бы, что если жена уходит к родителям, то ее пытаются обратно вернуть, нет, давай-ка, иди, иди туда к мужу. Техника, все, все осталось там. Я так понимаю, мама просто была, а, я поняла, мама была против, чтобы она выходила замуж, поэтому сказала, никто не пойдет, пойдет, вот у нас есть какая-то фэшн дива, вот давай, иди. Маша босиком пришла под дверь просить прощения, в слезах сопля, знаешь, там со стертыми кровяными ногами, она сбежала реально, то есть по факту она попала вот в это женское рабство. И до сих пор такого полно, то есть может быть это не будет так утрированно выглядеть, но это так и есть. Вот тебя взял замуж кто-то, у него семья, ты что должна сделать? Ты должна им всем понравиться, иначе что? Иначе тебя попытаются вернуть, а эти и так от тебя пытались уже избавиться, типа иди взрослей, и тебе ни туда, ни туда, и ты такая хоп, между двух огней. Филетовый уровень очень... Ну ладно, просто какие-то такие неохота опять в теоретипщину. Ну просто настолько очевидно, что часто сами девушки хотят быстрее выйти замуж, чтобы жить отдельно. Просто столько вариантов. И вот это, как она говорит, да, действительно есть и есть такое, что вот новой невестке нужно социализироваться теперь в семье мужа. Бывает такое, бывает не такое, но как-то даже даже скучно об этом говорить. Все, включаем эту Ольгу. Вот уж, и мне вспомнилось событие Рады, как у нее токи по рукам бегали. Да, что-то... Да, она же электрическая. Потом где-то... Где-то я это рассказывала, спецвыпуски, по-моему, мы читали в предыдущем, как Рады проснулась от того, что ее забило электричеством, и она куда-то в астрале попала к женщине, которая живет сверху, а потом приходит, я к тебе... А, куда-то ее там выбила в какое-то путешествие ночное, бестелесное. Она говорит, я к тебе пришла, ночью ты видела? Она говорит, нет, не видела. К бывшим потом пошла. Так. Понятно, что состояние дрожания рук долго не может. Это уже, белочка. Состояние эмоциональное у человека, точнее, имело в виду, как человек эмоционально реагирует на происходящее с человеком на данный момент. Если проще. Типа эмоциональная реакция человека на происходящее событие, ну, или на пережитое событие. Это к чему все было? А, это когда я говорю про людей, которые не испытывают эмоции про эти нарциссические все темы и стрессовые темы? Может, про это? Так, главное, что вы поняли, к чему, к чему, к чему, я сегодня теряю нить от всего, но я помню, что хотела посмотреть какую-то Ольгу. Ольга, Ольга. Ольга Фром Нихал. Женщина, которая определяет звездную систему. Сейчас посмотрим. Ольга Нихал. Мне вроде Ютуб даже предлагала и что-то припоминаю. Ну, вот по вот этим, что Люба говорит, что какое-то есть событие, и вот оно вызывает эмоциональную реакцию, потом оно, потом эмоциональная реакция сменяется. Какая-то у меня идея. Пришла и ушла. Ладно. А это вообще, это было к чему-то из Рады или к чему-то еще? Контекст. Какой контекст? Хочется ответить, но я не понимаю контекст. Так, что может событие? Я понимаю, что есть какие-то моменты, где как-то поступил, и со временем ты можешь это пересмотреть. У тебя поменялось состояние, ты можешь это пересмотреть. Или какое-то состояние, которое в конкретный момент выстреливает импульсивно, потом оно успокаивается, и по-другому можешь начать это воспринимать, какие-то новые моменты возникают. Или просто ситуация, когда обдумал в одном ключе, ты видишь одно, потом еще подумал, подумал в другом ключе, видишь другое. Так. Не знаю, вам помогла ли я. Я пока не понимаю, к чему, в каком контексте обсуждаем. Обсудила вы? Не могу понять контекст. О, Ольга Фром Нихал, Таинственная 8, Закон Иллюзии. А нам нужно, а вот, как душа выбирает тело. Мы смотрим, с какой, с какой, с какой, из какой звездной системы душа. ща найдем. Ну, вон, я уже вижу, что костюмчики разные. Звездные души. Ага. Души из звездных систем, полярная звезда и Хадар, звездные души. Кто такие, как их отличить, Андромеда, Арктур и другие. Часть первая. Ну, наверное, надо смотреть часть первую. Забавненько, забавненько. Привет всем. В этом выпуске мы опять говорим о звездных семенах. Я постараюсь в этом выпуске, этим видео вообще хочу заменить предыдущее, так как я в нем слишком много хохотала, у меня было слишком хорошее настроение, такое что у случается. Я прохохотала все видео и мало чего нужного сказала. Я это осознала, я это поняла. Понятно, осознанно. Скажи параметров внутреннего ощущения, которые присущи но просто всем звездным семенам. Конечно. Ага, у нее есть тема звездные семена, видимо, про людей, которые какие-то там вот звездные засланцы. В зависимости от группы и принадлежности вашей души к той или иной звездной группе вы будете... Или у нее любая душа из звезд, наверное, со звезд, да, с разных звезд. Это пока непонятно. Есть люди, которые не со звезд, земные. Ну, хотя, если это теософские какие-нибудь темы, то там все со звезд. ощущают себя по-разному, я не смогу сказать о всех, но есть некие базовые вещи, базовые ощущения, присущие всем звездным семенам. И более того, наверное, надо найти звездные семена, мы все поймем. Семена. Купить в магазине Озон по выгодной цене. Мне саженцы какие-то предлагают. Путеводитель по звездному чему-то. Звездные семена. Как же вот люди, которые считают себя пришельцами. А, значит, это не все все-таки люди. почему некоторые люди считают себя инопланетянами, живущими на земле. Звездные семена – это души, которые воплощались в других местах, а затем пришли. Тра-та-та. Часто звездные семена отказываются составлять часть социальных тра-та-та-та. Это я читаю в Google. Он мне не показывает полностью. вон куда-то меня отправили. Школа магических практик напишет звездное семя. Люди, которые чувствуют волнение от мысли о том, что невозможно произошли с другого мира. Здравствуйте, говорит мое плечо. Они получают опыт одиночества и разделения, что свойственно условиям человеческого существования, но также ощущают себя чужими на этой планете. Я просто думаю, это не общее. У меня, например, бывает, когда иду по переходу и периодически я не отсюда. Когда мелко было, у меня была тема какой-то депрессионализации или дереализации, я иду, и вдруг меня начинает накрывать, что а вдруг я сейчас вылечу из тела куда-нибудь и не смогу идти, и начинается тема, что я начинаю думать, а как вообще я иду, а как у меня сейчас двигаются ноги, это же движение на автомате, которое происходит, когда начинаешь о них задумываться, такой, ой, ой, а как я собой управляю, короче, начинают накрывать, и как-то так с собой рассинхронизируешься, и идешь такой, я, это я, так, все, я, это я, спокойно, я тут, все нормально, ну, и потом, что я не отсюда тоже, такое любимое, любимое паранойя, так, а это о чем говорит? Ну, я-то считаю, считала, что это какие-то общие моменты какие-то, взаимодействия с телом, социум, какого-то там, поиска места, не знаю, или эти фобии, фобии, что потеряешь тело во сне, какое-то время я думала, что это, все, все так боятся, дети, наверное, как страх темноты до какого-то возраста обычный, ну, а может быть, это просто такая фобия, которая не у всех, кто знает, часто звездные семена отказываются составлять часть социальных институтов, например, политических, экономических, здравоохранения, даже в раннем возрасте они склонны различать скрытые программы таких соглашений с необычной ясностью, какие соглашения, а, что, не быть частью стального института, определение, звездные семена описывают развитых существ с другой планеты звездной системы или галактики, чья миссия заключается в том, чтобы помогать планете Земля и ее населению вступить в золотой век в конце тысячелетия, ага, короче, опять про переход, звездные семена воплощаются в тех же самых условиях беспомощности полного забвения относительно своей истинной сущности, происхождения и цели, что они земные люди. Однако, гены звездных семян закодированы призывом к действию, разработанным для того, чтобы активировать их в предопределенный момент жизни. Как помните, у Долорес Кеннон была тема, что есть несколько волн волонтеров, которые посланы, что люди так заигрались с тем, что память вся стирается, чувак не помнит, включается в колесо-санксеры и не может выбраться, потому что все время идет с определенной миссией, а настолько стирается память, что он не может это сделать. И было послано несколько душ волонтеров, несколько душ волонтеров, которые сказали, мы пришли, поможем им. Но тоже они попадают в эту ловушку, что память стирается, и тоже они в этот котел весь залезают. Но мне кажется, что это все равно какой-то общий момент к психоанализе, что у всех есть этот конфликт личного и социального, что есть какие-то личные желания, социальные, что ты пытаешься выйти из-под социального влияния. Может, это мое с невротическим субъектом большого другого, который все время пытается улизнуть от социальных каких-то моментов у невротического субъекта большого другого тема, что под благовидным предлогом откуда-то слинять. А-ля мне нужно писать диссертацию, но под благовидным предлогом я нахожу, как это не делать. Или вот мне нужно участвовать в каком-то там социальном процессе, но под благовидным предлогом я сливаюсь, не иду туда откуда-нибудь куда-нибудь свалить, слинять, не участвовать. В общем, все время такие напряженные отношения с социумом. Вроде бы я участвую и вроде бы хочу оттуда слинять. Ну и я думаю, невротический субъект большого другого довольно часто, я думаю, это распространенная тема. Потом, кто там еще? Лакана был. Психотический субъект, где наоборот полностью контролирует социум человека или большой другой. И это обычно адепты разных сект. Они идут, проповедуют, им вообще неважно, слушают или их как-то возражают. У них есть вот эта истина и она их полностью контролирует. И перверсивный субъект большого другого, когда чувак сам контролирует. Это уже всякие манничелы, вот эти вот чуваки. Мне все можно. Ну что там, ладно, наши женщины. В общем, если смотреть по психоанализу, какой-то из конфликтов с социумом или большим другим все равно присутствует. Скорее всего, вы об этом интуитивно уже знаете, что вы не отсюда. Во второй части мы немножко опишем... Так, это моя мысль из перехода, я не отсюда. Женщина, дай обратно мою мысль. Я знаю, с которым я сама имею часто контакт. Я знаю не обо всех, только о тех, которых я сама наблюдаю. У меня есть своя очень большая база наблюдения. Вокруг любой звездной души, в том числе и вокруг вас, если вы таковой являетесь, будут собираться кучи других звездных душ. Поэтому вы возможно узнаете таковых и в ваших друзьях и близких. Это логично, это понятно, потому что подобное притягивает подобное, и звездные души не очень-то хотят как-то взаимодействовать с землянами, потому что пока вибрации разные, опыты разные, и обмен опытом, обмен вибрациями еще достаточно тяжел именно для звездных. Я на весь экран вылезла. Вы давно видите это? В конце немножечко я скажу о звездных семинах и кристальные, и радужные, те, которые приходят из звездной системы Нихао, так как я сама оттуда, я знаю этот тип Ольга фон Ребеншток. Итак, поехали. Значит, кто такие звездные души? Есть экстрасенс, ясновидящие духовные исследователи. Где исследователь? Все, да? Ну да, университеты не нужны нам. Не нужно университетов никаких. Противоречивая версия в интернете одна говорит все человеческое ДНК перемешано с разными звездными ДНК и поэтому звездными душами являются в принципе мы все и у всех уже были и у вас в том числе кем бы вы не были у вас были реинкарнации в других звездных системах предыдущие или параллельные так как времени нет будем говорить о параллельных одновременной реинкарнации во многих звездных системах есть практически у каждой души находящейся на этой планете понятно но я и вообще как бы эксперты те которые в теме они не считают все души с подмешанными ДНК звездами и здесь идет такая классификация когда душа замешивается душа замешивается как компот душа является некой такой мандалой набором энергии когда рождают новую душу так как она еще неопытна и юна ее или первым местом для ее инкарнации будет то место та звездная система и та звезда которая соответствует ей и ее вибрациям максимально чтобы ей было комфортно поэтому вашей звездной родиной будет считаться то место где прошли ваши первые воплощения и звездные души это те звездные души которые прошли какую-то часть инкарнации на других планетах то есть они начали ее там поэтому вот эти души мы будем считать именно звездными у них немного другая энергетика не то чтобы немного практически противоположная эти души несут короче это не совсем подалорес кэннон когда отправляют на землю вот эти волонтеров чтобы они помогли чувакам запутавшимся в сансоре а то сделали эту сансуру теперь сами не могут вывести на землю именно верхней энергии энергии верхних центров земляне та часть землян которая родилась реинкарнировалась в виде души уже после атлантиды они пока живут в большинстве случаях на нижних энергиях первая вторая чакра только очень древних земных душ ой опять началось про чакры короче какая-то нью-эйдж тему потому что если брать сантрическую тему откуда нью-эйдж испёрте идею чакр то там не будет идей жизни на каких-то чакрах потому что вся тема чакр связана с подъёмом кундалини и это вот это вот просыпание силы которая выражается символически в виде змеи в основании позвоночника вот она пробуждается с помощью определённых практик и поднимается по каналу который идёт внутри позвоночника и пронизывает вот эти вот центры чакры чакры колесо которое находится на её пути разрывает там разные узлы в общем определённый процесс связанный с духовной практикой конкретно вот этой вот йогической тантрической такой что жить на чакре нет если пробудилась кундалини вот она вылезает если идёт процесс пробуждения кундалини она пронизывает эти чакры то вот она идёт вверх позвоночнику тем место которое она прошла становится холодной там где она идёт она горячая ну это какой-то процесс который дошло потом что-то с этим делается куда-нибудь опускается или как-то используется ну такое вот жить на чакре нет это уже не интерпретация когда чакры начинают приписываться какие-то физические моменты чуть ли не вылечив манипура чакру убираются проблемы пищеварения хотя это ну это вообще другая система физическая и вот эти вот какие-то духовные просветленческие моменты как в цигуне например есть какие-то физические каналы а есть несколько каналов которые уже нарабатываются и открываются во время практики и они как раз практикой и сделаны для того чтобы человек не физическую свою силу использовал которой конечно а использовал вот эти вот дополнительные ресурсы энергетические которые можно пополнить какими-то ещё методами методами практики и поэтому практик в цигуне который достиг чего-то, выглядит обычно моложе, потому что он меньше расходует свои физические силы, конечные, если это китайская система, то это будет энергия ци, которая находится в почках, и вот она конечна. А так человек подключил дополнительные каналы, и он ци собирает в Нижнем Донтьяне, и вот он ее по каким-то замечательным каналам, которые он прокачивает, себе запускает, и экономит ту силу из почек, которая конечная. Поэтому он выглядит моложе, живет дольше, и вот все эти алхимические процессы ему становятся подвластны. К чему это я? Не помню. То есть, на самом деле, не так уж и много здесь. А, к тому, что она говорит, жить на какой-то чакре. Нет, вообще такого нет. Но в Нью-Эйдже, наверное, уже и на чакре можно жить, и не знаю, на чем они еще живут. Ну, простроена боль, простроена боль, чем первая дочь чакра. Я говорю о душах из Демурии, Атлантиды, кто-то из них еще пока здесь инкарнит. Ну, когда такое слышишь, конечно, пропадает какое-то доверие, ну, хотя его особо это и не было. И вот у них совершенно другой внешний вид и другая энергетика. Типичного землянина можно узнать по нижним энергиям. Позже мы поговорим о том, как мы видим, где, в каком месте какой сервис энергия. Поэтому звездные души, это души из других звездных систем, которые, чьи реинкарнации, первые реинкарнации, прошли в других звездных системах, которые несут на Землю определенный свой опыт и вибрации энергии определенного качества. Обычно, образно-языком говоря, они связаны с высшими энергетическими центрами. Теперь мы поговорим вот именно о том, как себя ощущают звездные души здесь, и именно по внутренним ощущениям себя... А, я начинала говорить, значит, по Долорес Кеннон были волны волонтеров, которые пришли с других планет помочь выбраться из колеса страданий, сансеры. А по этой женщине это люди, которые до этого, видимо, долго-то усилены на других планетах, и у них сейчас высшие чакры, как она считает. Они живут на высших чакрах, в общем, какой-то... Я хочу узнать, являюсь ли я таковой. Самое первое, когда вы слышите термин «звездная душа», «звездное семя», и в вас что-то дергается, возможно, это... После того, как ты просмотрел 10 тысяч вот таких вот женщин, уже не особо дергается. Да, вот дергается, идет сильная эмоция, сильное... Не просто любопытство, а такой интерес в виде прям последней надежды, да? Я вообще, как уже вскрылась, выросла рядом с телебашней, где... Где, помимо вибраций телебашни, еще все эти... Звездный бульвар, улица космонавтов, аллеи космонавтов, все эти космические дела, памятник Циолковского, так что чего екает? У нас там весь район был такой космический. А вот чувство мне сюда надо. Это явный признак того. Самой главной отличительной чертой всех звездных душ, я говорю о внутреннем ощущении, является чувство собственного... Ракета в смысле там уже, рядом с Воданхавом, ракета большая, и под ней памятник Циолковского, и музей космонавтики, все там. Пусть в этом мире. Вы не то, чтобы не любите местные политические системы, правила, законы и так далее, и нормальные развитые земля они не совсем любят. Вам просто даже не комфортно... Женщина, я тебе сейчас объясню. Нормальные развиты... Мне кажется, что наоборот, чем ты становишься умнее, тем больше ты понимаешь, что вот эти политические ты начинаешь просекать. В чем там вообще стоит фишка? Потому что пока вот ты такой молодой, типа, во, все, туси, мне вообще вся эта система такая подростковщина тоже не... Мне вообще пофиг, а потом, когда ты начинаешь понимать, чего к чему, и социальная антропология становится интересна, как вообще устроены эти социальные связи, понимаешь, насколько ты вообще завязан с этой всей социальной системой, а потом и политической системой, как вот эти все ходы устроены, особенно сейчас, когда так на поверхности политическая система горит. Это же суперинтересно, и это и интересно, и интересно смотреть, как там устроены, какие там связи, и разбираться в этом. Так что наоборот. И наоборот, мне кажется, что человек, который который бы пришел откуда-то еще, ему было бы интересно, как все устроено здесь. Что, ого, тут политические системы. Интересненько, как там? А как там чего? Что к чему? Какой-то такой показатель заинтересованности и осведомленности в том, как устроен мир. Тоже показатель какого-то развития личного и мышления, и личности. Чем ты интересуешься? Что ты понял? Пока ты ходишь, ой, вот это вот не существует, вот этого я знать не хочу, и вообще я такой весь просветленный, а вы ничего не понимаете? Это какой-то еще недоразвитый, мне кажется, уровень, на котором мы все побывали. Я тоже ходила с удовольствием. Все фигня вообще. Какая-то странная политика ваша. Идите нафиг, я пойду йогу делать. Отстаньте от меня. А потом, чем умнее становишься, тем больше понимаешь, насколько важно все. Ты знаешь, пока ты не понимаешь, как эти системы устроены, они тобой по полной управляют. Ты считаешь, что ты такой один вообще круче всех, а на самом деле это самый управляемый был. Нафортно в каких-то очень таких блаженных земных ситуациях. Даже если вы пойдете на выставку какого-то офигенного искусства или концерт классической музыки, который идет на высочайших вибрациях, вы все равно, вам как бы вот этого эмоционального запала, и этих вибраций, все равно как бы мало, что бы произошел вот этот вот эфир. Вау! Как бы все самое лучшее офигенное в этом мире по эмоциональному уровню и вибрационному чуть-чуть до вас не дотягивает, и вы это чувствуете. Чтобы это было более понятно. Не, ну если это вот такие товарищи, которые вот тут я хочу чувствовать, а вот там не хочу, наверное, вот это вот тот момент, когда чувак сейчас себя обрубает, и он понимает, что он мог бы почувствовать, но не может, потому что он себя обрубил, потому что для него не существует всего. Политики нет, этого нет. Нет, я буду смотреть вот в свою высокую чакру, вот это низкое фу-фу-фу, самый экстаз, как раз, когда ты все видишь и все понимаешь. Только тогда у тебя будет и полнота эмоций, и полнота всего. Когда ты такой, ой, это какая-то гадкая штука, я туда не смотрю. Это у тебя отрезалось потом, то отрезалось, политику я не хочу, ай-фу-фу-фу. Ой, это какой-то там гадкий президент, я вообще не буду туда смотреть, а вообще я поеду там, где солнышко светит, вот там, и там не буду смотреть, вот это я знать не хочу, тут мне не говорить, ну и все, вот мы и получаем, что и насладиться тоже потом он ничем не может. Ну и, наверное, не знаю, чувствую к нему, что чего-то недополучил на концерте. Я когда в этой стрессовой своей фишке была, понимала, что вот, да, от каких-нибудь фильмов и музыки я эмоцию получаю, мне казалось, что они полноценные, но потом, когда вернулось это нормальное состояние без стресса, я поняла, что это было просто, как будто ты вот этим обгрубевшими, онемевшими пальцами пытаешься что-то прочувствовать, тебе кажется, что ты что-то чувствуешь, но на самом деле это онемевшие пальцы, и полностью ты чувствуешь, что когда у тебя всё полностью включено и без вот этих вот загонов, что тут я не хочу чувствовать, тут я не буду, здесь я закрыл, тут я обороняюсь. Можность представить себе такую картинку. Возможно, но вы, может быть, это не осознаёте, эта реальность для вас чувствуется, как будто бы она 2D, как будто бы вы уснули, попали в какой-то мультик такой очень простой, рисованный, и чувствуете себя вот в этом мультике, но ваша парка... Потому что ты 2D женщина, просыпайся, просыпайся, выходи и... Может, ей так нравится. Память знает, что всё может быть каким-то более сложным, более крутым, более текучим. Самое, наверное, такое вот ужасное для вас, это взаимодействие с реальностью времени в этом пространстве. Время вот этой реальности очень тяжёлое, текучее, и у большинства из вас вообще нет терпения чего-то ждать, потому что вы этого не знаете. Конечно, это зависит от того, сколько реинкарнации торчит уже здесь. Чем вы моложе, тем более ужаснее себя чувствуете, вам просто не уютно нигде. Во-первых, вы не находите себе места, ни одно место вы толком не можете назвать своим домом. Нет, вы, конечно, имеете адресы, возможно, вас даже тянет куда-то в какую-то точку, как домой, да, после, скажем так, напряжённого рабочего дня. Но вы чувствуете, что есть что-то лучше, что это не конечная точка, но не могу я здесь расслабиться настолько, чтобы сказать, «Вау, я дома, я останусь на всю жизнь». Земляне очень уютно себя чувствуют на этой планете. Они её любят, им комфортно. Они, например, могут быть недовольны жилищными условиями, но точно знают, что когда они что-то где-то чуть-чуть поменяют, то-то куда-то там расширят, переедут, что всё будет иначе. Вы же, меняя квартиры и места проживания и даже улучшая свои жилищные ситуации, всё равно не можете расслабиться и сказать, «А, ну всё, здесь я останусь». Короче, тревожные женщины, ой, тревожные люди. Ну, короче, я не доверяю этой женщине, этой женщине. Вот когда начинают, уже на каких-то теоретических моментах видно, что она просто берёт какие-то расхожие нью-эйдж шаблоны, а-ля жить на какой-то там чакре. Ну, в общем, когда нет какого-то полноценного теоретического знания, и тут ей то неинтересно, всё неинтересно, тут какие-то у неё высшие, низшие, когда вот это вот примитивное разделение начинается уже как-то неинтересно. Понятно, что это опять идут какие-то её личные измышления. Какие-то молодые души, немолодые, всё, куча каких-то полярностей, высшие ниши, молодой-немолодой. Какие-то вот земляне, звёздные. Может, у неё в другом видосе. Ой, смотри, стык. Больше пяти часов сидим. Всё, это уже очень, очень много. Ну, ладно, я думаю, надо смотреть какого-то психиатра. Короче, сегодня у меня одна идея для их всех, что они все какие-то свои высказывают элементы своей личной наивной картины мира, и все не обладают более-менее полной базой знаний. Ну, и они к этому не стремятся. Вот им так нравится, вот они в этой своей сердце раскрыли, что там позывы, не позывы с сердцем, потребности какую-то теорию сформировали и её на всех транслируют. Вот они. Так прикольно. Но вслушиваться в это что-то долго не хочется, потому что начнёшь это обдумывать и применять на себя. Нужно не забыть, что это всё их личные теории. Так что нужен перерывчик от этих женщин. Нужно к птицхиатру сходить и в секонд-хенд и доделать мою работку. Я сказала, что я за выходные доделаю. Мне там ещё работать конь не валялся. За выходные доделаю. Ой-ой. Так. Летомода, давай какой-нибудь шортс запусти нам. Обход. Ой, на целый час. Не. Обход это долго. Ух ты, отвечает птицхиатр. А ты ушёл в цифру. Как уйти в цифру? Видео. Шортсы. Вот они. Если новенький. Как работает система? Что это у него за обложечки? Это мода. я случайно не на весь экран? Фух, нет. Это вдруг сейчас плохо. Половину стрима сижу на весь экран. Добро пожаловать в магазин. Что-то продаёт. Праздник. Ну, давайте, как работает система, раз у нас сегодня спиральные все. Приветствую. Создана система абсолютная, которая работает. Вы получаете информацию на канале, который лечит. Переходите дальше. Ой. Эй, подожди. Короче, нас куда-то переднаправили. Это, видимо, он продаёт там что-то. Ну, давайте, праздник. Что за праздник? Что, всё, что ли? Витамода, что это такое? Классный рисунок. Какой мужчина? Дон, как всегда, на белом коне. Дог, спасибо. О май гад, Андрес, сначала он вылечит вашу птичку, потом украдёт ваше сердце. Андрес, в сексе. Да. Как мой этот, дед Эрнест из спара, который разогревал еду в спаре, потому что у него отключили за неуплату. Всё. Ну, что-то, что-то не особо он порадовал нас шортсами. Дог, это старенькие. Стримы долго смотреть, аж у Шурова нет шортсов. Шуров. Какие-то длинные причины целлюлита. Что? За что? как избавиться от целлюлита, гормона, стресс? Это у птицхиатра? Вы что? Шуров, его канал захватили. Захватили. какая-то женщина захватила канал Шурова и про целлюлит постит. Василий! Тревога! Ой! Включила. Вот я шортс. Смотрите, вот ещё какая-то женщина захватила. Юля Фитнес. А, нет, это всё-таки его ученица. Ой, вернее, какая-то пациентка. СДВГ. О! Это моё! Всё, смотрим! Ура! СДВГ! Обращались с мыслью, что у них СДВГ взрослых. И, как правило, после диагностики, после тестирования, после собеседования выяснялось, что у кого-то пограничное расстройство. У кого-то гипотарное расстройство. Вот именно сам СДВГ, особенно как человек строит карьеру, у него семья, ну, не подтверждалось СДВГ. Поэтому, пожалуйста, не придумайте, что у вас СДВГ. Всё, у нас нет СДВГ. Дойдите до профильного специалиста, мы... Ну вот, забыть, он ничего не сказал. Придётся искать ещё психиатры с СДВГ. СДВГ шортс. СДВГ у детей неочевидный признак СДВГ лечения Лобковский. Взгляд изнутри. 2,55. Не-е-е, сказала Маша, которая ведёт на 6 часов стрим. А, это вот этот вот сычёв, который уехал. Нет, не будем смотреть. Препараты, мотивация. Ну, что-то не очень. В Инстаграме интереснее было с СДВГ-шники. Короче, какая-то скукота. Смотрим, просто психиатр шортс. Поищем нового психиатра, наши что-то ничего не постят. Кратенького. Ходит к психиатру, психолог, психотерапевт, психиатр, как вырыть врача. Что-то не особо. Психиатра. Что, что бы ещё забить в запрос психиатр. Давайте про нарцисса покончить. НРЛ. Или как оно? Как позвать деньги. А, нет, это мы уже смотрели. Как решать проблемы. Срочно к птицхиатру. Препараты. Как распознать шизофрению? Распознать шизофрению невооружённым взглядом, не будучи специалистом, можно, конечно, только в период острого психотического состояния. Чем характерно острое психотическое состояние? В первую очередь это бред. То есть, идеи, которые несовместимы с реальностью. Когда человек начинает высказывать какие-то идеи с реальностью, кто-то преследуют какие-то идеи, которые несовместимы вообще никак с реальностью с вашей точки зрения, или мало совместимы с реальностью. Второе это галлюцинаторные переживания. То есть, когда человек начинает казаться, он начинает что-то видеть, слышать, и это вы можете увидеть по поведению, когда человек начинает резко замирать в процессе разговора, прислушиваться, может быть, параллельно какие-то голоса или может видеть какие-то образы. Ну и, естественно, соответствующее поведение. Познать шизофрению нево... Вот так. Вторая ситуация это, когда нарцисс присваивает себе что-то не идеальное, а знакомит, что у нарцисс это это когда нарцисс присваивает какие существуют современные методы... О, доктор! Позвони мне! Позвони! Это самый милый маникюр на День Светового Валентина. Да-да, я вас слушаю. На ваше имя поступило персональное письмо от МФЦ. Как вам будет более удобно его получить? По электронному формате электронная почта в WhatsApp, вайбер, телеграмм, либо же вписанном на почте России в адрес регистрации. А вы, Калюня, я в эфире. А что ты? Калюня! Сколько белая горячка? Белая горячка это психоз. Психоз. Все. Все, а пора идти. Я уже рандомно что-то верчу. Стрим длится... Да! Не, это давно микрофон. Он, может, выходил из кадра. Ой, я хотела подключить донат в этот в ОБС и забыл с начала стрима. Ну, ладно. Очень характерно для меньше практикантов. Чувство... Что-то в мультике и это уже расстройство. Я представляю тебе... О, я представлю тебе интересного психиатра. Когда вспомни? Давай, да. В эти... В комментарии. А то все, пора идти уже. Ладно, все, пойду. У меня уже нет больше концентрации. Закончилось. У меня сегодня ее не особо было. и все закончилось. Так что все, ухожу. Могу еще посмотреть, что там делается. Нет ли мне донатного вопроса, раз я, оказывается, забыла подключить донат в ОБС. Все, на следующий раз подключу донат в ОБС, чтобы он перекал этот мой единственный донат за три года. Но не один, штук пять, наверное, есть. Правда, половина друзей. Так. Да, какое найти-то? Ничего найду. Donation Alerts. Войти. Ой, а как туда зайти? Войти. О, все. Вот она. Окей. Проверка. Не, вроде новых нет. Окей. Вдруг там какой-нибудь лишний вопрос. Все. Нету, так что пойду. Надо научиться, как Диана, как Диана сплетняя, говорить. Лайки-лайчочки, донаты, донатный вопрос, а то ухожу. А я вообще и так уже ухожу. Все. Михаил не прощается. Он в полном день. Он не здоровается и не прощается. А я пойду, пойду. Ой, меня мои эти деньги уехали куда-то. Опа. Все. Покеда. Опа. 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 Продолжение следует...